и поприветствовать тех людей которые будут смотреть это в записи здравствуйте здравствуйте у нас 20 какой-то там 6 ноября 2000 на минуточку 16 года то есть уже скоро совсем чуть больше месяца осталось до 2017 года а мы собрались здесь с вами для того чтобы посмотреть замечательные игры по третьему варкрафту и это не дота это варкрафт что называется на развитие это руссбрейнкап номер 5 с призовым фондом на данный момент в 117 тысяч рублей участвуют лучшие игроки европы снг и всего остального мира кроме китая потому что у них с интернетом беда я не все-таки надо папа написать хэппи ты нас то я щи хэппи ре реаль но надо обязательно хэппи послушать ну и люблю слушать хэппи он такой непосредственный слушай он ничего не сказал просто написал нет тт жаль вот сетку можно посмотреть в сообщении мастер-шофф дд на главной странице блоки турнира и собственно можно посмотреть на сеточку я вам периодически и буду показывать сейчас покажу например например сейчас я вам ее покажу это несложно хоп турнир проходит в турнире принимает участие в 16 игроков были квалификации были приглашенные игроки фокус чечи билив мистер уинер который кстати заменил хэлсинга который не смог сегодня принять участие фоги пух мы кстати именно этот матч с этого матча начнем ремайнд анима оргворкер эмалфан люцифер мал я вот этого не знаю малиджик хэппи чай мико чонана и ара арабрамс вот и сплошь и рядом известные игроки корейцы снгшники все молодцы и я возлагаю на этот турнир точнее на участников снгшных в частности на фоги чай хэппи наверное не только я возлагаю определенные надежды потому что фоги готовился специально у хэппи тоже великолепная форма я надеюсь что они смогут добиться успеха как хав как же без него но хавк во первых не прошел квалификации и проиграл голосование на форуме в мистеру винеру вот такая вот ситуация к сожалению не сильно проиграл но но проиграл поэтому без хавка на этом турнире ты будешь участвовать куда нет вообще меня тут не пустят скоро начнется первый матч я вижу черкают уже кто-то там карты просят бота ла улиц памят нас дождутся в игре фоги чеп против чек пухом это будет эльфийский мирор но очень сложный противнику фоги на старте прям сразу же и плюс фоги сейчас не стримит а вот с к ход это как раз фогич секрет вели первая карта у них и они просят просят хоста то есть действительно совсем скоро начнется первый матч я сегодня много спал боялся что боялся что буду сонным на на матчах но чувствую что уже даже несмотря на то что игры еще не начались а я уже начинаю заряжаться позитивом от пред предвкушая матчи которые нас ждут система проведения повторюсь double elimination играют они до двух побед только финальный матч будет бо 5 учитывая то что система double elimination один молодец на премии кстати full hd 60 fps в варкрафт прям такой какой должен быть уйд не пойдет они сейчас хаста sky series выбирают мне нужно не пропустить название игры тому человеку который будет с нижней части сетки подниматься и играть в суперфинале не нужно выигрывать две серии просто у него будет минус одна карта то есть он уже будет проигрывать 0 1 но нужно три карты взять game name фоги и фоги начал трансляцию ничего себе давайте все-таки фоги посмотрим раз уж решили у хэппича просто первая пара не такая серьезная то есть он там скорее всего выиграет а вот у фоги чем прям со старта беда фух привет миша пишите и откуда такой призовой фонд rusbrain rusbrain cup вообще планировалось что на этом турнире будет призовой фонд в тысячу долларов ну и будет еще 6 rusbrain cup но учитывая то что это типа юбилейный rusbrain в свойственном ему манере в комментариях добавил увеличил призовой с 1000 до 2000 долларов собственно на старте и получилось там 120 ну и вы уже по напополняли пух передает хай хэф привет пух заходит фогич ты сетку нам все время показывай хочется да сетку кстати зря так давайте лучше варкрафт вернемся то тут чатик rusbrain cup заходим в игру может проголосуем кого смотреть я думал об этом но учитывая то что там два две пары на выбор я предложил сделать голосование но потом чатки сразу написали что давайте этого в общем единогласно было что лучше посмотреть сначала фогич и несмотря на то что это эльф мирор голос смотреть хэппи с юмика юмика офигенный игрок будет супер игра эльф мирор фигня хотят хэппи черпают по бракрате слушать от ночи мика это юмика и там не мирор активировал премию на ваш канал блин я вот сейчас я уже боюсь нет давайте лучше хотя бы один матч здесь посмотрим а потом хэппи если что стриме то вы можете включить его трансляцию посмотреть от него ну да юмика это это интересно могло быть тоже ладно поехали играет повторюсь до двух побед ск ход это не михаил новопашин а фогич видимо когда-то был его фанатом сейчас уверен что фоги ход раскатает и поехали в правом верхнем углу чек пух очень опытный корейский эльф чек в общем чек сто лет уже соло варкрафт не комментировал я заранее извиняюсь за возможные фейлы я смотрю варкрафт периодически потому что благо на гугейме стриме ты хэппи и фоги кого-то еще смотрел сегодня товарища который фуфа играл тоже поглядывал но больше конечно соло игроков но все таки все таки вот так вот чтобы турнир кастить я давно уже этого не делал да тут кстати не рандомные герои говорят да ясно ну я догадывался догадывался что все таки в соло тут и раз у них стандартные эльфы у обоих попались и героев они видимо демон хантеров тоже на старте за закажут да тут демон хантер там демон хантер удивительным вот и крепится будут соответственно на желтую точку с первой арчой все весьма и весьма стандартно болеем по крайней мере я надеюсь что вы тоже болеете за фогича днд пропиши кстати да она же может быть этот тендент было до игры прописать вот отлично сейчас может кто-то зайти если нас и хейтеры персональные любим мы всех только по-разному орус брейн здесь здравствуй здравствует здравствуй с брейн меценат скоро приедет в гости кстати пошла разведка практически синхронная хотя вот фогич как-то с нет это видимо висп так решил обойти елки стандартный такой проход ну видимо это обычное дело что он в сторону елок идет по прямой а потом обходит но смотрим что у нас так во первых еще пока не забыл быстро в игре я ставлю индикаторы здоровья и и можно теперь уже не жать по привычке альт всегда по лодке здоровья показывается молимся на хороший девайс не кольцо главное не кольцо венец благородства великолепный девайс а тут мы желаем ему конечно же счастье и какого-нибудь колечко плюс два протекшна это великолепный девайс и считаю нет тоже венец благородства 2 ко всем атрибутам наверное самый хороший для димки для димки девайс и танкование и урон и в общем чуть-чуть манки в это блайду когти нужны учитывая его и чуть повыше урон и криты и виндвок так продолжает охотиться на девайс и фоги но сейчас они по-разному видите пошли человек пошел чек пошел убивать зелененькую точку ради книги фогич взял перчатки скорости выбил невзирая на тот урон который заходит частично компенсирует фонтан здоровье вот но все равно он немножко бит так главное не пропускать ключевых моментов я заранее извиняюсь что могу тупить потому что понеслась потому что давно не смотрел на игру со стороны то есть играют играем периодически варкрафт но это фа фашечка поэтому ждем сапоги денег не хватает и сапоги только-только появляются очень четкий тайминг у фоги ну чё стоишь а он будет прямо атаковать он он собирается выбить девайс из этого огра ой опасный момент сзади подходит чек тут сетка уже на арчи ай-яй-яй-яй здоровья не хватает для того чтобы просветка пошла арча гарантированно умрет блин начала не очень он рисковал он рисковал но судя по всему девайс достанется именно чеку хотя фогич не хочет сдавать моноберн удар ну ну не взял девайс еще телепорт сейчас моноберн кровал кровал такой провал капец минус тп минус девайс не получил экспу такая грязь а тут большой нул 15 секундный почти третий левел начало конечно аховая ох увидел он еще как все перевернулось такой момент да да так можно подраться почему нет те же здоровья больше и девайсы не хуже персональный телепорт покупает фогич тут hunter's hole очень грамотно чек выставляет арчей ну не пройти внутрь о какой он у фогича правда такая же ситуация то есть нее есть застройка который мешает противнику ой как грамотно с другой стороны смотрите фогич начинает крепить и у него висп еще смотрите так палит отлично перемещению вражеского демон хантера и должен успеть должен успеть добить этого огран самое главное это его именно убить сапоги скороходы вторые проверяете сейчас наличие базы чек фогич тоже контролирует кстати этот процесс обмениваются любезностями кстати фоги уже догнал уже догнал вражеского диму по уровню ну почти догнал чуть-чуть вот одного тролля убить и все будет хорошо обмениваются моноберными ману уже ни у того ни у другого нет убегают убегая демон хантер пока вы пытается вы танковать аов у него получается кстати это неплохо и на последние несколько ударов наносит патролю почти получает третий левел но но не совсем сейчас надо наверное бежать на свой магазин выбивать девайс передавать сапоги второму герою второй герой это keep the grow ну то тоже козел да беда 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 ладно здесь будет 3 нужно точно получать 3 но решает 3 получить фоги на зеленые точки ему хватит да ему хватит конечно же опыта 1 единицы опыта не хватает для третьего левела получает и вот сейчас нужно на мага сбежать скорее всего потому что других ценных точек на карте нет ну кроме красных которые сейчас не по зубам ни одному ни второму инвол за юзал чек ах ты криво какой какой замечательный замечательный мув с полным хп он заюзал инвул зачем мисклик мисклик это прекрасно когда он вот такой вот так обмениваются любезностями прикопка а почему прикопки нет убегает 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 хорошо давай высасываем ману у вражеского козла у него практически ничего не осталось ой как же фоги вот после того момента ему было реально очень сложно выправить ситуацию почему сапоги не передал ладно я то с двумя сапогами могу час бегать ффа но давай передавай передавай передал молодец молодец фоги чемпион фоги молодец он достоин победа я не знал как правильное слово тут выбрать ой прикапывает вражеский козел нашему демона довольно плохо есть еще прикопка есть прикопка к сожалению надо валить из козла прикопают козел не уйдет отсюда уже это 100 100 процентов на дрядку хотя бы засейвить ну что ты делаешь и последний выстрел попадает в козла падает козел падает ряда перехвалил перехвалил я фоги чем он к сожалению тут немножко на отдавался увы не успел да спасибо тебе за активацию премию там за за пополнение призовых фондов отдельное спасибо нужно делать бёрн 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 и быстрее реагирует фогич красавчик давай на тп разведены разведены тп еще удар удар ну хорош все он фактически отыграл теперь телепорту у врага еще арчубы забрать но к ней было сложно достучаться до ним добраться до нее было сложно ну все и мы ждем появление медведей т3 уже сделан первый реджуф появляется здесь тоже т3 прям секунды в секунду они идут став появился указал закупили тут ну в результате чек потерял тп потерял инвул то есть все эти вещи крутые которые он получил буквально за несколько секунд поймав фогича на магазине в самом начале игры и вот так вот постепенно постепенно по опасный момент за этих товарищей они будут сражаться они будут за них сражаться опасно тут больше просто чеком мне кажется он заберет не хочется ему отдавать конечно арбы нет вот это плохо добил кажется добил и девайс тырил и девайс тырил большую инвул отыграл фоги а как он же был далеко как он вообще дотянулся до девайса он же был за вражеским демоном нет это прекрасно это прекрасно что он умудрился каким-то чудом достать большой инвул но он вроде был за то есть он был дальше далеко руки-то руки-то длинные чек добил на самом деле кто добил это уже не столь принципиально да но хорошо что заметили разницу главное что девайс каким-то чудом за забрал фоги где арба фогич где арба так уходим риджуф надо валить без арбы сражаться с резона нет никакого фоги это понимает отступает и возвращается к себе на мэйн о ее и опасно надо медведя спасать спасать медведя оставьте на кдм rejuvenation и вот с арбой приходится сейчас господи плохо 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 что мы сражаемся без без арбы еще дриады у нас нет к сожалению чтобы диспелить собственно прикопку с другой стороны у фоги есть своя прикопка он тоже подрезает вражеского медведя а там пустой козел ставит мишку тут дима нарезает козу ну почти нарезал давай дмитрий нет нет вторая коза помогает там прикопки нет он довольно спокойно должен убежать отсюда если нет то инвол на всякий случай есть где арба фоги чем где арба то успел добить еще на фонтане козу красавчик и главное вот этот висп все время палит перемещение чека сейчас например фоги знает что что чек крепит фонтан и можно например пойти на свою красную точку по фасту ну потому что ты знаешь что тебя там сзади не да так и делает так и делает фоги он с одной стороны находится рядом и можно сейчас забернуть козла у него как раз ну бёрн бёрна лё он не может а бёрна нет маны не было там 46 перестал просто бить вот нет арбы он не мог даже дракона добить ладно с другой стороны персональный телепорт сюда арба есть у козла уже и пошел пошел работать по этому огру большому сейчас конечно же чек будет стараться свою красной точкой хоть как фоги грамотно виспа так коп и прячет чтобы если даже заходил противник не сразу его обнаружил оп нет виспа и при этом он продолжает как бы контролировать это это место но увы кажется можно не успеть сюда прибежать хотя бы надо постараться давай давай фогич ну давай побежал конечно мне не успеет за девайсом шлем доблести уже выбивается а здесь что выпало плащик плащик неплохой конечно для димы там полезнее было какая-нибудь аура наверняка тут еще можно добить на магазине третий левел четвертый левел а что здесь у козла надо отвести от надо отвести диму 4 чтобы козел получил нет не догадывается фогин он же не прокачает тут козла не прокачал это я не шарю просто фогич то понимает так и сейчас может быть битва грейда 00 против 10 риджи вы пошли дисплей это хорошо монобёрнов у дима хантера нет хорошо став и сейчас чек фоги не спасает своего медведя стенка на стенку с другой стороны там еще свиток используется минус один медведь и они на отсюда надо как-то валить а телепорта то нет как ты свалишь увы тут уже непонятно что делать до 15 секунд in will будет использует его фогич но остается буквально с двумя героями против успеешь нет он потеряет героя он потеряет героя сейчас пойдет in will его прикопают и все если да вот прикопка персонал очку успеет ну промах было димы а ему не хватало как раз это скилл и это безусловно скилл вот так вот выкинуть 20 процентов это такой колоссальный опыт нужен для этого little girl dwarf little girl dwarf привет господи но он понимал что он не уйдет персоналка это был фактически единственный выхода живут несмотря на то что ты понимаешь что динамика там такая что тебя скорее сюда бьют с этим ничего сделать не можешь но на миссы вот как раз на на вариант промаха можно было рассчитывать и получилось фух ладно 4 3 шансы еще есть шансы еще нет я хотел сказать шансы еще какие то есть но очень сложно конечно сейчас фоге чё будет потому что он проигрывает по уровню тут demon hunter практически 5 левела лимиты у них приблизительно равны абсолютно равные 48 на 48 фоге контролирует базы ну хотя видимо он периодически сюда заглядывает проверяет ясничка или нет можно конечно как-то поймать человека ой-ой-ой-ой у нас 100 рублей и сообщает так привет еще проведенные стримы за последние два года подобуются и следил с юмксю теперь рад оказаться здесь добро пожаловать добро пожаловать на на гудгейм где прямые трансляции чатик и эта магия прямого эфира Сегодня у нас Русбрейнкап Финал пятого турнира с огромным призовым фондом Овцу чуть не поджарил Фогич Интересно, он дожарит овцу? Дожарил Сам того не желая, знаете, тут как бы Без злого умысла, но просто так получилось Надо валить отсюда, став хороший Почему такие вещи пошлые? Ладно Едем дальше Когда будет выход из лимита? Это самый главный вопрос Смотрит, что нет экспанды Вот как раз Фогич задается этим вопросом То есть самое главное Это не упустить момент, когда противник Закажет там 4 медведя и выйдет из лимита Ну или закажет базу Чтобы ты смог С небольшим дилеем, например С небольшой задержкой для того, чтобы выиграть Хоть что-то по деньгам Самостоятельно тоже выйти из лимита Успеть это сделать Да, но тут сейчас 5 левел уже скоро будет Блин, буквально 2 пара медведей и все И 5 димка Ой, козла, козла, козла А почему не... А, потому что Сзади всем Короче Видимо Фоги собирается сражаться 47 на 50 по лимиту Демон Хантер без инвула Без всего Сразу получает Давай еще Отлично грамотный медведь Был оставлен сзади Как раз для Риджува Берет с собой виспа Тоже грамотная вещь Став не делает 5 левел Получает Вражеский демон Хантер У него, кстати, тоже нет ТП Можно от вражеского демона Фокуснуть Можно, можно, можно... Блин! У козла только инвул и ТП Инвул передает А если бы это сделать... Если бы он сделал это чуть раньше Кстати, все еще можно вражеского демона Попытаться Сейчас инвул закончится Козлом можно прикопать Давай, давай Фоги убивай, убивай Ну! Ну! Ес! Убил вражеского демон Хантера Два героя очень битые Козел сейчас умрет Безусловно Но демон Хантер Живой Пятого уровня тоже Козел, правда, здесь пятого Господи Но по армии мы проигрываем Но самое главное, что сейчас экспа Идет Не в Диму А в Козлика А козел это... Шестой козел это не шестой Демон, понимаете? С ним еще можно совладать 43 лимита против 35 У Фоги Он Как-то на чудесах Держится Но все еще Но все еще шансы на победу у него есть Диспель Хорош Но там пятый Он скорее даже Немножко сравнял Игру Но опять же Не догнал еще Чека по По ситуации То есть у него Козлик Меньше в уровне Лимита тоже поменьше Грейда 1-2 Кстати, я пропустил Пропустил сколько грейдов Сейчас у Тоже 1-2 Ясно Волнуюсь я за Фоги Волнуюсь за Фоги Агрессивно в атаку Идет Не дожидаясь даже Демон Хантера Пока еще Вот бы козла сейчас наказать А Почему бы его сейчас не принять Пока Демона нет А потому что цеплять Видимо нечем Кроме Дриатки А там персональный есть Интересно у него Кажется есть Лечится Апгрейд тут делается Какой-нибудь Нет, не делается Немножко подрезает Пока Чувствую сейчас Фогич Что можно похулиганить 50 лимитом Уходит Ну там Демон выходит Еще одна прикопка Решил не делать Ну на самом деле Зачем тратить Ману На прикопку демона Если А вот мне любопытно Он же должен был Третью ауру взять По идее Да, да Третья аура Круто Ой, спасибо тебе за саппорт Сейчас замес Превращать медведей Да, да, да Да, да, да В курсе этого бага Но не надо сейчас об этом Какого лешего Короче, здесь Здесь все печально Потому что падает Один медведь Падает второй медведь Демон-хантер Очень битый Он, конечно, без маны Не может сделать берн Но 49 лимита Кстати, на 46 Но просто У Фогича Все очень битое Пробует он демона Вражеского Как-то подцепить Но не получается Это сделать Там инвул Еще передается На последних хитах Можно попробовать И козел И козел со свитком Очень вовремя читает Свиток козлик И он отсюда Скорее всего Даже и умудрится уйти Ой, какая беготня Наш козел погибает Этот козел Телепортируется И это гг Да 0-1 Фогич проигрывает Надо обязательно досмотреть Сетка Дабл эллиминейшн Поэтому даже Несмотря на поражение Фогич попадет В Ну, не вы С турнира он Не Не уйдет Но В лазера, короче говоря Попадет Чек ведет 1-0 Да Начало Не очень хорошее Тем временем Хабыч тащит Гоу к нему Нет, нет, нет Сейчас бросать Это совсем Совсем неправильно Так, Джокер Кажется у нас, да? Или это не та игра? Сергей, в отчеркивании В поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Сергей сообщает Старый добрый Полный положительных эмоций Стрим от Миши Спасибо тебе Сергей В.С. Спасибо тебе за саппорт Если хотите поддержать Лучше поддерживайте сразу Турнир Потому что Есть такая возможность Пополнить призовой фонд Он, конечно, и без того Сумасшедший Но Так, и надо посмотреть Да, ДНД-то я поставил Просто Сейчас отменил его Надо его ставить До того, как ты в игру заходишь Просто Да, и вроде как Очень высокий уровень игры Вроде как Все Все четенько Там и там И там Но Проигрыш Проигрыш Ладно Не расстраивайтесь Впереди еще много матчей И хэпич в том числе Поэтому Во Воидмастер перевел 2000 рублей Увеличив призовой фонд Турнира Русбрайнкап До 118 890 рублей Ох Жалко не озвучивается Эта тема Раз бани в чатике Чебурашка Помнил бы я За что тебя банили А так-то просто Чего разбанивать Вдруг ты Шалил Так А сервис говорит Game name Sog Но это Вроде как Не тот Подождите А Аи Да Фогич еще здесь То есть они Там еще не создали Он ФФА С тобой играл же Да Со мной Скорее против меня Да А Танкист Танкист Тремопал Да Да Чебурашка Ну не Нехорошо Так делать Нехорошо Ну за это не банят Видимо он что-то еще Сказал после этого А Забанил за то Что я в чате написал Да Ну все Все задело тогда Танкисты должны умирать Прими это как дань Данность Танкист Такие суицидеры Нет Нет Заслуженно Заслуженно Сиди Давно тебя не видел Как-то ты постарел Кремом пользуйся Мужики Кремом не пользуются Морщины Морщины Это хорошо Они говорят О каком-то опыте Понимаешь Скоро сидеть начну Поэтому Нет Так Ход пух Геймнейм Заходим Так нет Сначала ДНД Потом ход пух ДНД И ход пух Ход Пух Да я Ещё раз Да ладно Вы издеваетесь Что не подождали что ли Ну класс 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 Блин Смотрите Геймнейм Здесь До фразы Блин Чебурашки Который Надо его На всём сайте Забанить Ладно Давайте посмотрим Махепчатом как Не Можем просто Паристримить Этого Да Да Давайте Фогич Паристримим Сейчас Секунду Сейчас Захват сделаем Прошу прощения За Это Это Недоразумение Конечно же Ты не будешь Захватывать окно Кто бы Сомневался Ай Какая Грязь Ладно Давай тогда Рабочий Стол Полностью И Типа Сеточку Так Так вот Сделаем Раз Два Три Простите Что без Вебки Простите Вообще За За то Что Произошло И Поехали Так Только Я в игре Наверное Выключу Выключу Звуки И сделаю Фогич погромче Так Встреча на желтой точке Рядом с Фогичем У него кольцо К сожалению С девайсом Не очень хорошо Повезло ему Подмениваются Бернами По хп Мы проигрываем И вынужден Отступать Фогич Возможность От первого лица Есть Посмотреть Что тоже Немаловажно Посмотрим Как кликает Попытается Наверное Сейчас добить Но это Сложно Конечно Сделать Учитывая Урон Который Арчи Наносит Да Начало Очень плохое Для Фоги Крайне Плохое Начало Хантерс Холл Делает В палевном Месте Надо Как-то Компенсировать Недостаток Вот Ну да Ну это Риск Пытался Фоги Пытался Здесь Закрепить Вражескую Желтую Точку Но Чек Оказался Рядом Не дает На халяву Это сделать За сапогами Побежал Фогич Закупает Скорее всего Он отдает Просто Точку Которая Находится Вот Это Вот Желтый Крипов Он отдает Врагу Скорее всего Там Уже Ближе К А Нет 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 Только Только Он Начал Крипиться Видимо Потратил Время На то Чтобы Нагу Хочет Обострить Хочет Понимает В общем Фоги Что Если он Отдаст То Получится Третий А с Третьим Это Да Но Он все равно Отдает Одного Крупного Плюс Еще Отдает Блин Очень Плохое Начало Очень Плохое Начало Обмениваются Бернами Пока Не Третий Дима Наги Передает Сапоги Наги Передает В Кольцо Протекшеном Надо Добивать Этих Упырей И валить Отсюда Побыстрее Пока Кипер Не Пришел Вражеский Что Там Кипер Уже Наверное На Три Четверти Сделан Надо Валить В общем Отсюда По Добру По Здорову Т3 Делается Две Лорницы Проверил Количество Веспов Отступает Фогич Готовится Крепить Свою Шахту Через АОФ Сейчас Нужно Вернуться Магазина Не Хватает Кажись Да Пока Нага Там Бегает Хотя Нет Он Решил Почему Стрелку Не Отключает Да Отключил Стрелку Книжку Не прочитал Силы Судя По Цвету Она Там За Да Вон Она За Этой Клеткой Потерялась Ну Да Лучше Б дерево Не трогал Вообще Она Б Ударила Гарантированно Хотя Б Раз А то И два По По Второй Да Там Козелок Надо Крепджекать Как-то Пытаться Очень удачно Заходит Сейчас сюда Фогич Там Все Еще Второй Уровень Это Замечательно С Приоритетом Делает Дриад Опять же Потому что Козел И нужно Как что-то С прикопкой Делать И Видимо Решает Отдать Магаз Фоги Врагу Просто Потому что Он В это Время Может Закрепить Более Ценную Точку Главное Не добивать О Пидент Уф Энджи Это иллюзия Нет Это не иллюзия Это не иллюзия Да ладно Нет Иллюзия Да Это иллюзия Фух Я думаю Почему так мало урона Наносит по иллюзии То есть Человек Не должен был Вообще Прибегать К героям Так Недоконтраливая Это явно Разведка Но Я посмотрел Удар Когда нанес Демон Хантер Как-то мало Мне показалось Урон он нанес Поэтому Ну да Поэтому подумал Что это Не настоящий демон Еще Наверное Погромче Немножко Сделаем Так Принимается За лагерь Наемников Тут конечно Хочется Чтобы стреляли По наге Драконы А не подрядом С этим Диким бонусом Но дракона Не смог Убедить Быстрофогич Увы Ну или По арче Пусть стреляет Главное Чтобы не подрядком Потому что Там 150 Процентов Бонусного Дэмэджа Ваура Вампиризма Великолепный Девайс Ой надо тянуть игру Вампири Каура Для медведей Топовый девайс Вообще Ооо А вот здесь Вот уже Хотя там тоже Демонхантры Очень битый А это иллюзия Да Надо выманивать Реджувить И по-быстрому Тролля убивать Очень быстро Надо тролля убивать Потому что Эти тролли Как бы Ну во первых Там могут быть Какие-нибудь Хиленварды Крест Например Какой-нибудь Да Циклон Например Ладно Циклон Я помню Кажется на прошлом Росбрейнкапе Как раз Надел Делов Или на каком-то Турнире Крупном Последнем Который я Смотрел Было просто это давно Несколько лет назад Наверное Ну Образно говоря Ну что-то там Было такое О Дирижабль Точно Это же карта С разводами Типа ты приходишь Дропаешься на Шахту Убиваешь ее Или там дерево Пытаешься продэмлижить Разводишь врага На телепорт Сам валишь Гиппогрифов Тут мало кто строит Ну Потому что Есть риск Умереть Вот Просто потому что У тебя медведей меньше Так В чатике там все хорошо Сейчас подождите Я посмотрю Нормально все Третий левел Кипер третий левел Переселит вампирик Кстати да То есть вторая Даже аура кипера Она уже по эффективности Сравнивается с Ну там конечно Зависит от армора Зависит от урона Но в среднем да Вторая аура кипера уже Но с другой стороны Нага тоже урон наносит Конечно в массе Выгоднее аура Потому что она В принципе действует На неограниченное Количество там Юнитов Она действует Вне зависимости от Моноберна в Демонхантера И да Если речь идет о боях Выше 50 лимита То кипер конечно Предпочтительнее наги Нагу Часто берут Вот как раз для того Чтобы как-то компенсировать Ну вот Надо было сейчас Фогичу Ой опасный момент Тут надо либо быстро Барак добить Либо вообще не сражаться Ну хотя да Пока подходит Пока подходит Основная армия Фогича Блин Барак там Столько урона поглотил Надо валить Понимает это Фоги Спасать нужно Медведя Даже не добил Барак На последних секундах Буквально Вот он Мне показалось Даже что он Сомневался Брать эту нагу Или не брать Но Подумал что Если он ее не возьмет Он точно эту точку Отдаст Арчи под расход В расход идут Потому что Две арчи Едят как медведь А один медведь Как бы двух арчей Вообще Легко Завалит Надо что-то придумать С дирижаблем Нужно что-то придумать С разводами Нужно Не знаю Что нужно Будем следить За входом Мысли в Фоги Опа Сейчас его что Убивать будут Надо выходить Из лимита Наверное По крайней мере Мишку одного Нужно построить Кипр еще Кстати Плох тем Что он диспелится То есть Если есть дриады То прикопка Она не особо Эффективно работает Да Несколько секунд Она подействует В зависимости От скорости реакции И собственно Личи Дриад Но Нага По крайней мере Там стрелка И даже если Ее там Бернешь Она периодически Ей стреляет Ну Накапливает ману И периодически Выдает Ооо Спалили Дирижабли Есть у обоих А он не знает Кстати Пустой дирижабль Или полный Он же Не проверял На мейне Что Так далеко Чек не захотел И допускаю Что он Думает Что там Может быть Какая-то Армия Дирижабль Еще отличный Инструмент Для того Чтобы медведей Сэвить Ну Только медведей Там Если рук Хватает Если Нечем Его убивать Так Где же Чек-то Крепить На карте Вроде Больше Нечего Надо Во-первых Я Грейда Не посмотрел Что Что Успел Сделать Фогич И Прокликивал Леон Врага По Грейдам Надо Свитки Брать Наверное Двух Медведей Взял Зачем Тут Дирижабль Нет Он Решил Просто Просто Всеми Пойти Телепорт Вроде Бы Купил Армор Кажется Второй Да Но Чек Прибегает Прилетает Раньше Да 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 Ладно Он же Раньше Начнет Надо Дирижабль Сбивать А почему Ты не Выстрелился Господи Почему Не высадился Я не совсем Понял Почему Фогич Когда Начал Делать Телепорт Не стал Высаживаться Из Дирижабля То есть Он прилетел Бы Сразу С Сразу С лимитом И Начал Бы Атаковать Ладно Надо Еще Базу Проверять У врага Желательно Веспов Расставить Чтобы Видеть Где Вражеский Дирижабль Летит Вполне Вероятно Что Чек Тут же Полетел Вперед Вот Вот Они Пересекаются Да И Первым Реагирует Чек К сожалению То есть Высаживает Дриаду Высаживает Кипера И Ой Опасно Такая игра Опасная Конечно Ой Ты же Еще Рискуешь Просто Не Убежать Ой Нет Все Нормально Ушел Ушел Делается Грейт На Nature Blessing Видно Было На Мэйне Для Дополнительного Армора Главное Что Сейчас Гипогриф Какой Шальной Тут Нет Да Ладно Нычка Сразу Может Шахту С Так Надо Шахту Бить Шахту Бить Надо Да Бьет Шахту Просто Минус Шестьсот Здравствуйте Форкет Еее Так тут Позиция Неплохая Можно Нет 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 Там Дропнули Сразу За спину Можно Было Шахту Еще раз Закубить Ладно На самом деле Минус Шахта Это Минута Добычи Минута Добычи Это При Нулевом Обкипе Шестьсот Голды Это Два Там С Половиной Медведя Это Очень Круто Даже Несмотря На то Что ты Потратил На это ТП Плюс Там Еще Пара Тройка Веспов Умерла Не факт Что Хотя У нее Должен Должен Быть Запас По Веспам Ох Как Страшно То Человек Сейчас Должен Просто Более Активно Действовать Вот В чем Дело Он Не должен Пассивничать Потому Что В данный Момент У него Должны Быть Преимущества Пока Пока Еще Нет Этого Штрафа По Деньгам Полетел Полетел И был Спален Веспом Очень Хорошо Увидел Фогич Что К нему Летят Он Увидел Внизу Хорошо Сейчас Сейчас Будет Контролировать Дирижабль Нужно Пересечь Где-то На юге Карты Вот здесь Он где-то Должен Находиться Да А Уже Тут Ой Опасно Опасно Прикопать Могут Хорошо Что Кипер Не Первым Высадился Поехали Хорошо Можно Сражаться У нас Даже Плюс Один Медведь И Один Без Формы У врага Давай 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 Циклон Хорошо Можно Пострелять По Дирижаблю Отлично Попала Вроде Нага А почему Нага попала Он не за Это Подрезает Убивай Там Минимум Одна Триада Инышка Еще А Дирижабль Целиком Может Точно Я забыл Медведя Надо Сзади Убивать Как-то Его Ловить Как-то Перехватывать Наверное И Хорошо Бы Сейчас Фогичу Во-первых Закрепить Вот эту Маленькую Зеленую Точку И Проверить Есть ли У противника Эксп Потому что Он долго Не проверял А наличие Экспанда У врага Может Очень Сильно Подпортить Текущую Ситуацию То есть Если Экспанда Там Нет То Не хочу Сглазить Но у Фогича Все Просто Прекрасно Во-первых Он Немножко Подрезал Добычу Во-вторых Он поставил Собственную Базу И Он Еще Прекрасно Дирижаблем Контролирует Врага Четвертый Лайвел Дима Великолепно Давай Станция Очень Хорошая У него Но Блин Бою Надо свитки Сейчас Покупать 65 Лимита Сейчас Добыча Пойдет Ну Надо Нычку Проверить Фогич Ну Не Может Он Быть Таким Пассивным Мне Кажется Там База Построилась Тоже Иначе Я Не Могу Объяснить Просто Такой Сейфовый Стиль Чека Непонятно Почему Он Так Себе Ведет Вроде Собрался Тоже Из лимита Вышел Вот 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 Да Да Пошел Проверять Свиток Нужно Второй Купить Это 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 Важно На Таких Лимитах Ин Вул Да Какое Продай Быстро Что Сейчас Перекупит Свитки Так Нычка Есть Нет 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 Ну все Тогда Тогда Все решит Одно Сражение Вот Сейчас Фогичу Нужно 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 Спокойно Взять И принять Врага Одно Сражение Одно При том Что У него Больше Лимита У него Выше На Один Левел Герой Хороший Диспол Дирижабли Есть Ну что Работаем Пошли Реджу Поехали Иллюзии Иллюзии Медведей Так Аккуратно Где Дирижабли Став И пошли Сзади Мишки Еще Ну где Превращайся Там У тебя Медведи Без Формы В центре Алло Вис Подходит Там Протекшн Уже У противника Циклон Пошел Циклон На Диму Хорошо Свиток Один Виспаза Диспель Ну Ой Как Как Все 80 лимита Вроде Как Но все Красное До жути Еще Один Циклон Последний Циклон Хорошо Реджуф Нужен Очень Моноберн Хороший На соточку Реджуф Реджуф Диму Диму Спасает Хорошо Диспелится Виспай Видимо он специально держал сзади Для того чтобы потом Реджуф Диспелить Инвул Инвул Нужен Так Какой он псих Давай Реджуф Нужен Дима Очень Очень Кстати сейчас Очень хорошо работает В тот же самый Вампиризм Моноберн Задиспелил Ну Спаси Спасает Спасает Дирижаблем Реджуф Реджуф И спрятал Тут же Что не задиспелишь Хорош Это ГГ Похоже Давай Ну Добей этого упыря Добей 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 Вражеского Дня Он телепорт Делает Но на самом деле Можно Если он знает О базе То можно И ливать Отсюда Ну потому что Лимита у него Меньше Экспанды у него Нет Фу Хорош Вот это Хорош Вот это Это было хорошо Надо сейчас быстро Восстановить Ману Наги В первую очередь Потому что она тоже С амулетом Там выложить амулет Возможно даже 200 Потратить для того Чтобы восполнить Часть маны У него второй форкет Серьезное количество Урона По трем целям Там 2 трети Медведя За раз По хп Сносят Да Регенерирует Ману Здесь зря Отдает Дирижабль Он Лишним Абсолютно Не был В том сражении Барак Выкапывает Он тоже Не помешает Тем более Помните Грейт Есть же На нынче Блессинг Да Шаг Закончилось Да Сейчас же Чек будет Ему Сейчас Не обязательно Сражаться А вот Фогичу Надо уже Потихонечку Двигаться Вперед Ну потому что Там база Перекапываться Будет Рычи Форки делай Хорошо Начинает битву Весьма и весьма Неплохо Фогич Потому что У него Ну во первых Дима поздно подошел У врага Медведи Тоже не сразу Подтянулись Протекшн нужен Протекшн пошел Хорошо Моноберн Козлу Моноберн Наги Моноберн Отлично Контролит Медведи Только вот надо Диспейлить И стафать Ох как он спасает На медведя Видели Медведя Сначала Ой какие медведи Ё моё Продолжается Контроль Бешеный свиток Нужно юзать Не вижу Успел он юзнуть Свиток или нет Спасает медведик Очень красный Три красных медведя В дирижабле И Отлично Свиток юзает 75 лимит Он фактически Потерял Там одного медведя И все И все здоровы А там все красное Дави ГГ Йес 1-1 Ой хорош Ой хорош Так Теперь быстро Заходим в следующую игру Быстро заходим в игру Сейчас Секундочку Я только поставлю так Сделаю вот так вот Так И не пропустить Не пропустить Следующую игру Ах Так чек Геймнейм чек Заходим Великолепно Это играл Прям Прям Сейчас будет Третья решающая игра На карте Twisted Meadows Низины Всем добрый вечер Здравствуйте Уважаемый У нас Rusbrain Cup Номер 5 С колоссальным Призовым фондом С замечательными игроками И Что особенно приятно Играет Фоги Играет Хэппи И Надо Жечь Надо Жечь Что захват А что с захватами А захват Да Захват Есть такое дело Вот так вот С варкрафтом Будет лучше Поехали Сейчас будут И звуки И музыка И возможность Смотреть в разных местах Миша там с сеткой Проблема Посмотри скайпа Блин Что ж я С сеткой Да уже вроде Пофиксили Да там Локи на связи Если что До конца турнира Планирует быть Привет Blackheart Привет Пацанам В чатике Хорошего вам вечера Вечер Сегодня будет Даже несмотря на то Что у нас всего 16 игроков Благодаря тому Что это дабл Будет очень много матчей В любом случае Готовьтесь к тому Что к концу трансляции И вы И я Будем просто Выжаты Эмоционально И это закончится Ближе к ночи Поэтому Запасайтесь там Чайком Кофейком Не знаю Печеньками Какими-нибудь Провизией Чтобы хватило Энергии У вас Для того Чтобы продержаться До самого-самого Конца Определение Трех победителей Ты нас кидаешь Сегодня Да Говорит Зеруэль Ну а как я могу Идите в кино Без меня У меня тут Свое кино Гораздо более Интересное Чем твари Магические ваши Там Хэппи Лоулит Говорит Хэппи вышел из игры Но надо досмотреть Все-таки Третью решающую игру И в следующий раз В следующий раз Попробуем Хэппи ворваться Так Значит Фогич у нас Красный На пяти часах Чек синий На двух И у них Принципиально Разный криппинг То есть Если чек Замахнулся На просто оранжевую точку С перспективой Выхода На лагерь наемников То То Фогич Сразу решил Начать с лагерь Наемников Видимо Сейчас будет Выманивать Приобретать Рискованный криппинг Но за него Значительно больше Дают полезных вещей И плюс Можно еще успеть К криппингу врага Войска вступили в бой Что ты делаешь Оп Отманивает Я думал Имеет смысл Сразу же Брать Преста Он же есть Он доступен Так Так Ну Вроде бы Чек Во первых Он Ошибается С разведкой То есть Он уходит В другую сторону И Гарантирует Получается Спокойный Криппинг Но вот с девайсом Не повезло Прямо скажем Потому что Жезл По хищению Маны Это пожалуй Он такой же Плохой Как и Scroll of the Beast В таком Мэтчапе Да Scroll of the Beast Здесь же Выпадает Единственное Что Scroll of the Beast Не Они одинаковые По одинаковой цене Кажется По 200 Продаются Или даже 150 стоит Ну короче говоря Было бы приятнее Получить Любой Другой Из Из девайсов Которые там Выпадают Их там Много А Мануэл Не так быстро Строится Я понял Так Ну вот Сейчас Собственно Чек Замахнулся На тот же Самый Лагерь Наемников Подходит Не совсем С той стороны Хотя Вроде Неплохо Подходит Ой Добил Добил Взял Все Взял Господи Два с половиной Почти третий левел Тут первый Первого левела Герой Как же Ворвался Прекрасно Фогич Он пробился Мимо виспа Мимо дерева Добил Получил опыт Получил два предмета Они так себе На самом деле Но главное Что Тут Тут первый Тут наполовину Третий Ну тут почти второй Ладно Но все равно Разница колоссальная И вот такая Обраточка прилетела За первый матч Помните Там где на магазине Они выясняли отношения И там как раз Терпел Ой сейчас еще Барак можно потерять И потеряет барак А потом можно добить И третий левел Получить вот на этих Воу Воу Не не будем Ой да ладно Даже вот так Вот я пропустил АОВ Который Просто Беспаливо Поставил Фогич На базе Учека Под ударом Жрец лесных троллей Дерево выкопалось Идем наверх Тут пытается что-то Да он даже не второй Прекрасное начало И продолжает давить Может там тролль еще Да еще берсерк Подходит Еще один берсерк Ну все Сейчас будет давить Тут два берсерка С колоссальным дэмэджем С сумасшедшим дэмэджем Плюс АОВ еще И плюс преимущество По По уровню Это круто Тролль подойти не может Тут просто Этот тролль Вытанковывает Абсолютно Ну как абсолютно Спокойно Свободно Более-менее Использует Высасывание маны Но тут Значительно позже Грейт видимо Да Нет Кстати Отстает где-то Секунд на 15 Всего лишь Надо переключаться На вражеского Ого Хорошо Использует Вражескую застройку Для того чтобы Ооо Не хватает Просто маны В мунвеллах Для того чтобы Диму Вылечить Хоть как-то Под угрозой Мунвелл Наверху Два новых Отстроившихся Манаберн пропускает Еще один Мунвелл падает Шикарно Фогги отыгрывает В этом матче Очень агрессивно Очень четко Превосходная игра Особенно приятно Потому что Ну как бы Чек Он один из топовых Вообще Он регулярно Принимает участие Периодически выигрывает Ну там Ремайн Чек Фокус Это все Корейский топ Лучшие корейские игроки Я конечно не следил Последнее время Но помню рейтинг Который вот У нас По всем Турнирам На гудгейме Проходящем Два мунвелла Минус в результате Два мунвелла Вот и пригодился Став который Первым выпал Но представь У него было бы Здесь бутылка Плюс 500 хп Вместо этого Высасывания Жизни Это Ой Фогич подходит Еще двух виспов Берет Выстраивает аовы Очень агрессивно На мой взгляд Он сейчас уже Перебарщивает С порабощением Третий левел Получаем На развороте Ну давай соточку ему Оп Нет 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 Нага Нага там вообще Никакая ТП делает Успеет убить Нагу Еще там агавк один Ну Ну Блин Нага падает А можно тут Диму даже Передамеджить ГГ После такого Начала Да Неудачного 0-1 Он просто взял Собрался И покарал Просто покарал Красавчик Так я предлагаю Во первых Посмотреть на сеточку Посмотреть на то Что там у нас происходит В У хэпи Сначала на сетку Сейчас подождите Секундочку Где у нас там сетка Какая сетка Порезанная Клевая Сейчас 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 Так Хэпи Выиграл Он Соответственно Он скорее всего Уже играет с кем Там Сейчас посмотрим Список А хэпи У меня в списке Нет Чечи с кем Играет Такой вопрос Чечи Чечи с фокусом И чечи Кстати Выигрывает Может К чечи Зайдем А в нависерку Она же обновляется У нас так А нет Че на нас Слоу ли там Хэпи Хэпи уже с лоул Играет Получается Да Я предлагаю Тогда Посмотреть Посмотреть Хэпи Чем Порестримить Первый матч Который он От его лица В общем Посмотреть Надеюсь Вы меня поддержите Да Да Он уже Играет Сейчас Раз Два Три Осталось Только Немножко Вернуть Все На круги Своем Ну Игры идут Параллельно Поэтому мы не можем Просто так взять И И друг за дружкой Матчи смотреть Это ближе к финалу Когда полуфинал Полуфинал Финал Все попроще будет А так А так никак Так Вроде звуки из игры Нормальные Я чуть-чуть И только их погромче сделаю Выключу еще музыку У себя Чтобы не мешала Она Это первая Карта Секрет Вэлли Да Карта Называется Или Кстати Кажется Секрет Вэлли СВ Простите меня Сто лет не играл Собственно Это лоулит Пытается Хэпич окружить Арчу Практически Поджал Гулька Подконтраливает Кайло Добивает Нормально Все Да Секрет Вэлли Да Пытается окружить Диму Диму Окружает Почему лоулит Так у него Видимо Персоналочка Уже есть Койла Рановато Использует Подходит Арчи Подставляет Гулей Какая ротация Гулей Гулька Только жалко Вторую Но это Минус ТП Разменять Даже две гули На ТП Это не такая Большая проблема То есть Жалко Конечно Тем более Что вторую Точно Можно было Спасти А вот Первую Вообще Никак Ну В той ситуации Потому что Гулей В принципе Мало Скелетов Нет Хотя Был один Заряд Скелетов Но не было Труков Рядышком Ну Хэпич на фонтан Выбивать Девайс Хочется Развести Скелетов Просто Чтобы Висп Не задиспейл Все Все И сразу Дима Как-то Нагловато Действует Для человека Без ТП Но Это Наглость Ему Все-таки Позволяет Убить Убить Одну Гулей Возможно Он угрожает Второй У него Урон Хороший Там Видимо Когти Выпали Ему На Старте Так Купил Новых Скелетов Сейчас Хэпич Вызвал Пошел У него Девайсы Классные Дверсти Клетки Перчатки Откуда Откуда Столько Он Видимо Собрал Оба Фонтана По Девайсам То есть Он Закрепил Свою Оранжевую Точку А потом Умудрился Взять Оба Фонтана Да Точно Это Очень Хорошо Даже Ну Главным Образом Потому Что Димке Эти два Девайса Не достанутся Он И Блэйдмастер Очень любят Их Выбивать На этой Карте Это делается Сравнительно Просто И Для этих Героев Девайсы Важны Особенно Важны Так С первыми Гаргами Можно Более Менее Ой Это Дима Какой Второй Должен быть Уже Третьим Получается Дима Или Он После Первой Точки Вторым Становится Поэтому Там Скорее Все Третий Уже Димка Панда Внизу Засветилась На втором Фонтане Как же Шустрый А Димка Помнит Как Варкрафт Играть Хорошо Что он Стримит Периодически На ГГ Ну В принципе Даже Не Периодически А Постоянно Раньше Я помню Как сложно Было Достать Воды Хэппи От Первого Лица Это Такой Эксклюзив А тут Заходишь И На Гудгемик Трансляции Хэппи От Первого Лица С Комментариями Императора Прекрасно Так В то время Когда ДК Отвлекает Убил Он Со скелетами Аов Гарги В это время Разобрались Очень просто С драконом Ну Он там Серьезного урона По ним не наносит У Гарг В принципе Огромный урон По воздухам Поэтому Справиться Было Несложно Главное Сейчас Девайся Не упустить Вот он Приходит Сбирает Один И можно Эти Гарг Уже Вести На Вторую На вторую Точку Я Сделал На максимум Звук Нет Еще есть Немножко Могу Еще Чуть Подтянул Еще Звук Чтобы вы Слышали Как Стучит Клавиатура Императора Почему Рестрим Потому что Happy Начал До того Как Фогги Закончил Свою Третью Игру И Ну Игры Идут Параллельно В следующую Игру Happy Мы уже Зайдем Как бы Не Это Это Всего Лишь Первая Карта То есть Не важно Кто Выиграет В том Плане Что Не Закончится Игра На этом И Мы В любом Случа Зайдем На вторую Карту Конечно Хочется Чтобы Наши Товарищи До финала Ну Ай Не Сглазь Михаил Просто Болеем Да Там Третий Дима Гарги Летают Happy Напряжен Гарги На халявку Пока На халявку Отстреливают Диму Возвращаются К К Дракону Ждем Лича Ждем Девайсы Флейта Меткости Хорош К А Потому что Это вторая Флейта И Слоты Были Переполнены И Тогда бы Дима Взял Этот Девайс Как Жалко Было Принимать Это Решение Но Happy Огромное Уважение Что Он Принял Это Решение Сложное Безусловно В долю секунды Просто То есть Он увидел Оценил Убил Все Как бы Молодец Но Видимо Это Опять же Уже он сталкивался С такой ситуацией Но тем не менее Выглядит А он Скелета Выкинул Блин Я Слепой Прошу прощения Он Он Не получил Дублирующий Он выкинул Скелета Поставил В том же месте Где Да Сарямба Извините Невнимательно Смотрю Постараюсь Внимательней Там У меня тут Еще в окошке Чатик Еще Хороший Хочется Почитать Все успеть А за ним Не уследишь Да Я бы С двумя Сапогами С двумя Аурами Быча Спокойно Ходил Фуфуа И это нормально Но тут Как бы Любая мелочь Важна Особенно Если это Нифига не мелочь А трошот аура Которая Мне просто показалось Что когда он Навел Там было Там было Именно Ну короче Накосячил я Привет скрипка Всем кто присоединился И смотрит Большой привет У нас самое начало Росбринкапа Посмотрели только Одну серию Сейчас вот Смотрим вторую Пока делаем Рестрим С премиума Хэппи Надеюсь Дмитрий не будет против После этой игры Пойдем смотреть Вторую Возможно Третью Пока Все складывается Более-менее Неплохо То есть Фогич Одержал победу В своем матче Красиво Причем во второй И третьей игре Все разрулил Хэппич тоже Судя по Тому что я вижу Играет очень уверенно И Лишнего не теряет Контролит замечательно Короче Есть за кого Поболеть Не просто вот поболеть Типа Ах было бы хорошо Если бы А вот прям видно Что играют нормально Сейчас можно крипджекнуть Неплохо Гарги прибегают Сразу Койлнова В первого медведя Первая Первая дрядка Сзади отдается Медведь настав Нужно свиток юзать Свиток нужно юзать Две гули Две гули не дождались Свитка Свиток Леча Лечи Лечи Леча Свиток еще один Или это был единственный Как раз свиток В результате Я не вижу дряд Я вижу очень битый гарг Одну полудохлую гулю Но она каким-то чудесным образом уходит И лимит-то у хэпича неплохой Да, все красное Да, все Все сложно Но он поубивал врага больше Чем враг у него Тем более, что гули Это уже на такой стадии расходник Нужно заполнять Заполнять армию чем-то более Полезным И Панда устойчивым Например, вермом Что, собственно, хэпич и делает сейчас ДК четвертый Вторая аура Второй койл Это приятно Лечится очень хорошо Да, и он там поубивал Почти всех дряд Кажется, кто-то спасся Из козочек Но 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 козы Умирают Мне показалось ли Тут эффект был Вот Показалось Вот если он еще заберет А, я понял тебя Ой, халявщик Какой же он халявщик А Да он закрепил красную точку При том, что у него оставалось там Очень мало здоровья Да, хэпич заберет его Но если бы Кристалбол Отлично Повезло Но, судя по всему Тому тоже кристалбол Раз просветка сработала А на карте Как подсказывает кэп Обсерватории нет Светить некому Поэтому Оба Сейчас довольствуются Не самым полезным девайсом Который некоторое время-то Вот атаковать или нет Я боюсь На третью панду лезть В такой ситуации Герой битый Вирм на базе Зачем? Нужен по крайней мере Один свиток Да, продает сейчас Два свитка Два свитка приобретает Молодец Очень четенько, конечно, хэпич играет Прямо как по учебнику Но на самом деле Ничего удивительного Потому что Хэпи по сути Это и есть учебник Ну или по крайней мере По нему надо было учебник писать Или писался он в свое время Именно по нему Потому что фактически Хэпич это Топовый андет Европы На протяжении Очень долгого времени И топовый игрок России На протяжении Очень долгого времени Он сейчас После долгого Инактива Вернулся в Warcraft И вернулся Настолько стремительно И Что Молодежь довольно быстро Потеснила То есть Он Молодец Вызывает уважение Он псих В хорошем смысле Этого слова Очень Педантичный Внимательный игрок Такой Упрямый Ну В хорошем смысле Этого слова Ну Если Так Ну Сложно объяснить Короче говоря Сложно Вы наверное Уже познакомились С Хэппи По трансляциям Поэтому Наверное Понимаете О чем Что я пытаюсь Донести Что я пытаюсь Сказать Так А третий герой Это будет у нас Или мы с двумя Наверное будем Да Лимит Такой хороший Что не хочется Его Как чем-то Разбавлять Это правильно Потому что Эльфу Если он не ставит Базу Андедовскую Штурмовать Крайне Сложно То есть Он не пойдет В атаку С целью Убить мейн То есть Хэппи Нужно просто Чекать Ну и проверять Прошу прощения Проверять Нужно ему Наличие Экспанда Эльфа Вот собственно Что он и делает Искать там Виспов Экспанд Он может здесь ставить Может это более безопасное место И просто Ждать Ждать Потому что Он сейчас сидит на лимите У него денег поболее У эльфа У эльфа У эльфа Тоже может быть Только лимит 50 Это вполне вероятно Надо посмотреть Что у него кроме дриад Там парочки медведей А если он не сидит То есть Если он тоже сидит на лимите То можно и Как он грамотно Проверяет Обе Надо на патруль Просто поставить Тень наверное Пусть колесит Между нычками И все Какие были топовые достижения Хэппи Ну кроме того что он в СНГ все выигрывал Он же вроде На ВЦГ третье место занял Насколько я помню Если я правильно помню Вообще лучше зайти на Олд Гудгейм И посмотреть список достижений Хэппи Потому что там Статистика За несколько лет собрана Вот так вот Подрезать по одной По две Дрядки Только вот Главное самому не терять Можно разводить на стафы Кидать койлы нова Вот 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 Да как то так И заставлять эльфа выходить Из лимита потихонечку Потому что Спасать своих Андейду Несколько проще Чем эльфам Потому что опять же Койл нова И И урон точечный хороший И фокус хороший И Отрядку Ну там стаф конечно есть Но стафов всего два ВЦК 2008 Третье место ВЦК 2009 Четвертое место Ну можно Полный список достижений Там Пол сотни По крайней мере Записи Это точно есть По нашей статистике Так Винные пары дыхания Но никого пока не потерял Очень хорошо работает Посмотрите У него скопилось уже Почти два косаря золота То есть он в любой момент Может взять И заказать себе Лимит 80 Он даже Решил базу делать Ничего себе Он Очень уверенно Сейчас Себя чувствует Не знаю Это ощущение Оно Наверняка Чем-то подкреплено Действует он Очень нагло Я бы даже сказал То есть он сидит В лимите Нападает на эльфа Копит деньги И при этом Ставит базу И при этом ставит базу Контролирует При том Чтобы у эльфа Не было Той же самой нычки Очень нагло Но это вселяет Уверенность Так Так Да Так делает Все логично Все логично Все правильно Скорее всего Опять же Ключевым будет Только одно сражение Вот И его Инициатором будет Ааа Я понял тебя То есть он гипосами Выходит из лимита Хитро Хитро Оф Тогда только гарги И побольше свитков Кайтить новый Желательно второй Там вторая новая есть Отлично Протекшн бы еще купить Протекшн тоже очень хорошо Может зайти Верма делать не надо Можно кстати его даже отменить Потому что одного верма Точно хватит Ну там пара медведей Господи А Вирм Он четырех гарг Практически отъедает По лимиту Но нет Хэппи не хочет Он Разбивает там На группы на разные Гарг там Сгуляет Делает Под 80 лимитом Ну нова 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 Полин Палево Успевает забраться Хороший Хорошая Нова Патекшн не хватает Ну давай Нова 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 Есть Снова Заходит Но Собирается Кайтить Ой хорошо Медведь Панда там не определяется Где-то далеко Далеко Еще одну новую Есть хорошая новая Дыхание винной пары Тут же контрится свитком Миссы идут Но гипосов крайне мало Я думаю что здесь В нулину должен Просто хэппи Разоплотнить Да Все Гипосов не остается Вирма Два Есть еще бы один свиток Юзнуть Есть один свиток Гарги садятся Прям под дыхание Панды ГГ Очень четенько Очень четенько Красиво Просто красиво Ребят Вот приятно Наблюдать за такой Игрой Я попытаюсь Не пропустить Следующий матч Вот Лоулит что-то пишет Класс И главное Он очень уверенно Отыграл Прям Прям Все контролирует Разведка постоянная Чуть ли не ежесекундная Контроль великолепный Подрезает Спасает Тут же получает То есть он По факту Он вынудил Противника Выйти из лимита Спалил Время выхода Из лимита Сам вовремя Вышел из лимита И Фактически Он привел Врага К невыгодному решению И Ну и отлично Посражался просто То есть свел Все К предсказуемой Атаке Который подготовился Лучше Чем его оппонент То есть это Это даже Не уровень Манипулирования Санчеса Это Это новый уровень Гораздо более сложный Сейчас я посмотрю Я смотрю Параллельно На Stream Happy Чтобы не пропустить Лолит Говорит Подожди Я перезагружу Мой компьютер Хорошо Он реально Его подвел К невыгодным решениям Заставил Его поступить Так Как выгодно Ему самому Это Это уровень Приятно смотреть На такую Уверенную Игру Если обработались Выложи Плаза Вчерашний Вот Да нет Это Аспирант Сделает Сейчас Еще Этим Заниматься Почему Не по-английски Пишут Почему Не совсем Понимаю Валерию Скроу Почему Это Украинский Чемпионат Почему Видимо Это новенький Английский Язык Международный На нем Корейцы Хорошо Кстати Говорят И СНГшники Его знают Это универсальный Язык В принципе В киберспорте Как терминатор Да Только Круче Я хочу Все-таки Досмотреть Не буду Сейчас К Фогичу Прыгать Куда-то Там Дальше Хочу Досмотреть Хэппи Чтобы Не пропустить Anima Remind 1.1 Давайте Кстати На сеточку Глянем Наверняка Там что-то Есть Новое Правильно Ведь Вот она Родная Вот она Эть 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 Не так Давай Вот здесь Оп 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 Так Фоги Ждет победитель Remind Anima Там 1.1 Тут Результаты Не поправлены Видимо Вот так Надо сделать Хэппи 1.0 Лоулит И собственно Это вся верхняя сетка Внизу Внизу Прикольно Два игрока В одной части Но это Пофиксит Так Тут Геймнейм Не тот То есть Фоги Еще Фактически Не начал Поэтому Мы Можем Спокойно Подождать Когда Перезагрузится Перезагрузится Лоулит Главное Не пропустить Я для этого На втором мониторе Специально поглядываю В стрим От Хэппича Хэппи Показал Просто высший Пилотаж Говорит Си Сизиду 77 Не Одна неделя Может и не один месяц Тренировок Видимо Очень приятно Смотреть Будто 2007 Вернулся Так Лоу Один Давайте зайдем Ну Во-первых Он особо не шифровался Были там И Эй Или Лоул А не Лоу Один Ясно То есть Просто заходите Сейчас К Хэппи Подписывайтесь На его канал И получаете Уведомления О том Когда он Будет В следующий раз Стримить И все Не пропускаете Дабы Ну дабы В курсе быть Потому что он Повторюсь Вроде не шифровался В принципе То есть он Сидел Играл Тренировался Сейчас Только Сделаю Немножко Рыбочку Поярче Чуть Все Готово Ну что ж Вторая карта Будет Ancient Isles 2 Кстати Очень приятный А Нет Нет Я слышал От Фоги Что эту карту Он не любит Против андедов Посмотрим Прошлая карта Тоже была Довольно маленькая Дуэльная Как по которому Не радует Конечно Начало Мне очень нравится То есть Фоги Как закомбечил Великолепно После Крайне неудачного Начала Там даже Такой Просто один момент В первой игре Который все определил Он Был крайне рискованный Завязанный И на микро И на пинге И в результате Фоги Там Очень сильно Очень сильно Отстал И проиграл В результате Но потом Как он собрался Во второй Как он унизил В третий Это было Просто великолепно Вселяет Уверенность В том Что Товарищи Могут дойти Эй Эй Что 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 не так А Видимо Пинг не тот 300 пинг Говорят Let's try LA Ищут Более Хороших Ботов Кстати Китайские Игроки Не участвуют На турнире Как раз Из-за того Что Из-за того Что С ними Еще больше проблем В плане Хапач Еще больше проблем Чем С корейскими Там-то можно По крайней мере Американского Какого-то Бота Действительно Найти Чтобы Приблизительно Одинаковый Был пинг А с китайцами Играть Это Главная Боль Привет Абвер Участвует Нет Нет На отборочных Он кажется Не принимал Участие Добрый вечер На сайте Нет ссылки На турнир Даже в плаке Турнира Нет Да Есть Такое Дело Но Пользуйся Ссылочкой В Message of the day В чате Кем Ну или Там Добрые люди В чате Подкидывают Тоже Ссылочку На турнир Лайнплей Говорит Если я стрим Минут на 10-15 Вырублю Меня в игры Пустят Без понятия Лайнплей Ты же задавал Вопрос По поводу Доступа В игры Вчера Я тебе посоветовал Связаться С судьей По этому поводу И договориться Заранее Чтобы Пускали В игры Я тут Вообще При чем Это То же самое Что Не знаю Ладно Не важно Все Поехали Вроде как Хост Предварительно Устраивает Хотя Подлаги На старте Сейчас Подождите Я проверю Запись Идет Отлично Отлично Этот турнир Войдет В аналог Истории Варкрафта 2016 Год Мы варик Смотрим С ума Сойти Поехали Как он все-таки Лоулит Прокатил В прошлый раз Но расслабляться Не стоит Все-таки Лоулит Игрок Хороший Очень Хороший И он Тоже был Победителем Онлайновых Турниров У нас Насколько Я помню Неоднократно И Да и на кону Тут такие Призы Что Вообще Лучше Не расслабляться До самого Конца Мы не только Смотрим Варик Тут еще Призовые Да Призовой Фонд На данный Момент Составляет Уже Ровно 120 тысяч Рублей 120 тысяч Рублей Первое место 60 Второе 36 Третье 24 То есть Распределение 50% 30-20 Стандартное Наше Джуджеймовское Распределение Чатик Привет С Дальнего Востока Говорит Мефач Я больше всего Сочувствую Товарищам У которых Сейчас уже 11 часов Вечера И чтобы Досмотреть Турнир До конца Нужно Бодрствовать До 6 часов Утра Держитесь Держитесь Не спите Завтра Воскресенье Время есть Выспаться Если что Так Вижу Вначале Такое же Гульное Но вот В отличии от Прошлой карты Здесь Могут быть Проблемы С таким Легким Криппингом И Проблемы С выходом В гарг Потому что На прошлой карте Ты Сразу С первыми Двумя Четырьмя Гаргами Идешь Добиваешь Одного дракона Второго дракона Получаешь Девайсы Классные И место Куда можно Прилетать И греться Уживительного Фонтанчика Тут Начинается с тролляп, потому что у тролля урон хороший, а тип брони такой, что були его съедают особенно быстро Книжка выпадает инты Тут ключевое, наверное, это, ну, стоит сделать поправку на гарг, все-таки здесь тоже есть места с драконами И, в общем-то, можно гаргами и тут поживиться Но на фонтане, конечно, поприятней Зачищать их Так, почти второй На зеленой точке добил себе второй левел лоулит Хэппич, судя по всему Ой, смотрите, какие козырные точки Надо, наверное, не пожалеть туда кинуть койл Он же палился А, ну как койл, ты кинешь на первом левеле Взяв при этом ауру на первом Да, нестыковочка! Получается Да, помните еще о том, что вы можете прямо вот в прямом эфире увеличивать призовой фонд турнира Все на, конечно, основа русбрейновская Спасибо еще раз русбрейну за это Но, в общем-то, уже и другие люди поддержали призовой фонд Особенно будет приятно, если наши... Ай, не хочу! Хватит уже говорить! Все, сосредоточились! Так, Хэппи, собрался! Собрался прям! Ух! Он спалился, во-первых, на арчах Овцу подрезал А, он сейчас может вообще в Веспов пойти футболить А почему нет? Тут не база, а проходной двор Никакой застройки, ничего нет Барака нет Шарики в шоке Разбегаются в разные стороны Гули Выбирают себе спа... Ох, он знает все точки Смотрите, тут не достать, тут не достать Ну, не совсем Тут... Вот, вот это вот Весп уже никак, никуда Хантер Сколл можно отменить Давай, Хэппич, контроль! Разводит арчей на то, чтобы они пили из мунвелов Но арчей четыре штуки Тут не так-то просто А, скелет довольный Знаете, почему он довольный? Он догнал Веспа Сто процентов, инфа Красавчик Причем, не просто тот взорвался вместе со скелетом А, он просто его убил Принеся тем самым немножко экспы Ой, да что за аркада такая? Ставит мунвеллы Причем это же трата денег Какая-никакая, даже на отмене Почему ты с таким наушником сидишь? Чтобы слышать, что приблизительно в эфире находится Ну, то есть сумму с игрой и с микрофоном А так-то я из колонок общий звук еще наблюдаю Ну, короче Это с колонок только игра, а там игра голос Чтобы приблизительно слышать расклад по этим По балансу Но все-таки страхуюсь, чтобы и вы там на трансляции подсказали, если что не так Гарги все-таки Гарги с двух склепов И Русбрейн поддержал канал Канал на сумму 5000 рублей Сообщает, да флэш просто сущий макротерн Я не понимаю, почему он вызвался на ничтью Преимущество было на его стороне Он просто мог взять А полететь половиной зданий Поехать войсками в атаку Под здание сделать сиеги И тупо убить, понятно 5к от Русбрейна Спасибо Большой Русбрейн за поддержку И еще раз спасибо за За Варкрафт Этому финальному турниру Предшествовало еще Три, насколько я помню, квалификации Если мне память не изменяет Кажется, три квалификации у нас всегда было Гарги Ой-ой-ой Опасный момент, потому что Хэпича Да ладно, ты будешь сражаться Очень плохо, Деке Очень странное решение от Дмитрия Костяна Хотя он подъел двух Да какой ты наглый-то, а? Он не жалеет Просто не жалеет своего ДК Подставляет под Диму Подставляет под Нагу Сейчас еще одну Гуля потеряет А там вообще с ОДК, да? То есть без второго героя, понятно Ну да, два склепа же все-таки Денег не хватает Да, начало мне не нравится Не нравится мне начало Войска вступили в бой Не успеет Хэпи взять этого дракона Может быть стоило лететь в правый верхний угол Рунные браслеты выпадают Это вообще стиль очень похож на Мэтфрога Помните такого ангета? Прям один в один То есть вот тебе и соло ДК Вот тебе два склепа Гарги И постоянный Харас Это же он Это же Мэткуфрог Может Мэткуфрогом был Хэпи изначально А фотографии это фейковые Мэткуфрога Да нет, не может быть Хотелось бы подрезать этого троллем Но Хэпи раз за разом теряет К сожалению Гулей Увы Да, на этой карте Не так все ровненько Не так все четко Как в прошлой Хэпи чем Ладно, вроде контакт есть Вроде как он Харасит, старается По виспаму надо полетать То есть все Вот это вот что крутится вокруг елок Испаленное до этого Должно умереть Все это надо выщелкивать Чем Хэпич собирается заниматься Первый пошел Да, ну и конечно хорошо Еще бы ДКой там как-то Получить третий И может похарасить как-то Штеллифт качается Магазин отменяет Это хорошо Потому что там Т3 Или не отменят Долг Ай Надо отменить Не, не отменяет Арбу там сразу покупать Может ловлят А это Значительно осложняет Процесс с Харасом ДК битый Сейчас получит третий И убьет дракона Вот Хэпи очень грамотно делает Что в... Создает напряжение В зоне... В зоне эльфийской базы Так назовем это Потому что он Тем самым Гарантирует себе Более-менее спокойный Безопасный криппинг Соби маска Отличный девайс Вот И можно тут Веспов поубивать Тут, тут, тут Есть всегда клиенты Вот эти вот Круглые Хорошо Минус один Колесико вниз Крутани наконец Вы прям следите Что тут Изометрия Другая Молодцы Молодцы Горжусь Внимательные зрители Все Крутанул колесо Проверяет Причем Хэпич Смотрите Шейдой Контролирует наличие базы Вообще С гаргами Можно абсолютно Спокойно Затягивать игру Ну сколько Сколько влезет Харасишь себе Харасишь А эльфы Как раз Стремятся По крайней мере Раньше Когда эта стратегия Была популярна Стремились Как можно раньше Поставить Спортив Этой темы Эксп И Ну отбиваться Максимально эффективно С точки зрения Ну по деньгам Работала на вас Что там выпало Что там мигает Сигналит кто-то Англин Корнейш Ну бывает ДК четвертый Хотелось бы Вот этих вот еще Троллей закрепить Ой Шейда Молодец Контролит Гарга там уходит Дима пытается Отбиться Не было по нему Арбы Можно было бы Затянуть Там еще целая проблема Магазин построить На самом деле По таким пристальным Вниманием У него же здоровье Кот наплакал А во время строительства Там же входит Не просто полный урон Кажется Двойной урон Входит по строящимся зданиям Я боюсь ошибиться Появляется Лич Сарбой С Когтями И Хэппи Неплохо Кстати Подкрипился То есть Он почти Половину Крипов На карте забрал Это несмотря на Гарговое такое начало То есть Он Собрал свою обсерваторию Собрал лагерь Один полностью Причем Здесь еще Немножко Поубивал В свое время А вот и Обещанная нычка Которую Хэппич Между прочим Спалил И гарги уже летят Да Они биты Но цель у них есть И не только У этих гарг Есть цель И вот еще летят Ой молодец Он Хэппич читает игру Здравствуйте Отменяем базу Вашу Диспейлим И возвращаемся К карасу Надо пару свитков Покупать Пора уже Свитки брать Свиток пошел Первый Смотрите Раз И свиток Скорее всего Пошел второй Если будут деньги Денег нет Ну вы держитесь Как говорится Контролирует ситуацию Единственное Вот жалко Что Свою Крипов На своей Базе Отдал Все таки 4-3 А тут Тут 4-2 Причем там Не просто 4-3 А 4 Почти 4 И тут Почти третий уровень Не такое Большое Отставание Тем более Что сейчас С пачкой гарг Можно уже Подрезать Потихонечку Дрядочек Через фокус Койл Новые Все дела Да я не сами В состоянии А шредера взял Радикальное решение Вопросом Шредера тоже Можно убить Став Очень хорошо Хейпич контроллер Прям Приятно смотреть Как только Сразу Как только Телепортировался Дима Сразу Ушел Не то что Там он Пару выстрелов Успел сделать Поотравлять Гарг Нет Здесь был Легкий Такой Мисплей Но тоже Вовремя Осекся Буквально Несколько Выстрелов От гарг Всего лишь Получил Отлично Что дальше А базу Сейчас будет Пытаться Ставить Просветит И убивает Шейду А вот это Провокация Я считаю Это наглость Которую Нужно Пресекать Приходить С двумя Свитками И Размениваться По гаргам С двумя Только свитками Будет ли Хэпич выходить С лимита Он Тайминг Превосходно Знает А он Во первых Может шатнуть Шредера Шатнуть Шредера Дима Стелепортировался Его не закидаешь Под Мунвеллами Его не закидать И тут Нельзя нападать Да Все Непросто Еще Берн Может пройти Вторая Аура Лучше Может его Сейчас Поймать Просто На новую На развороте Раз Отлично Моноберн На два Превосходная Игра Родные браслеты Мешают Попытался Хэпи окружить Не получилось Но гулькой Гулькой Блочит Блочит Гулькой Гулькой Блочит На инвулу Может попытаться Развести Давай 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 А уже Мануэлла Рядышком Жалко Но Ничего Хорошего Из этого Не вышло Конечно Будет ли Хэпи Выходить Из лимита Такой вопрос Деньги есть Но у эльфа Тоже есть деньги И он тоже готов Выходить Если что 50 лимита Да Хэпи Сейчас будет Выходить Из лимита Строит Зигурат Под 70 Уже Шредера бы Забрать Он бесит И пошел В выход Из лимита Вирм Дима тут Нарезает Шредера Окружают Веспы Но не окружают Он падает И не успел Он гаргу Даже добить Один хит Из-за яда Отлично Но Шредер уже особо Не решает То есть он добыл Леса столько Что хватит Для того Чтобы подстроить Лимит К защите Экспанда Сейчас ключевое Конечно Это именно Для эльфа Защитить Свою базу А для Хэпи Чем Провести Такую Атаку Которая Или он Будет Не он Не будет Личку Ставить Нужен Третий Лич То есть Нужно Веспов Тут По Парочку Веспов Нужно Убить Даже Одного Хватит Если на Двоих Распилить Одного Веспа На двухандредовских героев Все равно Лич будет Третьим Да Здесь Кстати Лоулит Занимается тем Что ест Ёлки Это для того Чтобы Сложнее Было Видимо Гаргами И вермом Над лесом Кружить Прятаться Без воздуха Ты их не видишь Нормально Они могут Спокойно Хоп Ну Здесь Правда Другие Ёлки Есть И Это Хэпи Может Это Законтрить 70 лимита Готов К 80 Уже У Хэпи Даже будет Больше лимита Чем Ой Ой Гаргу Жалко Гарга Гарга Гаргу Жалко Все Пошла Атака 63 лимита Против 68 У Хэпи Пока что Лимита Даже больше Но еще Вирм Не готов Пит Лорд Почему не Панда Чем Хауль Лучше Длинных Паров Вообще Ответ Ничем Так Скажу Я вам По секрету Просто Ничем Он проигрывает По боевым Темам Он проигрывает По скорости Перемещения Он такой же По стоимости И его Хауль Можно юзать Только тогда Когда Ты находишься В нужном месте То есть Нельзя кидать Поэтому При чем здесь Питлорд Я не знаю Вообще Не знаю Типа что Его нельзя Нюкануть Наверное Это единственный Плюс Его очевидный Перед пандой Что типа Койл новый Ну новый работает Койл не работает Ладно Поехали Пошел замес Форкет Хауль Очень хороший Попадает По всем Падают Дриады Падают Гарги Падают Медведи Все падают Но У Хэпича Чуть-чуть Чуть-чуть Преимущество По лимиту 64 Против 55 Питлорд Падает Этот Пятый Можно нюкануть Нагу Нага вообще Пустая Койл нова Ну давай Еее Это ГГшечка Хэпич Просто 2-0 Лоулита Просто 2-0 Четвертый Лич Да ух Куда ты убежишь Друг Превосходный тайминг Спалил нычку Отлично похарасил Пришел И убил Да у него не было Такого преимущества Как в прошлой игре Все таки Но Там вообще Эльф развалился Ох Хорошо Еще Кидает Койл в лича Проедая камень Тут Инвулу Димки Вообще Плевать на Инвул Сейчас он Закончится И можно Фокуснуть Будет его Давай Поехали Нова Койл Нова Койл ГГ Уверенная Игра Уверенная Приятно Смотреть Винные пары Снимаются Формой статуи Гарк Вероятно По Хауль Хауль Тоже Должен Сниматься Хотя Нет Хауль Как раз Он работает Вот Действительно Хауль Работает На танке Да Вот это Главное Различие Точно Хауль Работает И на неживых Ну типа На спелом юн Получается Да На танке Он точно работает И соответственно Когда Гарги Уходит В форму Это не помогает Снять Снять Статус Так Что у нас По Сеточке Давайте Посмотрим На сетку Сейчас Я Вам Ее Покажу Фокус Против Белив Фоги Ждет Ремайнда Против Анима Я не знаю Кстати Может у них уже Может время Фогича Подходит Хэйпи Сейчас будет Ждать Долго Потому что Даже неизвестно Кто с Люцифером Будет играть Либо Оркворкер Либо Эмалфан Они там Третью решающую Катают Сейчас Вот Поэтому Предлагаю Забыть Пока Про Дмитрия Костина Можно Посмотреть Например Фокус Белив Они сейчас Будут играть Это Для разнообразия Орков Посмотрим Фокус Старичок Фокус Прекрасный Игрок Либо Подождать Типа Фоги Но Я не уверен Что это Правильное Решение Доигрывают Последнюю Да Я понимаю Что доигрывают Последнюю Но Не Вообще Наверное Лучше Фоги Чем Хотя Там Опять Эльфийский Мирор Будет Скорее Всего Давай Фокусом Мне тоже Кажется Фокусы Интереснее Корея 2 Тем более Если Фанаты Фоги Фанаты Фоги Против Они могут Абсолютно Спокойно Идти На Фоги Ну На Стрим Фоги Просто И посмотреть Там Его Одну Игру Пока Мы Тут Смотрим Других Ремайн Победил Аниму Блин Или Смотрим Ладно Давайте К Фоге Фу ты Ремайн Тоже Выиграл Ладно Давайте В первую очередь Болеть За наших Потому что Наших Мало Пофиг Что это Эльф Мирор Я для чистки Совести Исключительно Проведу Голосование Новое Голосование Что делаем На суд Или Библиотеку Что делаем Что смотрим Значит Фокусом Да Ё Моё Да Ё Моё А Я не могу Отредактировать Что за баг Короче На суд Это фокус Да И Что за баг Это Твою Как Меня Это Бесит Вот Нельзя Может Надо Чтоб Новое Голосование Просто Короче Один Это Фоги Два Это Фокус Один Это Фоги Два Это Фокус Один Это Фоги Два Это Фокус Фоги Фокус Ок договорились все побеждает фоги и не но и не пропущу уже все очень жаль очень жаль что что все-таки фокус проиграл до болельщики фокуса и такие хотел ну как ну почему опять эльфмиров рассмотреть да именно так все и будет с этом фоге улыбается римайн говорит пять минут туалет мы могли кстати спокойно досмотреть матч еще изи ой зря вы не за тех проголосовали ой зря ребята опять во всем виноваты могли спокойно сейчас уже били вас фокусом смотреть пока там римайн сыт извините но в прямом смысле этого слова там фогич стал у него шокет на спине я не видел такую прикольным настоящий олдскульный джогидж до старой школа запустил голосовалка секунд через 30 объяснил что где так ты не голосуй сначала пока не понятно а то как в россии проголосовал непонятно за что и все почему в россии не только в россии ну что мы в я вас приветствую на замечательном турнире русбринка под номером 5 с великолепным призовым фондом с отличными участниками и тут корейцы снг шнеки кто-то из европы наверняка и правда их не знаю в общем как то так опасная линия говорит да за тобой выехали политические шуточки да очень все опасно очень знаем до чего доводят политические шутки легкий рассинхрон звука на полсекунды примерно запаздывает запаздывает что а я понял сейчас мы попробуем попробуем выставить искусственную задержку тут в этом буферизация что быстрее звук или веб к 1 2 1 2 3 сейчас подождите 1 2 3 сейчас еще больше задержка идет понял то есть нужно выставлять именно задержку в звуке они вебки то есть вебка отстает от звука не звук от вебки главное не перепутать что от кого отстает аудио смещение микрофона давай вот такой вот так вот оп 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 должно быть лучше чуть-чуть я вижу что фогич тоже томится ждет ремайнда это нормально в турнире принимает участие 16 игроков кто-то по приглашению кто-то по блату кто-то по квалификациям призовых места 3 и распределение там было на последний момент когда я смотрел 60 тысяч рублей за первое 36 за 2 24 за третье фобби че привет привет фобби че говори стрим хэппи там фоки фокус нет все фокус вообще смотреть не будем вы же мало про не за него проголосовали правильно правильно все смотрим фогича могу вам фогич показать он голову чешет лохматый главный играет хорошо есть автомобиль до баклажановая семерка мистер виннер по блата сто процентов сами же за него голосовали мог хавка играть если бы проголосовали за хавка там было пять кандидатов и все но лучше же ристрим чем чале карина смотреть почему чатик надо сейчас мы включим его вообще отлично смотрите тут никнеймы понятно римаинт викандет пух тут рувеноп бы не в ур то бишь фогич привет как сам послушаем фогич что сейчас сигнал дойдет о кто-то пишет так он отвечает так я уже готов а там dnd чего молчишь давай спровоцируем немножко вечно одни корейцев задержка устраивает хорошо вот пообщались а вы говорите ристрим какой-то смотреть исключительно пике ради исключительно ну хорошо что-то римаинт как как это в этом анекдоте даст когда мужик в лес ходил пописать да встретил медведя заодно и покакал задерживается очень сильно отпросился на пять минут по малой нужде но его уже нет минут 10 возникает вопрос что такое у римаинда почему так долго мы это тут ждем томимся не смотрим специально фокуса нет не смотрим мы фокуса исключительно из того что вы неправильно проголосовали могли бы еще смотреть великолепный матч андет против орка великолепный контроль кто черкает я черкаю первый так рассказывай тихо не спугните так ну надо выбирать самые дисбалансные карты где там выпадают какие-то артефакты дисбалансные тихо 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 упаковки пах но в Пока они черкают карты, там Фогич призадумался Блин, вот это ДИ Надо было это ДИ просто в маппункт носить Ну что мне с этим ДИ делать? Ой А что за ДИ вообще? Что за карта такая? Хайзи Сейчас главное, чтобы меня сплэшем не задело По поводу маппула О, Мурик перевел 300 рублей, увеличив призовый фонд Сообщает, спасибо за организацию турнира, тащите пацаны Призовый фонд составляет 120 270 рублей Давайте ДИ черкать Ааааа Блин Черкнул ДИ Не поверил, что Римайон черкнет Все Смысл был добавлять карту на турнир, которую все будут черкать Так оставил бы ее, примайн черкнул Где тут логика? Ну а почему ты думаешь, что все будут черкать? Нет, чтобы какой-то Эйли батери нас Ну и не черкал бы ее Опасно, опасно Тимайн геймс, покер напоминает чем-то Кто с Мишкой? Я вообще один Просто мы как бы с фоги Два Вот Немного несогласованно комментируем По крайней мере, молчим синхронно Там пух интересуется У фоги что-то готов Все, на низком старте Через минуту-две начнется игра Римайн против фоги Это четвертьфинальный получается Римайн тоже не может определиться из-за этого Да и Теперь ломает голову, какую карту ему выбрать ТРТМ СВАИ Да, это четвертьфинальный уже матч А фокус тем временем Белива-то выиграл 1-0 Вот так вот А, так это ДИ Естественно, все ДИ знают Это ДИ Первый раз карту вижу Ну ладно Важно собраться, потому что тут каждый матч, каждая карта сверх важна Потому что СВ очеркает То есть они играют на ТМ, ТР, АИ И фогич сейчас, судя по правилам, насколько я помню Первый выбирает карту Значит, первую мы играем на... Так Какой карте? ТМ, ТР, АИ Наверное, ТМ выберет У него хорошо ТМ пошел Давайте У АИ 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 Ну что, вы готовы? Это будет великолепный эльфийский мирор Которого еще не было сегодня Нет, был эльфийский мирор Но такого точно не было О, е-е-е, заходим, заходим ФОГМАЙНД 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 Е-е-е Пожелаем удачи, фогичам Ой, а я не могу поставить... А, я поставил уже, все, сори Так, и включаем звуки из игры Правильно ведь? Внезапно как-то Только чуть потише Отлично ФОГМАЙНД Фоги тренинлся на неделе с ремайндом Что-то типа 7-2 его раскатал Ну, вы понимаете Кастомки это хорошо Особенно с потенциальным врагом Но ремайнд такой человек У которого опыта раза в 3 больше, чем у Фоги В принципе То есть он играл тогда, когда Фоги не знал о Варкрафте Ну, или знал, но поигрывал в дотку, наверное, только Нет, ну Просто у ремайнда реально колоссальный опыт Он может Даже с учетом проигрышей на... В кастомках Все равно Выиграть Может Рихтар Я даже забыл уже про этот инцидент Вот Но возможно было повеселее, конечно Но это не повод Ну, ты понимаешь В общем Хорошо, чтобы не путаться Ремайнд у нас красный эльф Левый верхний угол Ancient Isles И синий Синий Фоги Правый нижний угол Ремайнд от корейца, конечно От мозга костей Кореец Ремайнд Да вы что, не знаете ремайнд? Это очень опытный игрок Который Безумное время оставался в тени Того же самого Муна в Корее Но Он играл все равно мега стабильно И всегда на очень высоком уровне Волнуюсь я за Фоги Надеюсь, что он Он не волнуется как раз Так Как переживаю Переживаем за него мы И Он справится Сегодня был Мирор Хороший у него Хорошая победа Хороший контроль Молодец Давай Давай, собрались Реме 34 года, если не ошибаюсь Похоже на правду, кстати, да Играл он в доту Я даже прям получил бесплатно В режиме 1 на 1 Как считаешь, сейчас уровень игроков в Европе Начинает наступать на пятки азиатам? Так на самом деле, если вспомнить Уникальных игроков в виде Дедмана и Граби Всегда европейские игроки Могли составить Вот в отличие от первого Старкрафта В Варкрафте Довольно часто происходила ситуация Когда Чемпионом мира становился не кореец Ну и не китаец, соответственно Китай вообще позже Насколько я помню Вышли стабильно в топ Более того Какой-то промежуток времени Доминировали именно европейские игроки Вот Вспомнить Ну, ВЦГ вспомнить Какой-нибудь 2008 года Мунграби Финал Насколько я помню Это оно было Есть ВЦ, который Крео выигрывает Или ВЦГ, который Крео выигрывает Скай Сейчас Сейчас, конечно, уровень более-менее Надо посмотреть на табличку Посмотреть по нашим турнирам Что за последние два года С турнира там прошло Несколько сотен И статистика довольно хорошая Но корейцы В среднем выигрывают чаще Если мне память не изменяет Чем наши Спэр перевел 100 рублей Увеличив Огромное спасибо Росбрейну Всем игрокам За этот прекрасный турнир Желаю удачи Хэппи и Фоги А также Мистеру Виннеру Тащите СНГ игроки Жалко, зачитки нет Я извиняюсь Перед теми, кто Во время игры Поддержал призовой фонд Турнира А я этот момент Пропустил Ну, потому что Никак Крео, который в Фашечку играет Нет, нет, нет Крео Крео другое там совсем Крео Кажется Датчанин Кажется Датчанин Который из Фокингс Который нифига Не выиграл Кроме УЦГ Нет, я не с ВЦ Еще был Сори Нет, просто Он Фокингс Был На втором месте С конца После Господи У них же был Какой-то вообще Вялый Эльф Зюз Во, Зюз Зевс Вот, это был Конечно, да Я почему-то думал, что Норвегия Да, возможно, норвежец Да Зевс 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 вообще деревянный был Особенно в начале ТФТ Фокингс Зевс Его только ленивый Не пинал в ладре Его Ладно Давай к игре Да, ну, к игре Согласен Согласен Демон Хантер На Демон Хантер И Демон Хантером Погоняет К сожалению У Фогича кольцо У противника Серклетка Так, по перчаткам Досталось Вроде более-менее ровно По виспам Контролируем здесь Контролируем тут Тут тоже два виспа Смотрят внимательно За происходящим Вокруг Неплохо Фогич Подрезал Арчу Он бою Вторую мог Забрать Но Сейчас он рискует Между прочим Потому что Арчата Немножко выхилиется Еще один Мунвел Есть слева Вторым героем Кипра в Дегроу Да, видите Фогич здесь тоже Кипера взял Помните в прошлой В прошлой игре На этой карте Он думал Брать Нагу не брать И решил взять Как раз чтобы Помешать эту точку Закрепить Я Видел что он сомневался Делать это или не делать И вот когда у него Есть выбор Он выбирает Козла Как более перспективного Видимо на затяжную игру Благодаря Ауре Да Лемон Я помню Это на ватстреле Произошло Но это Такое событие Редкое Мы Всем проплеем Я помню Угорали Как Зюз Трех игроков Из мима выиграл Да Да Ну Бывает такое Как бы Но большую часть Времени Он конечно Терпел Терпел Страдал Ой Тут уже Третий левел Господи Нужно Отсюда валить Как-то А как ты свалишь Ты отсюда Вот сейчас Нужно валить После прикопки Следующий Ну на мой взгляд Это была ошибка Что он Не попробовал Его поджать Он сначала Прикопал То есть Надо было его Как-то Поджать Развести на персоналку После этого Копать Ну иначе Он просто уходит На персоналке Очень опасно Дима Не очень Хорош По экспе Надо как-то Компенсировать Надо как-то Крипиться Лагерь наемников Забрать Это рискованно Но время Вроде бы Есть Какое-то У фогича Пока Ремейн Забирает Вот этих Вот Бамбров С С магазином Хотя Времени мало Надо признать Времени мало Главное Дракона убрать Там девайс Хороший Предмет Замечательный Может попасться Как в прошлый раз Например В эмпиризм Помните Был Успевает Маска Соби Маска Соби Не такой хороший Артефакт Тут Грамотное еще Дерево есть Со стороны Ремайнда Видите Он крипит Камень мана Выпадает Тоже не очень хороший Девайс На самом деле Там Мог быть Какой-нибудь Камень жизни Например Для Для Мирора Это полезнее Фогич Использует АОВ Для того Чтобы закрепить Нейтральных Монстров У себя И только Только Получает Третий Левел Только Только Так он Отстает Соби Маска Передает Козлу Естественно К негловкости Читаем Сейчас надо На эту точку Успеть Но скорее всего Ремайн тоже Будет сейчас Стремиться На юг Потому что На северо-восточной Части карты Вообще никого Не осталось По крипам Только маленькая Точка Несчастная Зеленая И самые ценные Три точки Оранжевая Одна красная Все они находятся Внизу И за них Как раз и будет Бой Стоит ли Да Он прям Прям мимо Пробегает И хочет Крипджекнуть Он спалил Виспом Кажись Спалил Виспом Понял что Ну успевает Фогич Троля Убрать Красавчик Крест прирождения Вот это хороший девайс Вот это не камень Маны Все таки Крест Это Стабильный Такой предмет Который В любом случае Сработает Его прожимать Не надо Ой Дирижабль Пошел Да На этой карте Любит Дирижабля Классно Оооо Сейчас Кребжак Будет Не успеем Не успеем Не успеем Ой Надо еще Медведи спасать Спасает Мишку Пробует Пробует Добить Дракона Не-не-не-не-не Нет Медведь Живи Ооо Красавчик Вообще Фоги Зашел не на свою Территорию То есть Он один лагерь Наемников Подрезал Пусть они В мастерскую Гоблинов Разменялись Один Одно Другой Другую Но Эта точка Типа По идее Должна была Ремайнду Принадлежать Я не к тому Что они должны Делить карту По-честному Напополам А к тому Что по времени Он должен был Успеть ее Прокрепить До того момента Как сюда Фоги В принципе Придет Вот Ремайн Четвертый уровень Третий козел Третий козел Тоже третий козел Но до четвертого Еще Прилично Дирижабль Жалко ТП Жалко Спейер Запись Делается С турнира Так что Я уверен Что Будет запись Так Войска Вступили В бой 49 На 49 По здоровью Проблемы Обменялись Бернами А что По апгрейдам Один Ноль И армор А Ноль Ноль У фоги Ууууууууууууууууууууууууууууууууууу以е это проблема вторая аура вторая аура скорее всего да прикопка так долго не работает не нравится мне то что фогич тут что же ты представляешь то козла ну опасно римайн чувствует себя очень уверенным фогич пытается сделать разведка видимо понять тайминг выхода из лимита или проверить экспант потому что он зажат войска вступили в бой он зажат почему деревом тут в испании не чекнуть даже этих мелких зеленый забирает а фоги заходит видит что лорниц не работают видит что мануэлы строятся под выход из лимита идет проверяет базу мячки видит нет или в бой плохой обмен ну там не было обмена монобернами только free mind сделал бёрн фогича фогич нет но пока димы нет можно тут посражаться неплохо и делает телепорт козел медведи чуть-чуть не добили буквально чуть-чуть на вардах палится жутко да как только висп ушел римайн начал наем это очень грамотный ход это очень плохо потому что фогич собирается типа разводить а римайн просто идет убивать идет убивать и я не знаю как это контрит сейчас фогичу то есть он придет значительно позже ему по хорошему нужно телепортироваться защищаться войска вступили в бой или пытаться как-то да он тоже выходит из лимита 57 заказал не он будет пытаться развести на на тп впервые проходит к вражескому мейну римайн что-то не то делает вообще да ладно в элиминейт что ли пойдет в элиминейт пойдет минус база сразу за базу телепортируйся хорошо же можно постражаться давай есть шанс есть шанс есть шанс или сдавать будешь что-то что-то собираешься делать как ступили в бой а а у тебя тп нет он телепортировался нет нет блин успел степешится на димы нет это гг там короче была эта тема дирижабль со всеми стелепортировал попытался персональный телепорт сделать наделал его на main который уже за заканчивался ее мое там сложно в любом случае было там сам обострял да он мне кажется он просто долго думал зря думал ну не туда телепортироваться нужно было как сразу как только мы убил в дирижабль персонал очка и под деревьями сражаться и телепортироваться не на обитой мэйна куда-нибудь там к мунвеллом клорнице как-то так болен плохо законно делать тп дирижабля вообще да почему лет там был запрет и кажется в плане одновременно вас там какая-то фишка есть который телепортируешь и вместе с героем и садишься в дирижабль так заходим к фоге фоге говорю там загружаться надо было когда еще мои на последних и так был нет загружаться сразу после того как у тебя там можно было поменяться девайсами он потратил довольно много времени насколько я понял я увидел диму увидел два выложенных девайса скорее ситуация была такая телепорт был став был у козла козел должен был его передать диме у димы не было свободных слотов он выкинул девайс козел попытавшись передать девайс выкинул его рядом с димой и это вот привело как раз к задержкам несколько секунд то есть он мог передать став вот все вот эти вот перетрубации с артефактами сделать пока медведи бьют мэйн и тогда в к тому моменту когда вот медведи добивают мэйн прыгать дирижабль ставится он бы не потратил лишних секунд на вот все вот эти вот перекладывания одного артефакта артефакт одному герою другого тяжело они играют бо 3 это верхняя сетка то есть есть лузера и еще но лузера ваще не хочется падать совсем только гранд-финал бы 5 фокус говорит выиграл бельева блин ай не хочу не хочу проигрывать в смысле не хочу чтобы фоге что надо собраться надо собраться надо собраться вообще он мог отбиться потому что у него 58 лимита и главное находится на своей базе то есть там два дерева тут ну мэйн понятное дело падает слева магазин и мануэлы то есть он реально там мог отбиться даже с учетом того что противника было плюс 8 лимита поехали с богом тартл рог противоположные респы красный фоги синий ремя да и при том что у фоге к этому размену приходил вот его этот маневр с убийством мэйна точнее тот факт что ремайн сам не не понял вообще что видимо что произошло потому что если он понял он должен был просто брать идти в размин быстрее То есть он пока там барак этот бил, потом стоял, там медведи сверху, дриады на проходе. Вот это все дало Фоге необходимое время первому убить мейн и по факту не оставив никаких шансов противнику, кроме как вот сражаться там. Ну то есть в не очень выгодных условиях на базе у Фогича. То есть Фоги молодец, обострил, воспользовался возможностью, которую ремайн ему дал, но надо было степешиться. Ай-Куай никак, только по прямой ссылочке. Турнир текущий доступен. Это мы до сих пор не пофиксили это, но ссылка есть в MessageShowDDD в чатике. Но ее периодически добрые люди скидывают еще специально в чат. Проверяют ближние респы Реми, тут никого нет. Ну что, посмотрим, как нам тут с черепашками повезет, не повезет по предметам. Тут, по сути, только носки устраивает красные. Манти ученого, прекрасно. А у нас носки спайдермена, отлично. Три агилити. Это сила. Зря Арчу подставляет свою. Зато виспом, типа, контролят. На самом деле, не совсем. Ну пока идет пассивный такой криппинг. Они друг друга разведали, увидели, поняли и виспы так немножко растерялись даже на базах соперников. Видимо, законтролились просто. О, здесь тоже нужны девайсы хорошие. Перчатки выпадают Реми. Нам когти выпадают. Вообще класс, 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 класс. Перчатки, на самом деле, и когти, они одинаковы. В принципе, они одинаковы. По эффекту. Но для... Ну если вы стравите двух демонхантеров или двух блейдмастеров, у одного будут перчатки другого когти. Стравите их там 10 штук параллельно, то статистика будет приблизительно 50-50. Но у когтей есть безусловный плюс. Они дают эффект больше и значительно при не серии, а одиночных ударах. А таких ситуаций достаточно много. То есть, когда подходят, обмениваются парой ударов и отступают. Ну или одним ударом. Одним получается ударом. То есть, раз и все. То есть, второй от перчатки эффекта нет. Если нет второго удара. От когтей стабильно есть. С каждым ударом. Выпадает кольцо плюс 3. Ли-да, ли-да. Ой-ой-ой, опасно. Может, персоналочку сюда? На Виспа персоналочку. Как мы смотрим на это? Есть персоналочка. Телепортируйся, ну! Ну! Далеко отошел, далеко отошел. Сейчас можно минус ТП сделать. Давай, врывайся, фогич. Давай, бонобёрт. Бонобёрт. Да хорош! Моя школа! Ну, я так не делал никогда. Но я хотел бы так делать тоже. Томф Экспириенс выпадает еще. Унижай его! Унижай! Отлично сыграл. Просто великолепно. Увидел возможность. Воспользовался АГГ. До свидания! Ой, приятно. Ой, фогич, что скажешь? Давай, давай, давай. Я хочу посмотреть, послушать, послушать, посмотреть. Сейчас, подождите. Сейчас, 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 сейчас. Все? Это все? Все, успел в игру зайти. Ну, клёво же. Ноль эмоций. Да-да-да, это не Сони, который... О-о-о-о, Супермен! Вот это вот. Этого не хватает, конечно. Что ж поделать. Like a boss. Да, уверенно. Уверенно. Good game, no emotions. Один-один счет. Не расслабляться. Ни в коем случае не расслабляться. Прошлая победа, конечно, прекрасная. Чистенькая такая. Пшшш. И все. Один моноберн. Там experience. Такое, фаталити просто. Прилетел. Так, и надо сейчас сделать спасище. Хогич его брать. И морально готовится к третьей решающей игре. Как так быстро? А вот скиллуха. Просто скиллуха. Чуть-чуть быстрее прокрепился. Сделал разведку. Увидел возможность. Стелепортировался. Наказал. И морально противника победил. Заставил его идти до... До, в общем, так. До того, как там у него арчи там остались. Грейт делается. Понятное дело, база на месте. Но на таком старте играть крайне неприятно. То есть он не получил сам третьего. Там противник третий. У тебя потери по героям. Там еще девайс. Это мыфэкспириенс. В общем, тяжело. Итак, фогич слева. По-прежнему красный. Ремайн синий. И... Слушайте, это может быть тоже мега агрессивная штука. Потому что, как вы видите, ремия начинает крепить так же, как и фоги на этом же респе в прошлый раз. То есть он ставит барак рядом с лагерем наемников. И получается так, что можно успеть прибежать к нему. И нейтралы будут против ремайнда. Посмотрим, как оно будет. Так, тащи фогич. Почему Соник не участвует? Я не уверен, что можно за баненом участвовать в турнирах. И не знаю, когда у него бан заканчивается там. Месяц ли он был или... Может, он вообще разбанен. Надо посмотреть. Лучше, конечно, ему этот вопрос задать. Потому что ему приходит письмо. Да, любому человеку приходит письмо. О причине, сроках и так далее. Что меня об этом спрашивать непонятно. Строй марчей. Фогич в первой игре затупил с ТП. Поясни, как его... Да нет, даже тратить время не надо во время игры на эти темы. Ара вылетела из турнира первым. Но от Хавка не хватало. Хавк даже стрим не запилил перед турниром. Он мог бы сагитировать, поиграть. Проголосовать за него. Тянок смотрит на стримах. На своих. Варкрафт мало, видимо, играет. Но криппинг начался. У ремайнда очень... А он не успеет, кажется. Забаньте в везу Виора. Пожалуйста, за вот это вот. Художеством. Блин, одевайся классные появились. Выкупил, конечно, жреца лесных троллей. Но ему, во-первых... Ой, барак можно убить! Барак можно убить! Ну! Барак минус. Два виспа минус. Войска вступили в бой. Куда же ты? Что же ты? Нельзя здесь сражаться. Фогичу. Видите, не успеваешь. Ты все равно добежать. Даже если палишь сразу же, предметы получаешь. И Фогич сейчас на такой очень... На город напали. На очень плохой. С плохими стартовыми условиями. А, вот в чем дело. Там же нет АОВа. И можно своим АОВом его АОВить. А самому спокойно развиваться. Ну как, спокойно. Ой, опасно. Стоп! Погоди, это барак не Фогичевский. Это Фоги спалил у него Хантерс Холл. Увидел Хантрес. И понял, что это будет мега... Ну, что это будет агрессия. Там же нет Т2 Грейда. То есть он должен догадываться, что где-то есть второй АОВ. Ой, опасно. Ой, опасно, блин. Это старый Шкода. На Твистед Медоуз наказывали двумя АОВами. Наказывали им. Монвелл пошел агрессивный. Это будет мега агрессивная игра. Застройки не хватает. Арчи. Арчи пока мало, но вторая строится. Предмет хороший у него еще есть. Ботинки перекупают. Ну, кстати, ботинки это необязательный атрибут в такой ситуации для демона. Потому что у него просто не хватает ресурсов для того, чтобы строить... Хотя... У него же отменен был барак. Поэтому будет хватать ресурсов. Все верно. Фогич блочит, старается. Второй лейвел, блин, получает. Опасно. Надеюсь, догадывается Фогич. А какого второго героя-то ему брать? Там... Наверное, Нагу все-таки. Вот этот вот проходной двор мне не нравится на базе. Ему крайне сложно будет защищаться. Ему бы еще... Ой, кота увидел. Надо брать этого берсерка. Берсерка брать, уводить. Беги, 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 беги. Беги, родной, беги. Просто беги. Берсерк топовый. Ну, куда ж ты блочишь-то его сам? Хорош. Уводи, уводи. Берсерк это топчик. Против... Против котов. Надо здесь как-то аккуратненько... Да, магазин. Может... Хантерс Холл на проходе. Или второй АОВ даже. Ну, опасно. Хантерс Холл, окей. Вот этого бы еще вернуть. Но не успеешь. Лучше достроить там Арчи, сколько сможем. Может, Кипера вообще вторым героем? Там коты истекаются со всех направлений. Т1, просто масс коты. Ну, Ремайнд умеет это играть. Коты у него в крови. Он на котах на ТМе столько наиграл. Я просто... Я уверен. Уверен в этом. Да нет, я смотрел миллионы его игр, именно. Пока там... С застройками-протекторами, с переходом в баллисты, с дропами, с дирижаблями, соответственно. Мне кажется, застройка будет классическая. Приходит на мейн. Видит, что здесь... А тут к нему врываются. Крайне неправильный тайминг от Фогича. Крайне неправильный. Его Демон Хантер черт знает где. Делает телепорт. Правильно делает, что делает. Надо защищаться. Деревья помогают, конечно. Ну, не достает Арчая из-за кривой этих тем. Кот, правда, падает. Это хорошо. Нага подходит. Нага может перевернуть здесь все. Держись, держись, Фогич. Хорошо контроля отконтроливает. Еще минус-код. Еще минус-код. Держись, держись. Хайдь, хайдь, хайдь. Хайдь, Арчей. Не, не хайдь. Став, отлично, натраля. Какой контроль от Фогича? Еще подтормаживает Нагой. Великолепно. У него, кстати, бутылек большой. Лучше котов добить, а потом уже как-то с этим... Второй барак делает. Давай-давай, разводи его на бутылек. Бутылек. Отменил, успел, отменил АОФ. Держится Фогич. Время работает на него. Он должен... Странно, что Римин не пришел. Параллельно с этой атакой два протектора не воткнул. Как бы это была бы совсем другая история, когда достраивали сейчас уже пара протекторов. Но это к нему вопрос. Это просто странно. Обычно просто так ты котами не убьешь человека. А тут уже лорница. А с Дриадой... С Дриадой... Ну, даже с первой уже можно превосходно кайтить. Тем более, видите, он грамотно делает, что можно между двумя деревьями бегать. Что хантресам крайне сложно будет себя там чувствовать как-то комфортно на вражеской базе. Третий Демон Хантер, правда. Фогич не хочет выходить. Он опасается, потому что он потерял телепорт. Соответственно, потерял инициативу. И просто боится выходить со своей базы. Ну, и Реми это использует тем, что взял и дарил. А, вот сейчас взял с собой Виспо. Вот это другое дело. Вот это совсем другое дело. Есть там козочка. Козочки еще нет. Козочка только первая строится. Второй АОФ. Грейт. Вот, и пошла застройка. Вот это опасно очень. Типа оно на старте такое было. Голем еще с слоу. Давай, пошли протекторы. Провоцирует просто выйти со своей базой. Выкупает еще Огро Маулера. Троля бы купить. Но тут нет Виспа у нас. Что делать? Надо выходить. А как ты выйдешь на такое количество? А, Катапульта сразу. То есть он решил просто полномерно отбиваться. Катапульта это хороший выбор. Против Хантреса, против протекторов. Главное не торопиться. Не суетиться. Моноберн, Моноберн. Давай, 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 Берни, ну! Маны не было на Берн. Так что даже несмотря на желание, тут никак не сможешь. Можно было, конечно, покайтить, пошевелить его тут дрядкой. Просто чтобы он так свободно себя не чувствовал. Ой, как я за него переживаю. Один бар... О, есть еще Great Nature Blessing. Сейчас возвращается второй АОФ. Довольно быстро. Ну, сейчас мог бы про... И выходит Катапульта. Давай, давай, работай, ну! Пошел атаковать. Два. А этот барак лучше даже не закапывать нигде. Просто и подставить его через атаку, пустить сюда. Нужна еще одна Катапульта. Опасно! Опасно, опасно, опасно. Не подходить. Надо держать. Надо держаться, в общем. Можно побить было этот протектор, но, опять же, опасно. Вот сейчас переключаться на этот протектор. Катапульта и нужно. Хорошо сняли некоторое количество ХП. Назад. Назад-назад не подставляй. Ой, жалко, жалко. Достает еще по баллистям. Но... Бутылки. Тут два кота отвлеклись на барак. Это очень хорошо. Держится кое-как. Держится. Сейчас, кстати, можно проатаковать вражеского Диму, но нет. Он третьего левела. Выходит баллист. Еще одна. Очень неудачно она выходит, к сожалению. Протекторы постоянно стреляют. Катапульта минус. Надо выкапывать верхние бараки, чтобы они работали. Хотя бы один выкопать надо. Ой, опасно кака. И сжаться. Надо сжаться. Да куда ты не доконтролил катапульту снизу! Аааа, вот это провал! Вот это провал! Нижнюю-то катапульту можно было держать-то в... Пытается сейчас катами отбиться как-то. Не хватает свитка. Свиток закупает. Ой, какие там-то два свитка! 20 хп у него было! Один протектору минус 0. Лорница. И надо отступать, лечиться. Но там... Там лимита 34. У нас... Тоже 34? Да, тоже 34. Ну, катапульты не вышли еще. Аааа, нужно... Нужно держаться, ребята. Нужно держаться. И можно еще держаться все-таки. Перекапывает лорницу. Сейчас каты выйдут. Подходит с... Контрессом. Хороший став. С мануэлами проблемы. Выкапывается один барак. Да, надо и второй выкапывать, на мой взгляд. Или нет? Нет, не надо второй барак выкапывать. Берн хороший. Очень напряженная. Игра крайне сложная. Крайне близкая. Лимит 37 на 38. Надо протектора для начала убить. Но Реми рвется в бой. Провоцирует, гад. Провоцирует на сражение. Там свиток еще один. Свиток юзает. Протектор выкапывается. Арчи отдаются. Протектор выживает. Пытается протектора отжать. Фогич. Не получается. Став. Но там мануэллы пустые. Нага очень битая. Дима крайне битый. Четвертый левел. Это ГГ. Это ГГ, ребята. Одна катапульта там могла зарешать. Могла реально зарешать. Минус два героя. Протекторы живые. Войска вступили в бой. Это 2-0. В пользу ремайнда. Фогич падает в лозера. Мы с вами смотрим на сетку. Хэппи ждет победителя. Пара MLF против Люцифера. А Фоги в нижней части сетки играет с либо оркворкером, либо с Малиджикр. Скорее всего, оркворкер, который ведет 1-0 в данный момент. 2-1. 2-1. Блин, ну... Ай. Жалко. Конечно, жалко. Конечно, хотелось... Что за игра Чая? Кто играет? А, Чаймика. Юмика против... Посмотрим, с кем он там в нижней части сетки. С Беливом. Ничего себе. Давайте посмотрим Юмика против Белив. Мне нравится. Тем более, хумунов не было. Посмотрим. Ай. Сейчас, правда, видимо, хоста меняет. Это не Юмика, говорят. Меня дезинформировали. Чаймика. Это не Юмика. Это не Юмика. Мне сказали, что это он. Обманули меня. Опять. Я доверчивый. Нет, нет, давай Люци смотреть. Так, а Люци... Можно Люци посмотреть. На самом деле, можно Люци посмотреть. Потому что тогда... Тогда мы точно до Хэппи дойдем. И не пропустим его. Люцифер Эмалфан. А есть ли кто-то, может, Хэппич смотрит Люцифера? По идее, должен. Что на голове? Не знаю. Что-то неприятно с собой. Да, там во... Во всю... Во всю игра идет. Давайте... Ее посмотрим. Добавить... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас покажу. И вот. Это вот Деснайта. Панда вышла. Панда Ильич первая. Будем комментировать вместе с Хэппи эту игру. Да, Хэппи смотрит Люци. Да, я понял. В результате, что мы видим? 45, лимит, архмак, мк, тартл и рок. Есть экспант. У... Ой. Там ДК битый сразу получает молоток. Что, первый все еще? Китается, он не навалится. Хуман кидает болт. В Деснайта убегает. Отлично. Тир-3 строятся. Вышечки. Хуман. С полбрейкерой. Брейкеры. Престри, да. Боис сделается. Конечно же. И воркшопы, смотри. Как он сделать-то хочет? Танки, наверное. Могу понять. Мортиры с картечью. Вроде бы... Вертолётики. Воркшопы, но два воркшопа для танков на Тортал-роке. Ну, блин, не знаю. Не знаю. Да. Так. А здесь магазин, кстати, никто не чистил. Халлоу. Так что Хуман просто проходит здесь. Никто его не палит. Адетти экспан делает. Ну, это вообще лоу, Дим. Из лимита андетт вышел. О, Дестройеры. Опасно сейчас может продавить. Там выше всего пять штук. Здесь вышки стоят. Но. Дестройки слишком много. Да. Кажется, вышки пронесут. Вот. Я о чём, Дмитрий? Минус одна, минус вторая. Смотри, что творит. Сейчас панда дыхнёт ещё. Дестройер. Минус третья вышка. Видишь? Новую ещё. Всё? Я об этом же говорю. Что-то перемудрился. Конечно. Я совершенно не понял, как так случилось. Аналогично. Но Дестров нечем убивать. Раньше что, как-то героев своих всех отдаст. Да. Но тут сейчас... Да ладно, Лича вылечим. Всё нормально будет. Эй, Лич! Лича хиляет в очень много раз. Отлично. Передал ещё бутылёк ему, смотри. Пытается Лича отжать. Но там тонна койлов. Да, знаете. Не заметил. Ну ладно, ничего страшного. В общем-то всё. Да, Дестров нечем убивать. Как бы можно отжать, конечно, на деку попытаться. Если ты на Тир-2 сидишь против Фандета, который в такую страту играет, наверное, надо миллиард вышек ставить. Как он сейвит Лича? Смотри-ка. А так-то? На что он надеялся? И элементарий ещё вызывает за счёт. Даже если он здесь отобьётся, он уже столько потерял, что... Да, рабочих нет уже всё. Успеет, успеет, инвул, смотри. Смотри, успевает. Что-то заюзан. Да, да было видно. Под станом. Там тоже инвул врубается, но быстрее закончится, кстати, инвул у МК, кажется. Покусится Архимаг, и Архимаг её за телепортом. Ой, опасно. Опасно. Не знаю, куда телепорт сейчас ДК можно потерять. Нет, ДК. Уже вообще без разницы, потому что он точно хорошо разменялся. К тому же он этот экспандос... Да, он подхиляется, вернётся сразу же и всем. Проблем никаких. Грусть печаль. Да. Странно, обычно сок делает миллиард выше. Да. А тут как-то поскупился. Сэкономить хотел, да? Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает... Спасибо. Привет, Костя. Привет, Костя. Спасибо за твои стримы. Побольше не срабатывай. Привет, Костя. Его Дима зовут. Дмитрий Костин. Привет, Капаев. Капаев. Ты всегда был рядом, и моя матча струилась, омывая тебя. Удачи, мой маленький врачок. Гей. Что за... Спасибо за поддержку. Ты уже начал повторяться, а? Я помню, это уже было. Ой, Господи. Как... Это уже повтор. Какой качественный контент. Блин, надеюсь, Руслан это смотрит. Смотрите, а куман-то... Ух, отстраивается, да? Нельзя его так отпускать. 40 миллиметров живет пока, что правда у Андеда экспанд. Если бы у Андеда не было экспанда, может быть, что-то бы и вышло. Да, маловероятно, да. И герой Андеда, что ли? Да, уровень очень хороший. Можно, кстати, магазин сейчас закрепить, смотри-ка. Просто... Заодно разведочка будет на будущем. Да, этот, какие-то забоченные, какой-то забоченный фанат. Он, видимо, один из постоянных таких. Ну да, как я сказал, куман сопротивляется, пытается раскачаться. На защиту никакой вообще нет. Его брейкеры, вертолётики, на которых грейда даже на сплэш нету, насколько я знаю. Почему? Он даёт там 64 лимита. Ну, мы увидим по эффекту, кстати, есть там сплэш или нет. Экспанд работает. Сейчас навяжет битву на мэне и всё. Непонятно зачем. Боится танков, он видел воркшопе, думал, что они типа нет. Неважно. Да, это всё равно не имеет значения. Тухума, правда, единственный шанс был это получить 3-4 лампы. А у него ТП нет, смотри. Дим, смотри, ТП нет. Но не получит 3-4 лампы. Сейчас пока купит, сбегает, у него там минусы рабочие на мэне. Приверят, ему уже спасёт, как я и сказал. Сейчас Андерт, ему просто мэйн снесёт, не напрягаясь. 68 лимита, Андерт, это 46 лимита Тума. Он пытается тут хоть как-то второго паладина получить. Да. Рио, подчёркивание, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, передаю привет Майкеру и пацанам в чатике. Да. Пащи. Спасибо большое. Спасибо за привет, Рина. Представляете, посторонний человек приходит и пытается... Ой, не успеет, не успеет, не успеет. Не, успеет. Нет, ой, последний выстрел какой классный. Да. Приходит какой-нибудь левый человек на сайт, смотрит Варкрафт. Один товарищ в прямом эфире смотрит другого товарища и другому товарищу закидывают какие-то деньги в чатике и передают привет обоим. Короче, просто рекурсии, взрыв мозга, и человек тут же закрывает браузер, потому что не понимает, как такое возможно. Это Гугель. Гудомоушес. Вон, сплэш есть у вертолётов, Дим, смотри. Два дистра просто сдуло тут же. Отличный койл, новый фокус, а, ну успевает, успевает. А панду-то нечем лечить. А, нет, инвул передаёт. Молодец. Сейчас, кстати, МКУ убьют, смотри. Три, два, один. Да, бывает. Давайте зайдём в вторую игру. С Димкой, конечно, великолепно комментировать, мне очень нравится. Но... Но, пожалуй... О, там ремайн фокус уже. Может, ремайн фокус посмотрим? Полуфинал я очень хочу. Зотокап. Зотокап. Это полуфинальный матч. Фух, успел. Е-е-е. Там Фогич начал, говорят? Но он в лазерах пока. Фоги с Аркворкером играет. Но Фоги стримит, а полуфинал никто не стримит. Поэтому давайте я лучше фокус ремайн посмотрю. Фоги Чегу. Ребят, ну, нужно охватить как можно больше игр. Вы можете посмотреть, пойти, как Фоги играет. Или открыть во второй вкладке. Просто, чтобы мониторить это дело. Но пропускать полуфинал... Второй полуфинал это Хэппи против. Там, скорее всего, у Люцифера будет. Его нельзя, конечно, пропускать ни в коем случае. Но фокус ремайн пропускать не стоит. Нужно охватить как можно больше Фогича. Так Фогич вообще на 100% охвачен. Как и Хэппи охвачен. Поехали. Первый полуфинал. Фокусы, которые мы, кстати, не видели еще сегодня. Вот справедливости ради. Помните, там за фокусы голосовали? Не доголосовали, не хватило. Немножко ваших голосов, чтобы посмотреть там матч. Против ремайнда. Это же корейская классика. Эль Классико Амида. Что это я такое сказал? Неважно. Добавил что-то от корейского в конце. И что-то от итальянского в начале. Ну ладно. Рано у меня начинает ехать крыша. Это плохой знак. По-хорошему надо продержаться до... До самого победного конца. Брррр. Хорошо. Как у нас? В Талонов, наверное, обычно играет в Мерувари. Правильно? Тебя покусал Хавк? Нет. Хавк меня не кусал. Ты сказал, Эль Классика чего-то там. Ну, чего-то там это Амида. Там как Камса Амида. Спасибо большое на корейском. Кажется. Ну вот Амида довольно часто слышится в корейских турнирах. Кажется, насколько я помню. Наверняка у нас есть эксперты по корейскому языку в чате. Кстати, у нас каких только экспертов в чате нет. Специалисты по балансу, по расам, по стратегиям, инженеры, программисты, дизайнеры, руководители бизнесов, знатоки разных самых языков. Войска вступили в бой. Поэтому я жду, когда... Когда поправят. Директора, да, да, да. Русбрейн. Ханпанхалгага. Я не разбираюсь. Да, и стримеры еще. Точно, Фомбич. Да, забыл. Успешные стримеры профессиональные. Тоже, конечно же, с нами. Здорово, что мы здесь все собрались. И надо, наверное, все-таки... Вот, смотрите, Блэйд. Блэйд выбил серк... Нет, он не выбил серклетку. Он просто пришел, продал ТП, купил серклетку. И его начинает тут Демон Хантер у него подсасывать ману. А учитывая то, что здесь ему, в принципе, довольно сложно. Хотя, нет, не сложно. Уже не сложно. Давай. Ой, опасно. Ну! Кто? Чье? Во-первых, девайс достался Демон Хантеру. Это раз. Но проблема заключается в том, что... Надо через атаку на Арчу выйти. Атакуй Арчу. Тролль-то... Вот! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Это же скрипты. Можно, можно заставить мобов... Перестать вас атаковать Для этого всего лишь нужно проатаковать Например, своего юнита Приказать проатаковать своего юнита И вы сразу же перестанете быть Объектом внимания этих Огров Так Девайс забрал Опыт, кстати, нет Я тут абсолютно беспристрастно буду Потому что оба корейца И даже не смотри Ой, сейчас можешь добить, добить Блэйд, давай Оп, добил, взял кольцо, ушел Даже не перебили у него Реген маны и жизни Вот сейчас уже перебили, да Ну Ну добей Как он нарезает хорошо, а Блэйд Зеленый Грунцер гнал Очень долго, судя по здоровью Виспо гнал Виспо Но и Виспо нашел спасение за спящими Этими Монстрами Потому что один взрыв И там сразу сетку ловишь На тебя накидываются Огры А ты не с этого района Объяснить что-то будет крайне сложно За 12 секунд, пока действует сетка Огра Точнее Гранта Могут изобрать Там, скорее всего, он даже в окружение попадает Сразу же и все Отмена была магазина, кажется Да, как магазина И вторая отмена Там два удара нужно по нему сделать Пожалуйста Как давит, а? Как фокус давит Подблочивает еще Арчу Но заходить внутрь не хочется Потому что тут барак уже подходит И Ну и просто Можно было там остаться Я бы Перебил лечение Моноберн Там же больше 20 мана Значит, перебьет лечение Второй герой Таурен Кто бы мог подумать И хорошая такая застройка Таурен Он прям Сейчас будет первый Эншн Товинт Да, да, да Бестмастер вторым героем Намечается в таверне Правильно? Это Это стандарт По крайней мере На Тартл Роке По-другому Давно, видимо, не играют Столько трэша У Блэйда Продать бы По крайней мере Плащ теней Может быть даже И колечко продать Войска вступили в бой Эль Классику Да, да, да Интересно Будет сейчас время Вообще с Бестом Он Будет ли он Харасить пытаться То есть приходит А, он не сможет В любом случае Тут такой тайминг От ремайда Судя по всему Что он придет Спирит лодж Уже достроен Зверинец тоже достроен И все Только крипится Только крипится При этом При этом Крипинг У фокуса Значительно более Эффективный И он По классике Тоже Блин Ставит базу На таком Просто он убедился В том, что Там Т3 Там талоны Время есть Ставим нычку Очень агрессивная Конечно Тема Очень сильная Завязанная На тайминге Правильном Тайминге Потому что Ну эльф Будет приходить С первым циклоном И навязывать битву И к этой битве Орк должен быть Максимально готов Но с другой стороны Если он Отобьется Без серьезных потерь Ну или по крайней мере Там Потери будут Сопоставимы Что стоит Что с другой стороны Для эльфа Это будет Равносительно поражению Потому что Ну а дальше то что Нычка уже работает Что ж ты делаешь то Отдается Спирит Волкера Просто на ровном месте Хотя у него Возможности уйти В другое измерение Было предостаточно И хрен его там Кто достал бы Бору еще тратит Ооо Это очень сильно Сбивает тайминг То есть Отбиться будет Значительно сложнее Можно окружить кстати У него ТП нет А ТП есть У Биста И там Став еще Конечно Конечно Ой а можно Биста Самого на ТП развести Сетка через 3 секунды 2 1 0 Пора кидать Ну можно уже Можно А почему не кидал Он взял Просто окружил Минус ТП Ничего себе Нет нет Сетка там под конец Откатилась Он видимо решил Уже не заморачиваться А просто Просто окружить На Бистмастер и так В окружении оказался Очень круто Очень круто Очень Круто Сейчас Зав Вернулся в игру Можно сказать Фокус Потому что После того Как ты Трехлимитное создание Теряешь После того Как ты Борус теряешь В там Соплай блок Даже 2 получается Борус потерял Нет Один Борус потерял А у тебя Как бы там База строится Которая естественно Спалилась На Веспе Он при этом Умудряется Вернуться в игру Вот как раз за счет Давай Бистмастер Бистмастер Где нету Рейдера Жалко Здесь нельзя Сражаться уже Тут барак Там уже Арба у Димы Он опасен Комедия Фелси Я просто считал Приблизительно КД Сетки От прошлого Использования До этого Поэтому и был Собственно Обратный отсчет Когда КД Заканчивается Ну бас Отменил Благополучно АО В подлаге Легкие есть Надеюсь Они Не мешают Игрокам Циклон есть Вейв неплохой Задевает Четырех талонов Тинкер Подтягивается Вот Это то самое Сражение Которое Фокус Должен Хотя бы Скирками Вносят Свою Лепту По крайней мере За счет Спиритлинка И у Димки Кстати У Димки Нет Нет Айяяяя Сейчас став На став Уйдет У него не было ТП И герои были далеко Я думал Что если Удастся фокусу Не выпустить Диму из окружения Он мог бы Его тут и добить Ладно Кое-как Кое-как Фокус отбивается От ремайнда 43 лимита На 34 Даже не кое-как Неплохо отбивается Два с половиной Таурена Да Такие спайки Есть Может быть Это из-за Корейского хоста Но они Такие вот Подлаги Могут вообще Им не мешать Главное Чтоб я Надолго Не дискался Блин Жесть Если что Я сразу Ливаем Если появится Вот это вот Окошко Хотя бы На секунду Блин Вот поэтому Хочется И тоже К своим Игрокам Позаходить Потому что Там хоть Компромиссные Хосты Не чисто Корейские Пошел замес Лол Таурен Ну а что Против талона Брать Вейв Очень кривой Но крит На 156 Циклон работает 36 лимит На 53 Тут эльфу Практически Ничего не светит На мой взгляд Лимит Орка Хороший Все Зеленое Дим Кобитый Телепорта Кстати нет Ой 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 Он использовал Да он использовал Бутылев Диме Диме Таурен Кстати тоже Но у него По крайней мере Есть возможность Убежать Сейчас И замазаться А у Димы Такой возможности Учитывая Трех Хотя нет Нет Есть 4-4 рейдера Сейчас просто Все ловится Все талоны Три штуки И вообще Сейчас можно Ужаливать Потому что Ситуация Когда у орка 50 плюс лимита Экспанта У тебя 30 И все плохо Она Будет только усугубляться Она и так печальна Но Главное Что перспективы Нет То есть Он Он не сдается Он купил бутылек Отличился И идет в атаку Но Остается все равно 53 лимита На 35 Телепорта нет Вот это ошибка Очень быстро Возвращается Реми сюда Ааа Он пошел разводить Пилоч есть? Пилоч только сейчас Делается Его время Немножко Да будет разводить Телепорт И вперед Кстати Тарталл Рок Подходит Карта для Подразвода И все Нападай Воруй Грабь Убивай А у него есть Телепорт вообще? Нет телепорта Это ГГ Это унижение Просто ничего не сделать Ставится Демоны Хантер Но абсолютно Спокойно Убивается Мейн И телепорт Для пущего Эффекта Ну зачем Здесь сражаться Телепорт Есть Телепорт Делается Все Две базы В ноль Тут правда Тинкер Остался Он подрезает Рабочих Надо сейчас Быстро Замазываться Лечиться И защищаться Все А эльфу Нужно выкапывать Деревья И идти в атаку Хотя у него Пока деревья Дойдут Это уж Не столь важно Просто надо Атаковать Как можно Быстрее А тут Тинкер Ловится Между прочим Ловится Ловится Войска Вступили В бой Первый Тинкер Изи Тинкер Второй Даже Только Он зря Рабочего Убил Получил Второй Левел Больше Два Ну да И мейн Не строится Потому что У него нет денег Сейчас нужно Срочно Борусы И сражаться Здесь Почему он Не прыгает Борусы Почему он Не пытается Защититься Но все равно Тут сложно Ой какой Вейв В одного Талона А нет Подожди Там виспы Кажется были Он виспов Про Про Прош Про Там было Четыре виспа Помните Вот оно Что он Там мочканул Виспов Слышим Крики Талонов Умирают Бедолаги 53 лимита На 20 Шансов Ну никаких Вообще Нет При том Что еще Мейн Работает И экспан Дима Не сдается Дима Жмется Ближе К лесу К талонам Получает Крит На 153 Поднимает Воздух Блайдан Но это вопрос Времени Когда он Умрет От 144 Крита И умирает Да Фокус Хорошо Играет Хорошо Тоже так По классике Можно сказать Поставил базу И защитил ее Но Давайте посмотрим Хэппи Хэппи Еще не готов Хэппи Смотрит Сейчас Игру Но я Наверное Не буду Сейчас досматривать Игру Игру Фокуса Против Ремайнда Потому что Есть шанс Что мы Мы просто пропустим Матч Хэппи Хэппи играет С победителем Вот этого матча 48 лимита У Андеда Очередная статуя Построилась Куда он хочет идти Неужели на красную 1-0 В пользу Андеда Куману Куману Еще одну вышку Отстраивает Еще строит На мейне Правда Не делает Почему-то Второй герой Куман Кстати А стоп Он же делал Маунтэн Кинга Взял к меню Маунтэн Кинга И взял Панду Или досмотрим Сейчас я зайду Все равно в ту игру Еще должен Близзард Взять На архимаге Ну лишним не будет Параллельно И на мейн Кандеду И Хараси Иначе сейчас Правда Андед Просто Тристров Сделает И все И минус Экспанд Минус Вышки Просто здесь Может закончиться Все довольно быстро Так же как в первой игре Надо еще и еще Вышки построить Ну вот Панду идешь Потому что панда В перспективе За Хума Вообще ничего Не будет способна Сделать Против Андеда Тут только Бейстрейт Ну да Повезло Хуману Что Андед Качается Хотя Почему бы не покачаться Ему нужно дождаться А не Зекурат у него только что Доделался 60 лимита Есть ли Да Сейчас он сделает Дестроера Будет пытаться Вышки пробить Так Панду пытается Раскачать Хуман Два с половиной Левела По эксперт Давай начнем Фокус Как раз начало Фокус ремайн Оно Две минуты Там ничего Происходить Серьезного Не будет А тут По крайней мере Может быть Что-то Что-то Интересное Я нахожусь В игре Реми фокус Они играют На ТМ Пока ничего Они развиваются Будут держать вас В курсе У нас есть Определенный опыт Проведения Ой хорошо Как наваливаются Дестры Сплэшат Одну вышку Вторая Вторая Тоже минус Да он качается Качается Он так же может Закончить Как в прошлой игре Просто и все Что твой расчет Ну он минус Все вышки Не только вышки Это сейчас еще Рабочий Понятно как А манны нету Сейчас еще один отдастся Лол Нет не отдался Аккуратненько Сейчас нужно новую И закинуть сюда Тянет время Натается вышки Вычни Которые остались Телепорт Телепорт Ты серьезно Телепорт сюда Это опасно А чем там убивать Дестрыр положит Всю твою армию Лол Зачем Да Зачем Вообще непонятно Зачем Ради одной вышки Или ради спасения Ну не убивает Вот этого Непонятно Сейчас диспейлит Элема просто Добивает На что расчеты Я понимаю Сейчас вертолетики Подлетели Или еще что-нибудь Панда покусится Реально нечем Дестров убивать Есть энергия На новую На койл Пока нет Не вот есть Наконец-то на койл Дают Он Где инвол Да у него был инвол Он не прожал Ну что он делает И элемов делает Для энергии Дестрам Просто красавчик Так сейчас еще один Дестройер умрет По идее Короче скорее всего Будет андедовский Мирор Под аурой улетит Наверное А еще и экспанту Андед достроился В общем В общем Без комментариев 55 лимита Андеда 49 хума Вы знаете У нас будет с вами Отстраивает Паладин Кстати вышел Вот если бы панду Не потерял Все было бы Куда круче у него А так Без панды Просто грусть печаль Если честно Ну панда С инволом была Зачем он отдал Панду с инволом Третью Ладно бы там первую Ну хуман в этой игре Еще некоторое время Продержится Так что я думаю Что те люди Которые захотят Посмотреть Досмотреть Вот собственно Эту игру Ой опасно Переходите К хэппи А я пойду Пойду Потому что здесь Движуха началась Уже Буду просто Мониторить хэппи Чтобы он не Сам пойду сюда Тут был интересный момент Голем каким-то макаром Прибежал на базу Его Кажись Выманили И попытались Зажать Между лавкой И Между лавкой И лесом Вот Если Не сложно Маякните пожалуйста В чате В тот момент Когда Когда Доиграют Доиграет Люцифи Господи Кто ж там Люци Да Насколько я понимаю С ML фаном Да Сейчас Извините Захват Кривой Все А мы с вами Посмотрим Второй матч Фокуса Против ремайнда Кстати Фокус Не знает До сих пор Где находится Не знал До последнего момента Где находится Эльф Сначала Проверил Судя по всему Вот это Вот точку Потом направо Вышел Убедился В том что На противоположных Только сейчас Четик обрезан Да Из правил Ой Ремайнд вообще По классике играет Опять же Это Твистед Медоуз Против орка Здесь реально Можно играть Агрессивно Через один Барак Коты А дальше Есть масса вариантов Либо ты ставишь Нычку Либо ты Например Переводишь Веспов И делаешь Застраиваешь его С С протекторами Тоже Вполне Такой популярный Был в свое время Способ Уничтожить Орка Ну Можно конечно Еще через котов Играть В Однобазовых Медведей Как то В ту сторону Развиваться Это Это Десятилетний Мув С Големом Мув Мув От слова Мув То Наверное Да 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 Скорее всего Это он и был Спайки Есть Но опять же Пока не Пожаловались И они Не такие Сильные Перебивает Кот Защиту В смысле Реген У Гранта Ночному видению За Грантами Единственное Сапог не хватает Да И тут Дима Вынужден делать ТП Потому что Его терять Лучше в такой ситуации Не надо Второй герой Должен быть Каким-то Таким Работающим Даже на первом Втором Левеле Тинкер Панда Возможно Кипер Но Кипер Он В перспективе Теряет свою силу Конечно Но вначале Очень помогает Противоркам Посмотрим Что возьмет Тут две лорницы Или А Блин Вот Это же Я так Противорков Очень Люблю играть Только не с Димой Первым А с козлом Чтоб поагрессивнее На старте было А потом Т2 Дриада Талоны И давай Нападай То есть Диспола нормального Нет Дриадки Замедляют У тебя Работает нычка И орг Вынужден ломиться Вон кто лагает Гринфилд Оказывается Да-да-да А я Через Кипра Потом второй Тинкер Потому что Тинкер не диспелится И он как раз Хорошо На первом-втором Вообще Отыгрывает В дефе Диспейли Он не диспейли Танкует Хорошо И Великолепный Герой Можно в общем-то И с первым Димой Даже Не так агрессивно Но более Универсальная Тема В перспективе Ты там Сыху прокачанного Можешь подконтривать С Тауреном Тоже Не пассивно Сражаешься Почему Хошка нет Он надборочно Не прошел Для начала Ну и в конце Когда освободилась Вакансии Он Чуть-чуть Но проиграл Винеру В голосовании Я жду героя Бестмастер Не такой полезный На мой взгляд Потому что Как раз В отличие Он укладывается В эту концепцию Типа Отбиться Любой ценой За счет Мсомонов Тех же самых Но он Менее плотный Все-таки Чем Тинкер Ну да Здоровье у него Кажется плюс 50 В отличие от тинкер Но у него Армора нет То есть он Хуже На дистанции Танкует А Ну а свиньи В перспективе Диспелятся А факторочки Не совсем То есть там После диспелл Они просто взрываются И все равно Наносит урон Да и там чаще Нужно диспелить Да Талоны дриады И Т2 Это все Для того Чтобы тупо Отбиться Защитить Свою базу Это вот Ключевая задача И Мне вообще Отрадно видеть Что Реми Играет Именно так То есть Тут да Можно поменять героев Но по сути Это та же самая Та же самая Задумочка Ой там Закончилась Кстати игра Я только что увидел И кажись Андет победил Кажись Андет мирор Будет скоро Но я не буду Наверное С этой игры Выходить Я скорее всего Первую игру Хэпича Да Сделаю Рестрим Тем более что Они сейчас будут Черкать Может мы даже И успеем В игру зайти Орк Должен спалить базу И сделать правильный Вывод Правильный вывод Ой 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 Ну сейчас Блэйда может Там блэйда Палят Что блэйда Блэйда ничего нет Козел бы здесь Мог помочь Если бы был козел То блэйд бы не ушел Просто Круто Талонцы помогают И в фэрифайр И на блэйда И на армию врага Ему нужно На мой взгляд Самое правильное В такой ситуации Фокусу Это По-быстрому Получить 3 левел И незамедлительно Где-то на лимите 50 Приходить Навязывать Битву Желательно при этом Ну второй вариант Это нычку просто поставить Войска вступили в бой То есть просто Принять Что у эльфа база быстрее И продолжить крепиться Потому что Блэйдмастер плюс ЦХ На дистанции полезнее Чем Дима Дима бист Вряд ли тут будет Т3 И циклон В ближайшее время Поэтому Наличие таких героев Более выгодное Чем Чем то что у эльфа Сейчас мы видим А смысл биста сейчас Смысл биста Чтобы отбить экспанд Исключительно в этом То есть он Если бы он знал Что они играют на разве Ой 3 левел Томов экспиренс выпал А это что за Девайс Труша Таура Тоже весьма неплохо Но Не для всех Она работает Не для всех Против этой армии Хорошо заходят еще катапульты Потому что все Он арморт Все разуплотняется Только вот тролль тут покупной С другим типом армора А все остальное Коты Дриады Талоны Все это Анарморт Все это получает Бонусный урон Поэтому катапульту Можно было бы запилить Если бы она поместилась На лимит Все построил То есть не построил Получил третий левел И готовится к атаке И Самое главное На мой взгляд Что сейчас произойдет Реми Должен В салат Просто облиться Просто в салат Если правильно все поконтролит Должен просто принять Посмотрим Посмотрим Хотя его визуально Не так много Орков Как будто даже больше На самом деле Это ошибочное Впечатление Реми сейчас подзаказался Но у них одинаковое количество Сейчас народу Надо обязательно Лишать саху Ну вот диспал Смотрите Что от бестмастера Остается после диспала Где свиньи Нет Есть две свиньи Их там диспелят Но Видимо не так активно Диспелят И диспала уже нет Свиньи Да Свиньи в этой ситуации Очень решают Ну потому что они Серьезный урон дают Но Фокус давит Несмотря на Мое типа Вангование Что там Кто выложил Кажется Был выложен Девайс Который Да Я наванговал Вообще неправильно И я даже не знаю В чем В чем тут была проблема Может там Дима был бит На старте Не знаю Жалобы налагим Сейчас посмотрю На город Поиска вступили в бой Все временем Падает база К сожалению Вообще тут понятно Как ситуация Будет разворачиваться Хэппич еще не начал Я слежу за ситуацией Бойска вступили в бой Ну а орку Сейчас не обязательно Сражаться Куда торопиться Да Хэппич еще черкает Да Надо пересмотреть По хорошему Тут бой Может быть там Дело в свитках было Было Потому что У орка Точно был один свиток И протекшены И хила А вот что было У эльфа Я не знаю Может быть Дело там В предметах Каких-то было Потому что Тоже этот момент Упустил Но если брать Вот чисто Лимит Против лимита Ты двашний То есть Эльф Он Такой микс Должен разбирать Арковский Если там нет Катапульт То Ладно Надо пересмотреть Чтобы понять Просто самому Как Как такое Получилось Там уже Сокол Второго Левела Кстати С магическим Уроном Надо Перегруппироваться Чтобы Борусы Не атаковали Блэйда Зажимает Блэйд Сейчас умрет Джиш Ой Зачем Здесь Орк Сражается База У эльфа Нет Заходишь На базу Свою Видимо Он не мог Вернуться Без Без проблем Отдача Блэйда Это Большая Трагедия Для орка Надо Ману Закупать Здесь Обязательно И он Продолжает Без Блэйдмастера Сражаться Отдает Огромное Количество Юнитов Разных Хотя Подрезай Там Тоже Периодически Но Сейчас Он Сыху Может Отдать Еще Капчи Не пропустим Постараюсь Постараюсь Кто Закастит Третью Решающую Игру С Фокус Ареми За Хэппи Надо Болеть Это Полуфинал Хоть Андетт На Андетт Но Это Наш Андетт Сыха Еле Еле Уходят Бойска Вступили В бой Уже Подборус Ему Просто Подрезает Кодоя Врезается В Борус И ГГ 1 1 Все Я В третью Не буду Заходить Потому Что Вижу Что Черканули Они Карты Первая Будет Тартл Рок А вторая Ласт Рефьюдж Насколько Я понимаю Расшифровываю Эту аббревиатуру Вот Геймнейм Хэппи Как раз Заходим Очень четенько Конечно Сработано Очень четенько Молодцы Прям Прям Тютелька В тютельку Там футболисты Еще вечером К нам пришли Стримят Из-за этого Лаги Видимо Нам-то не хватает Нагрузки Собственной Еще футболисты Пришли Любят Они нас Давай Реми Досмотрим Хэппи Так Стримит Я думал Об этом Но Ну давайте Попробуем Быстро Голосование Провести Не та Карта Почему Не та Карта А Не та Карта Да ТР Карта Геймнейм Хапа 4 Хапач Нет Давайте лучше Все-таки Не будем Урывками Смотреть Полуфинал Тем более Что Победа В случае победы Игрока Он попадает В финал Виннеров А это значит Что он точно В тройке Точно в призах Это мега Важная Штука Поэтому Давайте Лучше Лучше Посмотрим Хэппер От И до Да Что ж Такое Опять Не та Карта Опять Не та Карта Видимо А Да Здесь Это не точно Будет Топ Три Это же Не финал Виннеров Он только В финал Попадает Гарантирован Топ Четыре Получается Запили голосовалку Для очистки Союза Давайте Значит Новое голосование Первое Это Хэппи Короче Единщика Это Смотрим Хэппи Второе Это Смотрим Ремайнда Поехали Голосуйте Первое Хэппи Второе Ремайнд Первое Хэппи Второе Ремайнд Голосуйте Интенсивнее В чатике Все Демократию Так Геймнэм Люци Заходим Все Все 75 на 25 Победа Последователи императора Победили Еее Уху Для очистки Совести Правильно Как кто-то В чате Написал Запили голосование Для очистки Совести Очистили Очистили Как бы там Не сложилось У ремайнда И фокуса Мы будем Мы будем смотреть Хэппи Ха-ха Ха-ха Суперводка Даже Не выдержал Написал Суперводка Хорошо проводишь Вечер Пятницы Да Да Молодец Запомни Твой Никнейм Он Правда Не очень Сложный Хэппи Покинул Игру What What Блин Ребята Мы могли бы Посмотреть Уже Игру Не Ну нельзя Так рисковать Понимаете Геймнейм Пинг А Суббота Жжишь Да Суббота Уже Ты же мог Подумать Оказывается Суббота Да Суббота 26 Точно Заходим Первая карта Тартл Рок Андетт на Андетт Это же Сумасшедший Мэчап Там же Огромное количество Беготни Хирокила Всяких забеганий Позиционной войны Ничего не понятно Абсолютно Но Я надеюсь Я болею За хэппи Когда игры Нижней Сетки Когда игры Нижней Сетки Фогич Ведь по Страте Слился Да По Страте Конечно Я думаю Что сразу После Либо Полуфинала Этого Либо после Финала Виннеров То есть Мы вернемся К лозерам Только после того Как виннеры Доиграют Тем более Что в виннерах Хотя Может быть Стоит провести Голосование Если вдруг Император Сейчас не затащит Да простят меня Боги Мы пойдем Вместо финала Виннеров Смотреть Лозеров Проведем Голосование Короче Что делать Идти смотреть Как там Фоги И хэппи В лозерах Играют Либо смотреть Финал Виннеров Ой 1-1 У Фоги Похоже Третью Он проигрывает Господи Господи А тут пока Не могут Сойтись По поводу Пинга Короче Машнит Машнит хэпич Или не дает Машнить корейцам Почему проигрывает Говорят Потому что Говорят В чате Так Вообще Лучше зайти Посмотреть Я же верю людям В чате Пока еще Вера в чат У меня еще Не Не утратил Я ее Хотя столько Провокаций За все это время Супер водка Опять же Появился Так Но из-за Небольшого количества Все таки Нельзя Всех Под одну Гребенку Заходим Проверяем Пинг Если он Подойдет И пойдет Обратный Отсчет Я вас Оставлю Буквально На минуту Мне нужно А сейчас Я уйти Не могу Кому верить Как не чату Ну не чату Кому хочешь Shadow 5 6 5 6 5 6 Активировал Премиум на канал Утку Купи Да Пинг 3 И при этом Я же не могу Не мог Одновременно С этим Смотреть игру Потому что Вдруг Пинг Был хороший Они тут же Бы стартанули И остался бы Неудел Это Жене Можно верить Оп Нет Верить никому Нельзя Мне можно Говорит Саня Вот это дело Вот Саня Дело Говорит Сколько О 30 миллисекунд Диференс Вроде нашли What Hosted Is it У них приблизительно Одинаковый Пинг На старте Был Ну что Я На старт Уже Готов Дроп All Non Casters Говорит Happy Happy Суров Happy Император Никто Не осмелится Сказать ему Ничего Против Уже I can play Lay Но It's Bad Only Find Host Is Atel One И какой-то баг еще Все еще есть Он не может кикать апсов Да как private game name Тут у всех стримеров вообще Может такая серия с разберется Оп Non-streamers Главное, чтобы нас с плащем не задело Пух стримит наверняка, да? Войток, без понятия Все, вроде готово Я скоро вернусь 5, 4, 3, 2, 1, поехали Войток, без понятия Конец Субтитры создавал DimaTorzok 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 Корея против России Помыл руки и умылся еще, между прочим Ха! Успел! Успел! Подписывайся на прем за это, АДУС! Косяк! Я думал, это стрим стул Да нет, просто Я почувствовал себя на секундочку поми Это приятное ощущение Так, финды Ну а что же здесь, кстати? Нет, на самом деле В Гулей наверняка кто-то Кто-то как-то играл Кто-то когда-то В андедовском мирове Да точно играли? Да, играли Берлин, привет Майкер, чату Ласап Майк, скажи В кратцах, что происходит Ну что, прекрасный призовой фонд на турнире Росбрейн Кап Юбилейный Там его пользователи поддерживают Росбрейн, собственно Выделил 2000 долларов На призовой Участвует 16 игроков Большая часть из них была Стоп I have Короче, полторы секунды задержка у него Лол Не могу играть так Да, лучше на самом деле Нормального хоста выбрать Рофл Люди против Окей Нет, вот Самое обидное, вы знаете Если Если Смириться с дискомфортом В плане микроконтроля Там, полторы секунды задержки А потом проиграть Во многом Ну, допустим Из-за этого Лучше сразу Потратить еще какое-то время На подготовку На выбор хоста Но уж Определиться И Это Это не предрассудок Просто Это не Капризы какие-то Просто от этого Реально Зависит Все Вот предстоящие матчи Поэтому 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 нужно найти Хорошего хоста У Хэппи на 20 очков Больше На домашний твин Да Фоги выиграл Ее Фоги выиграл Фоги в лузера К сожалению Но он живет Давайте посмотрим Как же Как же он живет Как же он живет Где же он живет Вот она сеточка Вот он Фоги И он играл с оргворкером Насколько я понимаю Счет тут не обновили Видимо Вот так вот Вот так вот Так вот Да 2-1 там Да 2-1 А победитель О Там Белив будет Фоги Белив Я посмотрел Фоги Белив Потому что Это лузера Тоже опять же Там риск Очень высок Блин Те воркера Тоже жалко Он тоже соотечественник Наш 2-1 Немножко не хватило Блин Хорошо что Фогич стримит Вот если бы у нас Не было Такой опции Что и Хэпи стримит И фоги стримит У меня есть выбор Куда зайти То есть Если бы я просто Сейчас был бы Перед фактом Кого смотреть Эти Хэпи че Или фоги А иначе Только по дымкам А тут А тут прям Заходишь First person Пожалуйста Выбирайте Выбирайте Кого хотите смотреть Очень хорошо Фогич ждет Там в любом случае То есть Может быть Может быть Учитывается Туда Обратно Или с Какой то еще Обработкой информации Вот в Старкрафте 200 миллисекунд Играть вообще Пофиг То есть Ты спокойно Абсолютно можешь С ним играть И спокойно С ним контроли Там Другая технология Взаимодействия Там Переписано Все было Видимо с нуля А в варике 200 пинг Это фактически Модем 200 миллисекунд В варике Это модем Ну Можно конечно Было На модеме Получить 150 Если у тебя С провайдером Все хорошо Но Это вот Уровень модема Пока ждем Это про СК-2 Да Про СК-2 Конечно же Не про первый Старкрафт В первом Старкрафте Та же самая Проблема У Росбрейна Насколько я понимаю Была Я на пинге 300 зотоки Тащил Что ты тут Заливаешь Говорит Хавк Во Ну Во-первых У тебя раса халявная Пустил танки Через атаку И все Что там контроль Это правда ведь Вот Ну и 300 пинг Он как бы все равно 300 пинг Это уровень модема Это конечно молодец Когда-то был Бросил ты нас Хавк Кинул Хуманов на турнире нет Мог бы запустить Стримчанский За пару часов До начала турнира Или там когда Днем Победились в голосовании Мистера Винера Пойти просто И показать Что ты еще Тряхнуть так сказать Стариной О чатик у меня упал Надеюсь только чатик Да только чатик Стрим идет О Соединение восстановлено Там видимо была какая-то Плановая перезагрузка Давайте Давайте Знаете Как поступим Вдруг Сейчас Фоги Будет Начинать Одновременно С Хэппи Если бы У вас был выбор Кого смотреть Хэппи против Люцифера Полуфинал Винеров Или Фоги против Белива Кого Бы Вы Выбрали Значит Первое Это Хэппи Второе Это Фоги Проголосуйте Пожалуйста В чате Просто Чтобы я знал Ваше настроение Вдруг я Выберу Не тех И будет Революция На ГГ Зачем Мне это Нужно Побеждает Хэппи Ожидаемо Но я Несколько раз А вон Они уже Готовы Играть Белив С Фоги Жалко Может Забить На Демократию Может Фогичи Смотреть Только По той Причине Что Я Не знаю Хотя Вот Хэппи На Вроде Находит Уже Нашли Хаста Есть Несколько Аргументов В пользу Фоги Первый Это Не Мирор Второй Фоги Если Проигрывает Вылетает А Хэппи Если Проигрывает Не Вылетает Все Это Наверное Главная Причина Ну и Плюс И тот И другой Стримит Вы можете Смотреть И того И другого Напрямую Если Вас Вот Фоги Белив Интриги Нет Ясно Нет Я Тогда При прочих Правных Останавливаюсь На Хэппи И Все Там Корден С Росбрейном Списывается Росбрейном Да 0-0 Счет Приходит Абстракт Спрашивает Какие Результаты Мы Еще Не Играли Отвечают Ему Эх Эх Сейчас Пойду Посмотрю Что Там У Фоги Что Не Чиркают Не Чиркают А Фокус Выиграл Ремайн Да Кстати Фокус Уже В финале Виннеров И Фокус Будет Играть С победителем Либо Люцифера Хэппи Такой Подгон Блин Там Орки Уже Он В смысле Орк Против Фандеда Такая Грязь Такая Грязь Розенберг Привет Ладно Закрываем Голосилку Короче Договорились Сейчас Ла 1 Атл 1 Ла 1 Next Раунд Будет Наоборот Ла Ла Короче Они хостов Еще ротируют Для того Чтобы Было Приблизительно Одинаково По Там Например На одном хосте У одного Чуть-чуть лучше У другого Чуть хуже Они Как бы Одному В одной Игре Дают Более Хороший Пин Короче Компромиссы Пытаются Найти Да Фоги С Беливом Я вижу Как Фоги Уже Попался Собственно Хотел Посмотреть Историю Матча Историю Матча Нет На новом Сайте Эх Что же Делать А Что же Делать Болею Я Болею Переживаю За Боих Тер Первая Карта Будет Люцифер Против Хэппи Будем Смотреть Именно На Этот Матч Я Приношу Извинения Тем Кто Голосовал И хотел Посмотреть Фогича Против Белива Но У вас Есть Возможность Благополучно Проследовать В известном Направлении А именно На стрим Фогича И Посмотреть Этот Матч Там А мы Заходим В игру Хэппи Хэппи Да Гифка Прикольная Конечно Такой Такой Момент Классный Фогич Унижает Фогич Апл Сгрин Апл Все Демократия Победила На губь Клоузол Готовы Будет Запись Стрима ДПС Сто Пятьсот Но Лучше Смотреть Это Не В записи Ну Есть Маленькая Вероятно Что записи Не будет Такая Маленькая Маленькая Потому Что Ну Мало Ли Что Случится Побьется Она Например Работаем Надеюсь Пинг Устроит Обоих Респаун И Несколько Изменились По отношению С По сравнению С Прошлым Траем С Богом Итак Люци Опять У меня Чатик Диска Итс Ах Ну Что Что Ты будешь Делать А Да Это Опять же Плановый Рестарт Надеюсь Что Плановый Рестарт Тогда я Спокоен Потому Что Там Локи На связи Все Хорошо Хорошо Болеем За Хэппи Вы Простите Меня Если Я буду Откровенным Образом Болеть Да Это Непрофессионально Бла 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 Но Я Неплохо Отношусь Клюцифером 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 Хорошим Ну Хэппич Ну Хэпич Лучше А Это У меня Только Так Рвет Говорят Ясно Локи Локи Здравствуйте То ли Необязательно Несколько Юнитов И Хэпич Приходит Хэпич Спалил Хэпич Хэпич Кто добил Я не увидел Кто добил Надо вообще В деку Тыкать И все Но оба тыкают В деку Разбегаются Хэпи вроде Позиционно Ну Нет Одинаково Все Даже ПХП Проблизительно Одинаково А Она работает И под водой Даже Вот Этого Я не знал Есть Хэпи Добил И девайс Взял Отлично Начало Просто Прекрасное Для Императора Авы Кстати Авы Подбил Еще скелетов Молодец Начало Хорошее Это точно Хэпи Все Убедился Что это он Поменять цвета Игроков Как я тут Это сделаю Уже не поменять Никак Это к ним Нужно На старте Просить Другие цвета Поставить Хэпич же Эльфом Был С какой Жизни Нет Нет Хэпич Не был Эльфом Хэпич Не предавал Свою расу Войска Вступили В бой Хэпи Очень уверенно Играет Он Кроме того Что выиграл Вот в этом Замесе Он еще Пошел Зачищать Нейтральных Монстров Которые На стороне Врага И причем Более Сложных Так скажем Получил Третий Противник Пока еще Второй Супер Так Увидел Понял Добил Успел Добить До того Как пришел Да что ж Аккуратненько Аккуратненько Тут второй Койл Он Очень сильно Помогает И мана У него Чуть-чуть Побольше Значительно Проще Там правда Скелеты Из-за них Отступает Главным образом Хэпич Четыре Скелета Ой Окружить Могут Финда Нельзя так Отдавать Финда Да-да Скелеты Разваливаются А он просто Не возвращался Домой За палкой Скелетов А Люци Соответственно Вернулся И купил Новую Эту палочку Надо лечить Опять Фух Отстрелил Скелетов Молодец Ну и теперь Как бы неудобно Потому что Перестреливаться Финды На финдов Плюс здесь Плюс один Финд И второй Койл Хотя один Но все-таки Есть Не стоит Надо Люци Как-то третий Получить Ну по идее Это его задача Ключевая А хайп еще Продолжать Крепиться Дожидаться Второго героя Он сразу Тыкнул Грейт на Т3 Скорее всего Аналогично Поступил И Люци У Люци Кстати Второй герой Будет значительно Позже Он сначала Сделал Слтерхаус Для обсидиановых Статуй И только потом Заказал героя Еще не заказал Кстати Вот он должен Сейчас тыкать героя Не тыкать Потому что занят Вот тыкнул Таким образом У хэпича Лич выйдет Где-то секунд На 15-20 Быстрее Купил ману Отлично Отлично Как бы не сглазить Он хорошо играет Так уверенно Хорошо контролен Книга ловкости Скроу за бейст Третьего уровня Все еще нет У Люци А тут на половину Четвертый Нужно Нужно крепиться Конечно Слтерхаус Тоже хэпич Конечно же Строит Не обратил Внимание я на это И можно забрать Второй магазин Потому что это чисто Тактически Очень правильное действие Потому что На затяжную игру Даже скорее Стратегически А не тактически Наличие постоянной Разведки В двух ключевых Проходах На карте Это очень Очень-очень Поможет Ну и плюс Тут хороший предмет Может выпасть Еще томов Эксперинс Может выпасть И противник С этим Пока у тебя Инициатива Есть такая хорошая Он сделать ничего Не может Поэтому решение Очень правильное Со стороны Дмитрия Единственное Что он выбил Руну Не в самом Удобном месте Она не все Будет просматривать Но Сапоги Выбил Что тоже Прекрасно Не надо будет Личью их Приобретать И можно сразу Вообще на красную Точку идти Правильно Абсолютно Эту красную Потом свою сторону Свою красную Забирать Правильно Реализует Сейчас Преимущество По Ну по Инициативе Назовем это так То есть Получше герои Чуть побольше Войск То есть Понимание Что если вы Встретитесь Ты скорее всего Человека Одолеешь И можно Замахиваться На более Серьезные точки В плане Криппинга Не боясь Что Противник придет И что-то тебе С Как-то тебе Помешает Поэтому Хэппи берет От От жизни Все Да Он Пытается Максимум Наиболее Сложные И важные Точки Закрепить Это Очень Правильно Извини Наспогиба Демирори Вообще Не очень В смысле А личи То почему Нет Декета Понятно Что не нужно Брать Если Вообще Не очень Он бы Их Продал Тут же Но Согласен Что Там Например Тот же Самый Амулет Маны Был бы Полезней Койл Койл Хорош Хэппич Добивает Еще большую Черепаху Из Из Подтишка Конечно Там девайс Никак Не Удачи Что Фу 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 Чатик Розенберг Давай Я тебя Назначу Назначу Главным По фу На сегодня Неси Добро И справедливость В чат Рейнджер К третьим Героям Ну и там И там Собственно Сайленс Дестройер Кстати Есть Грейт На Дестройеров Я не знаю Не хочется Эту Черепаху Отдавать У нас же преимущество есть по по уровню есть преимущество а черепаха все-таки убивает странно как это вышло первый грейд на так и тут 00 еще но хэппи был не не позади он до сих пор впереди взял отдал через карту сейчас точно не будет этих отдавать явно но это не помешает люци попытаться по крайней мере подрезать ту же самую черепаху или даже стырить койл 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 ну чего не тратим сайланс отличный сайланс на деку выпадает бутылек жизни scroll of the beast пошел вот это неприятный момент если destroyer of нет нечем снять то урон плюс 25 процентов это как 2 грейд на атаку то есть но компенсирует и даже получает дополнительный такой бонусный урон люци сейчас но хэппи как-то дико контролит правда да убивает финда закопанного здесь тоже финды правда падают 35 лимита но 37 лимита против 40 там четырех у хэппи больше и там правда ну там лич тоже 3 3 2 ловэлапа получает я теряюсь они еще цветами реально довольно сильно похожи destroyer надо ловить destroyer надо убивать уличали чель лича причем прожимает инвал лечит еще свою рейнджерку напоследок destroyer надо убить убили диск убил destroyer а хэппич хорошо хэппич вышел победителем безусловно из этой битвы 45 лимита против 32 до там были потери из той и с другой стороны серьезные но по уровню вы посмотрите тут почти четыре здесь дк там на две трети 5 надо час красную забрать правый верхний угол обязательную и ну что девайс еще немножко xp он получит на этой точке прекрасно хэппи идет на красную точку хочется дк 5 получить здесь даже не столько рейнджерка 3 лилич 4 хотя это тоже приятно войска 5 это прям веха всех героев будет распирать от хила хватает но можно получить 5 на этих черепахах и же точка которая ближе к базе и в общем то на карте осталось то только пара пара точек они все находятся на на территории хэппи это очень хорошо смотрите люца приходит на красную точку тут давным-давно даже трупов нет уже потому что хэппи закрепил и и магазин и кстати он спалил сейчас то что люца идет и куда он идет и может соответственно ему как то его как-то встретить а он его реально может встретить без особых проблем потому что лимита у него больше 50 чистого лимита тут 44 причем подкрепа там идет из ну это три три лимита от финда и герой у него еще лучше так что можно спокойно собирать ой рейнджерку рейнджерку нову окружает 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 рейнджерку начинает бить финда правда подставляет но убивает рейнджерку койл финда еще одна нового вражеского финда но успевает лететь койл закопка но был аж просветка 2 минус великолепно минуснул героя минуснул двух финдов потратил только одного финда молодец и выходит из лимита хэппич благодаря этому он получает с 5 левел очень уверенно играет хорошо играет хэппич очень хорошо играет но люц понимает что ему нельзя давать у него 3 дк 3 против 5 он понимаешь ему нельзя давать так просто качаться ну с другой стороны когда он нападает сразу же ловит одного дестройера хэппи второго дестройер это минус 10 лимита минус 1 дестор ой как он сэвит своих минус 2 дестройер правда теряет тележку теряет финда но но тут не осталось уже у люц практически ничего что это такое там финт и два героя гг до свидания уверенно уверенно не на какой-то там халяве не на не зарашил не подловил как-то на лаке не не девайс ему там выпадали мега крутые а просто в шаг за шагом он его обыгрывал не отпуская преимущество ни в один из моментов то есть он его вначале получил неплохое и не отдавал до самого конца то это только наращивал его никаких нервов при просмотре этой игры только уверенность в том что такая солид плей что называется такая очень уверенная игра нет они не будут так хотя ждем когда будет вторая вторая карта обеща глянул краем глаза как там как там у хэпича дела да с удовольствием это люцико на корейском пишу я даже на русском пишу хэпи не понимает но потому что они не отображаются русским нечей пожалуйста горит нам зиру так но вот айлс кажется будет следующей картам там уже гифок нарезали это бэк ту варк риф 3 подтянулись кастеры зарубежные фух надо сейчас закрепить это дело надо закрепить надо дойти до финала а там конечно там конечно фокус фокус злой но надо да давай лучше так если холодненько это указать а чё это мы мы пьешь слышишь слышишь бесстыжие меринда господи еще выпускают двадцать лет прошло какая гадость так гейм 2 заходим это оно химия химия одна да что дают то и пью даешь кстати после туриков фуфа да конечно с 11 участников и участники будут рады после изматывающего турнира поиграть еще фуфашечкам я тоже буду ну я то не такой буду уставший скрытая реклама какая жена скрытая ну что прохладный напиток апельсиновый вкус приятный приятный рекомендую меринда вкус детства покажу как вкус 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 морков не что не не а За вкусом морков Теперь зеленый Я лучше чаечко попью Ну конечно скрипка, у тебя там меринды нет Иди пей там свой чай Еще зука на стриме Ой, зука, это вообще На 2 литра Маленький пакетик концентрата Цвета А, уже хпи си не поставил Спасибо за Более Колор Император Так, он поймет Сейчас, подождите Попробуем подслушать Тихо Я не знаю, он комментирует Или Смайлик поставил А вы, май лорд Крипи волнуется Он по столу стучит Ну хотя синий, синий есть Пофиг Синий уже хорошо А то там был голубенький И серенький Вот это было Это было не очень Все, поехали Вторая игра На карте Нома тайлз Андетт против андеда Но один из андедов Наш Так что Так что Там стримят чуваки Там один Стример Гринфилл Говорит лагал У фокуса Было такое Было такое Не хочу сдавать Человекам Ну это Он не ливал В прошлый раз Вообще Надо его было кикать Конечно Майнер еще пишет Плиз Офигел Гринфилд Если ты слушаешь Ты вообще Неправильно себя ведешь Во-первых Ты в прошлый раз Не ливнул Когда начинал лагать Во-вторых Еще общаешься Как Ладно Майнер Плиз Ух Работаем Леонтий перевел 200 рублей Увеличив призовой фон Турнира До 120 632 рублей Сообщает Восславим Императора Я ливнул Я ливнул Майкер До конца Был обратный Отчет С тобой Ливнул ты Или не ливнул Но все равно Мы все видели Эту плашку До конца Ну понятно Там еще В чатик Еще спорит Как он смеет Так вообще Обращаться Да Он Субординацию Абсолютно Не Не соблюдает Где Хэппи Где он Как бы Вообще Казнить Казнить Привет Привет Новым зрителям Здравствуйте Вы Не совсем Вовремя Подошли Но пока Еще Не упустили Они не агрятся Не упустили Всех Матчей Финальных Там Сейчас мы Смотрим Полуфинал Полуфинал Хэппи Играет Против Люцифера Фоги К сожалению В лузерах Надеемся Что он С Беливом Справится В финале Уже Определился Один Финалист И Это Фокус Он ждет Победителя Данной пары Мы конечно же Болеем за Хэппи Хэппи Пока что Ведет 1-0 Причем Прошлая игра Была такая Уверенная В исполнении Императора И это Радует Разведку Правда Хэппич не Сделал Он увидел Что противник Пришел Слева То есть Понял Откуда Откуда Ветер Дует И Но сам Не решился Строить Дополнительного 6-го Акалита Для того Чтобы сделать Разведку Сэкономил Да Правильно Лето Но ничего Нового Люцифера В принципе Не мутит Тут Такого Стратегия Та же Самая Финдов Открываемся Только Там Три Гули А здесь Две И Соответственно Апгрейд А Не Тут Мутит Как Раз Он Он Как Раз Мутит Он Не Финдов Играет Он Как Будто Фастгарг Играет Пошел Харас Развел На Эту На Обсидианку Ой 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 Ну Хэпич Ты должен На самом деле Догадаться Что Это Не Просто Так Оно Произошло Надо Коилу Первый Тратить Да Скелетов Что-то Масса Просто Масса Акалита Достраивает Хэпич Одного Уже Теряет И рубка Работает Скелет Там Отдаются Это Да Надо Еще Одно Один Коил Потратить На Этого Надо 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 Ну Хэпич Ну Второй Акалит Падает Надо Заказывать Еще Одного Акалита Очень Плохое Начало А там Т2 Там Очень Быстро Т2 Мойска Вступили В бой Вот это Начало Счет 1-0 Пользу Хэпи Пинг Думаете Там он Очень Долго Даже Если Пинг Был Три Секунды Было Видно Что Этот Акалит Он Уже Нуждается В Лечении Так что Я бы не стал Тут На Пинг Пинг Это Когда Резко Что А ты Вроде Как Сразу Реагируешь Но Не Успеваешь Задил А там Этого Калита Было Видно За Пару Секунд Пинг Войска Вступили В бой Да Но С другой Стороны Есть Финды Криппинг Происходит Поживее Все Таким Болеем Болеем За Дмитрия У него Грейт Ближе К третьей Противника Доделывается Уже Сейчас Так Краб Скелету Даже Не дали Возможности Добить Краба Хоть Она И была Такая Сверх Маленькая Капич Переключился И Все Правильно Сделал Второй Левел Против Два С Половиной Бойска Вступили В бой Ни одного Скелета Хэппи Не убил Двух Потерял Ни одного Не убил Хотя Вот Этого Может Убить Он От Старости Умер Ой Недоконтроливаем Мы С вами Тут Сейчас Хорошо Отконтрол Одного Скелета Раз Покрепиться Бы Конечно Хочется Но Нет И Фаст Очень Очень Быстро Грает На Т3 Хэппи Паузит Говорит Я Лагаю Все Время Вот Возможно Кстати Все Таки Да Тот Экалит Какой же он душный Говорит Аклейн Ты видимо Не играл За Хотя бы Даже За тысячу Долларов В турнирах Не знаешь Какое там Напряжение Психологическое И что Тебя Может Отвлечь Любое Вообще Любая Мелочь Может Тебя Сбить С толку Там Напряжение Это Серьезное Особенно Когда Речь Идет О Пинге Который Сверх Сильно Влияет На Игру Душный Ты Сидишь Там Дома Чаёх Попиваешь Смотришь И тебе Скучно Смотреть На Паузу А Люди Играют Стараются Им Пинг Мешает Где в этом Горит Типец Не удивлен У него Диск Клохо Дисконнект Пишет А Славно Мой Интернет Пиздец А Славно Мой Интернет Пиздец А Нет Все Вроде Вернулся 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 Это плохо Это русбрейн поддержал призовой Я просто закинул С этого с кошелька Пока stream happy Там та же самая картинка на паузе Ну только на В другом месте Вот здесь вот Что там показывать Если там вебки нет Только запаузена игра Зачем показывать Если ты можешь зайти на stream happy Посмотреть что там И все Может переиграет Так переигровка не поможет Потому что Если у него останутся проблемы с интернетом То переигровка не поможет Надо только надеяться Что он как-то там решит Или оно само пройдет И они продолжат играть Сейчас же он реконектнулся Foggy Belief 1.0 Yes Это очень хорошо Техлус могут дать Да, могут дать Техлус Ну он просто скажет Я не могу играть на этом хосте Ему скажут, что Ну точнее не на этом хосте Куда более высокий показывает Чем обычно Там дело не в хосте Говорит, я типа сам не могу играть И все Обалдеть, блин Может там какие-то проблемы У меня же тоже сегодня с интернетом Какая-то ересь была Чатик несколько раз отваливался Может это у магистральщиков Какая-то тема Эх Может реально посмотреть Пойти пока Foggy Чем Он только Закончил первый матч А, и начал второй, да Мы можем его посмотреть Потому что в любом случае Мы находимся в игре с Happy Если там что-то нормализуется То мы сможем Сможем вернуться, да Наверное, вы не против Итак, Foggy Находится сейчас, к сожалению В лузерах В нижней части сетки И играет с корейским Undead Belive Что мы с вами как раз и наблюдаем Сейчас на экране Так Сейчас, секунду Мне нужно еще сделать так Чтобы, да Вот, лучше так Чтобы было видно И запаузенную игру И при этом еще трансляцию На втором мониторе Не прокачал пару левелов Я не знаю в чем смысл По крайней мере Миссы там можно прокачать Но может быть там есть Какая-то тема Что если два Два склепа То нужно прокачать Например Хотя тогда все равно Ты должен качать Миссы И этот И эмаляцию Гули как-то много Подозрительно даже Foggy, говорит Должен осилить Belive Foggy с Happy тренингс Sorry, go Говорит Happy Сейчас попробуют они стартануть Но я пока Показываю Foggy Посмотрим Если тут игра будет Ити ровненько То Войска вступили в бой То Вернусь Да, вроде молчат Поэтому В смысле Happy Ничего не говорит Поэтому я возвращаюсь В игру Нормально все, да? Переключилось Вроде хорошо Ой, хорошо Добил, добил И взял девайс Happy Чемпион Нет Нет Он Он просто молодец Пока что Третий левел Великолепно Койл правда Залетел не от него Но главное Что он добил Саму Эту Акашу Как она Зовут Из дотки Такая С блинком Акашем Ну с ультой Еще Сейчас напишут Хавк Точно знает Добил Взял девайс Получил третий уровень Молодец Есть уже неплохое Такое преимущество По уровню Плюс Еще тут ДК Довольно таки бит Суккуб Ну да Но Квина Квин Квин оф Пейн Квапа Точно Квапа Квапа Королева боли Квин оф Пейн Войска вступили в бой Да, да, да Все, разобрались Тест на дотеров На выявление дотеров в чате Прошел успешно Я предлагаю просто Переписать никнеймы И забанить чуваков На следующую трансляцию По Варкрафту Потому что как бы Что они вообще здесь делают Да Немного героя Возможно дота Нет Немного доты Возможно герои Мемчик На серьезные Такие точки Замахиваются Люци На него арба Правда есть У него Быстрее технологии Получаются Хэпич Далеко Еще не сделал Грэйт на Т3 Зачем он Кайлит Так Отчаянно Неужели Все ради времени Другой предлагает Забанить себя Да Да Не, ну я-то не вспомнил Сразу Значит Меня можно простить Прикольно Он крипит Тут Получил Во-первых Энвол 25 секунд И этот Предмет Он Он очень хорош Особенно Учитывая тот факт Что Тут постоянно На героев Покушаются Постоянно Хиро килл Самый разнообразный Сочетание с Сайленсом Там С попытками спасти Постоянно С кайтом А тут Хопа И полминуты Беспредела Практически Ну посмотрим Что Выпадет Хэпи Если вообще Что-то выпадет Потому что Прямо сейчас На него Люца идет Ой Тут Хекс Еще Ой Арбу Притаскивает Но Нас Нас ловит Нас ловит И это Проблема Ой Решает В деку Сразу Удариться Где 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 Койл Ну А Сайленс Там Ой Опасно Инвол На инвол Лечение Там Откатится Пока КД Финт Откуда Но Сейчас Инвол Мимо На самом деле Пока Сражения Нет Этот Большой Инвол Он Просто В молоко Просто В молоко Войска Вступили В бой Рейнджерку Ждем И только С ней Пойдем Биться Тут Самое Слабое Место Это ДК Но У него Как вы видите Есть большой Батулек Жизни И он Может Еще Инвол Купить Да Так Получается Опять Квапа Умерла Как она Вообще Стоит На миде С таким ХП Ой Хорошо Сайленс Хорошо Хорошо Передает Инвол Заставляет Хепич Выпить Инвол Люцифера Очень Своевременный Сайленс Был Еще Тут Накидывают Накидывают Гнолы С руки По обсидянке На-ка На-ка Давай Минус Финт Так Хепич Тоже Перегруппировается Ой Дестройер Вообще Никакой Сетка Есть Убили Дестра Койл Где Ну Ладно Койла Видимо Нет Нет Койл Есть Один Вот Он его Тратит Сейчас Защиты Уже Никакой Сайленс Пошел Ой Надо Отсюда Валить Надо Точно Отсюда Валить Там Новый Конечно Нет Но Надо Валить Он Еще Сожрал Видимо Для Новый Но Этим Уже Не Закрипится Такую Точку Хотя Три Героя Нет Обсидианки Нет Сверх Рискованно Мага Он Просто Видимо Убьет И Свалит Отсюда Хэпи Старается Бежит Он Понимает Что Может Крепится Враг Эту Точку Выбивается Ошейник С шипами Пока Нет Дестройеров Он Может Подрешать Надо Цеплять Надо Разводить Ну Или Крепится Забирать Этих Товарищей Все Ради Опыт Практически Четвертый Левел Уже ДК Получил Но Предметы Предметы Гига Мудрости Два Левела Отлично Тут Три Два Тут Там Тоже Почти Три Три Лич Скоро Получит Третьим Вообще Можно По красным Ходить Не Не Заморачиваться С Желтыми Просто Собирать Самые Самые Жирные Такие Точки Ну Новый Где Ринджа Не хватает Под Новым Ладно Вот Зря Наверное Он Отвлекся На Врага Надо Было Просто Под Шумок Крепить Красный И Все О Тут Свен В смысле Этот Властитель Властитель Стоит Хэппи Очень Быстро Его Подрезает А Из него Что-то Выпадает Вообще Я Не Увидел Предмета А Девайс Выпадает Опять же Из другого Не Самый Плотный Подруги Ну Хорошо Привет Каныч Эту Красную Б3 Взять Свен Свен Еще Дотер Активизировались Я Вас Уже В первый Раз Всех Переписал Вам Мало Что-ли Это Очередная Проверка Которую Вы не Прошли Хэппи Пытается Ой Хэппи Пытается Просто не дать Закрипить Посразу за эту точку Пробует Тут Ой Опасный момент Потому что Вызвали Отского Этого Хеллхаунда В общем Вызвали Хеллхаунд Все еще жив Опасная Тварь Ее бы Отфокусить Ее бы Отдиспелить Потому что Она тут Высасывает Ману По соточке Как Демон Хантер Третьего уровня Сайленс Лечу Очень плохо Лич Может у Хэппи Умереть Умрет Скорее всего Умирает Лич У Хэппи Больше лимита Но без Лича Это вообще Не то И высасывает 75 маны Прям под Коил ТП Есть Если что Почему Он нас С этого Да Телепортируется Хэппи Все плохо Плохо Потому что Минус герой И противник Сейчас еще покрепит Эту красную точку Хэл Хаун Почему он его не фокуснул Там жизнь И кот Наплакал Его даже Так же Его проще Фокуснуть Чем Финда Потому что Защита у него Другой Финды без штрафа Бьют Плюс Он опаснее Вообще всех Финдов Его не подлечить Еще Насколько я понимаю Коил Хотя он Вроде адский Но он Живой Он из ада Ой Там дракон Умер Да Нужно где-то Урывками Урывками Получать Еще экспы Тут есть красные Точки Я правда Не знаю Как до туда Вообще дойти Добраться До нее Вброд Видимо Моя Вброд Как вброд Или это Остров Вообще Это Остров Я Поймал себя На мысли Что даже Не помню Кто там Стоит Кажется Там Три голема Стоят Но Их Настолько Редко До них Добираются А Коэли Сочетаются Андедом Понятно Его Коэлить Можно Тогда Тогда Да Только На дирижабле До этих Красных Точек Можно Добраться Вся карта Закреплена 4.5 Почти 4.3 4.5 Почти 4.3 Ну ладно По героям Более-менее Ровно Еще Если Хэпич Сюда Зайдет Там Кто-то Не добит Точно А Вот еще Здесь Кто-то Тоже Не добит Ну Просто Соколик Ой 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 Ладно Добиваем Покупаем Там Инвулы Какие-то Наверняка Тут Еще Желтая Точка А тут Кто Остался О Дракон Бронзовый Дракон Моя Вступили В бой Глок Проигрывает По экспем Потому что Четвертый Лич Это Проблема крабы им которые были забраны в хэппи на самом в самом начале сейчас очень помогают но хэппи нападает убивает околитов 1 минус 0 2 минус ну там что телепорта нет что ли телепорт есть телепортируется рейнджер к джейнджер к уходит минус 3 насколько я понимаю колит или 44 колита судя по трупам гули живые и трупов гуле нет неплохой был забег тп на тп плюс еще потерял какую-то часть денег не добывает еще деньги потратит на колитов great да кстати важный момент тут единичка на атаку тут 3 1 вообще 3 1 только героев убивать чем быстрее тем лучше интересно хэппич про ой хорошо дестройера свалил словил сражается под мэйном теряет теряет в дестройера теряет финда 4 валича получает куча мало ни черта не понятным сайланс диспл тут же идет вижу рейнджерку бьют венгул сайланс еще ой снимает сайланс лечи алё лечит 50 48 против 53 типа хэппича побольше но обоюдные потери финдов до 47 на 45 леча лечит на последний хитах хэппи 5 дк 5 дк там 5 дк там тоже 5 дк отстаёт хэппи деку его бьют сайланс где сайланс бутылёк нужен два бутылка езает снова койл сумасшедший контроль я не успеваю вообще смотреть за тем что происходит в результате стоит столько дестройера потому что именно они могут пережить ту же самую нову ай лич выживает да увлекательный этот андет на андет ни черта не понятно если не подготовлен маны нет маны нет куда лезет хэппи только-только сейчас на первый кайл по и появилась манка там грейды 31 нас 10 ну кстати очень хорошо что хэппи удалось с таким колоссальным отставанием по грейдан на 3 грейдан отставал в сумме еще как-то хорошо закончить эту битву летает проверяет ищет может кто остался по хрикингу находит последнюю зеленую точку есть еще на островах предположительно големы в койл вражеских андетов никак не кинуть поэтому да фоги выиграл говорят ес ес надо обязательно фоги че посмотреть дальше ну дальше может быть с фокусом с финальные финальная игра финал виннеров острова закрепить десторами если там голем это десторы вообще не помогут никак поэтому 5 4 и рейджер скорее все тоже близко к четвертым да почти 4 а у хэппи 5 4 рынчик где а вон он тоже не так близко но тоже ближе к четвертому все сидят на лимите 50 копятся почему без экспандов играет наверное потому что их сложновато именно колитов сложновато защищать они легко харасятся и десторами и даже если на мэн ты можешь забежать а колитов поубивать то что делать с такой открытой базой тем более все прекрасно контролируется шейдами десторами поставить на халяву на таком уровне экспу тебя не получится а если а если получится то опять же встает вопрос о том а как это лучше дефать как а колитов лучше дефать они вынуждены пойдут сейчас поставят базу потому что деньги тупо заканчиваются и так или иначе это нужно делать но рисковать в процессе ставить значку это конечно так себе идея а у всех инволы 3 инвола у хэппи тут раз тут по 2 инвола даже у лича 2 инвола есть а рейнджерка что рейнджерка тоже 4 инвола против трех по полной программе затарка хэппи готовится выйти в лимит 80 я не знаю как ему хватит 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 ли ему денег на это все дело наверное попродавать sacrificial пит он продает грейвьярд в грейвьярде доделаться 2 грейд на атаку а там 32 грейды уже до шейда тут вражеская гуляет видит неужели не будет ставить базу хэппич до дестройеры пошли в атаку хэппи видит шейдой своей что там намечается экшен но мы по грейдам сильно проигрываем хотя пофиг какие грейды у дестроф самое главное какая атака то есть по атаке 32 ну потому что по по армору кто дестройров убивает они им пофиг финдов нет сейчас поэтому решает исключительно атака 62 лимита против 71 хэппи все хуже и по лимиту хуже и по ну хотя и по лимит он сейчас догонит дестроф еще заморфит парочку но грейды до грейды тоже хуже инволов у него меньше 70 лимита на 71 господи такой такой ужас просто смотри я в такой мир он не смог бы играть очень очень он своеобразный лимит дестроф на лимит дестроф никто никого бить не может надо как-то до отстреливать дестро этого дожидаться обсидианки 75 лимита сейчас койл прилетит конечно же грязь просто грязь ну что работаем поехали новая идет в рейнджерку хэппича получает койл опять фокус по рейнджерки у него есть инвул она перегруппировывается снова койл хорошо там сетка есть сетку кого-то кинули я не понял кто там лич еле 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 живой дк очень бит его хэппи дк можно дк убегает ой тут хорошо тут рейнджерку немножко новый подрезали схавали тут тоже дк битый а видимо дестройеры просто тыкаются в дк у них такой квест какая грязь это су это просто сумасшедший дом какой-то там нет инвулу у деки у вражеского дестройеры на дестройеров никто ничего сделать не может тут главное кто убьет героя 62 лимита против 72 хэппи вот как это так сейчас что-то анклав из меня выбирается войска вступили ничего себе вы видели не минус околит тут плюс хорош по лимиту плюс 13 невероятно невероятно инвул 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 три инвул у хэппича есть хотя тут обсидианка есть вот в чем косяк нужно срочно накопить бабло на обсидианку только что продавать вообще непонятно а хэппи начинает раз зигурата месить давай он продается зигурата одновременно заказывает обсидианку хорош ва банк ва банк да финдов нет финдов нет дестройер могут постепенно-постепенно убивать базу это сумасшедший мучап сумасшедший мучап и сумасшедшее исполнение жалко тут не рубка есть хорош от фишечка фишечка и у него появилась тележка у него эти тележки 200 голды еще появилась все восстанавливаемся потихонечку правда тут сфер уже восстановился хэппи опять же видит шейдой что тут как бы уже намечается заварушка может просто тыкнуть деку может просто полететь и тыкнуть деку там тоже продажа идет он тележку выбивать собирается тележку спаси тележку тут тележку не спасти вот они самые ценные юниты а дестройера поднял понятно нет или не поднял это свой дестройер тележку убили убили ну и тут тоже тележку убьют а как иначе то лешки не живут такие такие темы психованные вы понимаете что самый ценный сейчас юнит о дестройера подрезал это тележка тележка карл тележка не пол пачки дестройеров которые колесят а тележка вся дестройер работают на то чтобы убить тележку одну тележку шейду бы еще покарать вражеском там шида одна за одним другая с другим бегают хэппи кажется хочет поймать вражеских героев они вышли с базы они от откололись продажа и ну и ну ул у всех и нул всем и нул пацаны надо ловить тыкать в деку но в него кажется спалился сейчас вступили в бой хэппич истры полетели какая напряженная игра вообще ничего не понимаю что происходит телегу можно рабами сечение серьезно шейда минус у хэппи а в алюминает он не может пойти вообще вряд ли нова хорошо в деку до зашла нова нова влеча лечи леча лечит леча и дестры погнали этого тут на перерез деке бегут герои ой поймать бы этого упыря хочет его прямо на дороге встретить по пути к базе есть там инвол и нова 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 инвол за ним за ним за ним за ним в погоню сайланс хорош нова отлично по деке давай преследуем преследуем у него нет у него нет инвола леч такой прям летит прям летит вперед нова нова есть нова давай добивай его да ладно свинюка вообще хорош последняя нова последняя откатилась я чувствую чувствую минус дк 2-0 хэппи выходит в финал и будет играть с фокусом фух класс ну что ну смотрите во первых давайте взглянем на нашу замечательную сеточку фоги не играет хэппи не играет и скорее всего надо сейчас нам с вами определиться что мы будем смотреть да мы будем смотреть хэппи в с фокусом они фоги против кого-то я не помню кто после фоги был сейчас секунду сейчас сейчас сетка сетка да сейчас еще не зайду в турнир естественно потому что не отображаются у нас текущих турнирах отличный фикс скиньте пожалуйста ссылочка в чате спасибо так ну вот собственно наблюдаем верхнюю сетку фокус против хэппи и в нижней сетке люцифер против фоги блин люцифер против фоги так давайте попробуем тогда провести голосование возможно возможно будет все не так однозначно Голосование будет своеобразное Может мне Не, не получается О, создал голосование Кто-то молодец Давайте создаем Голосуйте Что смотрим? Хэппи фокус или фоги люцифер? Это важно Большинство за хэппи Но хэппи будет тяжело Вы же понимаете, что люцифер Ой, в смысле фокус Фокус орг Орг андет Понимаете, мэтчап такой С подвохом И Будет очень тяжело Плюс это фокус Голосование всегда выберет Хэппи, так как у него комьюнити больше Хэппи говорит, что сейчас очень хорош с орками Так вообще замечательно Ладно, тогда смотрим хэппи Почему нет? А если вам хочется посмотреть фоги Напоминаю, что есть возможность посмотреть Прям под первого лица И все Миша, давай таки фоги Русбрейн пишет Не делай этого Нет Русбрейн И тот, и другой стримит То есть при желании Можно и того, и того посмотреть В этом нет проблем Good game, стрим-сервис Понимаешь? Варкрафтеры Все стримят Посмотреть можно Так что тут как бы А, тогда ок Вот, фух Я уже думал, что скажут Либо я там Либо Посмотришь Хэппи В смысле фоги Добрый вечер, Шарк Атак Добрый вечер всем, кто присоединился к нам В этот замечательный субботний вечер Чем дальше, тем интереснее Хэппи прошелся великолепно по сеточке Сейчас я еще разок посмотрю Как он там Кого он там Чаймика Лоулит Собственно Люцифер сейчас И вот С фокусом Будет сейчас В данный момент играть Ну, в смысле В самое ближайшее время будет играть Призовый фонд На данный момент Составляет 120 тысяч Шестьсот тридцать три рубля За первое место Победитель получит Шестьдесят тысяч Триста восемнадцать рублей Это почти Так же, как в стрим-марафоне За топ-3 Но в стрим-марафоне Это и как бы Месяц Ну, или неделю, если Две недели А тут Хоп Из-за вечерок Халява Приходи за вечер Забирай Призовой Надо только в варкафт Иметь играть Уметь играть Люцифер старикан Уже Ему не стоило Лезть на хэппи Надо было поставить Экс Понятно Хэппидорс Брейн Выиграл Семь турниров Подряд Включая три гирокапа Подряд Хорош Вот это вселяет Уверенность Но Начало вот в этом матче У него было очень Не очень Ну, возможно Из-за пинга Запись идет Все хорошо Ждем Они скорее всего Сейчас будут некоторое время Черкать карты Выбирать Выбирать бота Филс Бэдмен Это на респе У меня такой нос Получился Видишь Аллергенный нос Не намучаюсь Геймнейм Люци Это для Фогича Но я не уверен Что стоит Стоит Даже заходить Что есть риск Что мы пропустим Просто Хэппи А есть риск Нет, нет риска Он маленький Я зайду лучше А на втором мониторе Буду смотреть За хэппи Пока хэппи Не начал Меринда Если вы пропустили Вкус апельсина Без искусственных ароматизаторов Без искусственных ароматизаторов Только естественные ароматизаторы Рекомендую Пошел обратный отчет Ну давайте Хотя бы Краем глаза Посмотрим Фоги против Люци И Пока хэппи ждет Но вы кричите в чате Если что Если там Хэппи начнет А я не увижу Это же отрава Да Что принесли То и пью За что заплатили То и пью Блин Захожу второй раз К тебе после паузы И снова реклама Меринда Но она тут постоянно Тут как бы Как не зайдешь Всегда она будет А там уже Фокус говорит Хэппи го Да, вижу Хэппи говорит I'm here Мы вряд ли успеем Что-то более-менее Сносное здесь Посмотреть Потому что Пока Минуту-две Они еще будут Раскачиваться Крепиться Потому что Создадут Хотя Черкают Карты Скидывают Список Да, да, да Еще вдруг С хастами Затянется Мишень У победителя В верхней сетке Будет преимущество Над победителем Нижней Да Они будут играть В бо 5 У победителя Будет преимущество В одну карту Играет Играет У них только Одну серию Best of 5 Соответственно Такие же Правила Насколько я помню Были и на прошлых Разбрейнкапах Поэтому Все привычно Если ты выйдешь То мораль фоги Упадет Не делай этого Ну тут Многие Известный Член команды Goodgame Сод Первый раз Его слышу Тоже ливнул Кайсерис Ливнул Они пока черкают Ну фогич Начинает Криппинг Стандартный Весьма Здесь Гули Гули мои Гули И скорее всего Будет выход С тех же самых Гарг Потому что Карта такая Ну помните Как хэппи Здесь играл Превосходно Так Хэппи Черкнул ЛР ТМ ТР Антартл Рокки Да Не хочет Фокус Играть Хэппи Говорит Ты хиперок Фоги Просто Отливаешь Из его игры У меня Раскусил Я ненавижу Эльфов Пошел апгрейд Довольно ровный На самом деле Криппинг Сирклетка Сейчас будет Тоже апгрейд На Т2 Давай Жми Уже пора На пару секунд Чуть позже Но зато Виспов Развел Все Отлично По ключевым точкам Правда Вот здесь Привычного Виспа Нет Любит Там Вешать Сейчас Придет Я вот чувствую Что этот Висп Нацелился На вот эту Ёлку Крайнюю Предатель Он крутился Вечно у другой Ёлки А сейчас Пошел С этой Крутить Не ожидал Я такого Отвиспа Здесь нормально Свертятся Сразу видно Что происходит А тут Зачем Вообще Здесь Он должен быть Так Секрет Вэли Будет Первая Карта У Фокуса С Хэпичем Ну Матайл Старая Я Выхожу Простите Меня за Все Там Игру Создали Прошу Прощения Что Ливнул БМ Да 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 Вот Хоть и Хоть и Не Заходи В игры Если Вы Хотите Посмотреть Как Фоги Играет С Люци Заходите К Фоги На стрим Добрые Люди Сейчас Через Несколько Секунд Скинут Ссылочку В чатик Чтобы Вы Смогли Пройти И Посмотреть Не Не Печалились Не Расстраивались Отписка Просто Папа Пишет От БМ Эх А как же Обзбак Обзбак Не слышал Таком Повежливые Плизки Вот Скинули Ссылочку На Фоги Даже Несколько Раз Ну а Здесь Не факт Что Они Сразу Будут С Нормальным Пингом Смотрим 200 Миллисекунд У Хэппи 160 Оу Хэппи Чуть Получше Даже Пинг Нормально Хэппи Гоу Та же Самая Карта Кстати Что И У Люци С Фогичем Гоу 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 Поехали Все Вот теперь точно все Работаем Вспомним Вах ТВ Когда Левал В то время Да Здесь Другое дело С Богом Финал Верхней части Сетки Кореец Фокус Против Нашего Соотечественника Дмитрия Костина Скромного Андеда Из Москвы Андеда Из Москвы Дима Дима Конечно Дима Андеда Из Москвы Можно Сюткино Перепеть Очень Сразу Подходит Ну Кто Кто Его Не Знает Да Хэппи Конечно Хэппи Если кто Помнит Песню Слова Прям Кладутся Отлично Собрались Сорками Особенно На карте С фонтаном Конечно Справляться Сложно Я не знаю Как это будет Делать Хэппи Но говорят Говорят Что он в отличной Форме И против форка У него все Весьма и весьма Неплохо Да и ВЦГ Последний Совсем недавно Тут был ВЦГ У нас Его выиграл Андет Вот Китайский Тед Поэтому Наверное Что-то есть В этой расе Такое Хотя Флай Вроде был Еще Ну Орк В общем Хватало Всегда На ВЦГ Болеем Болеем Естественно За Дмитрия Костина Особенно Вчера Когда 0-4 С флайм С флайм Вышло 0-4 С флайм Ой Не ну Орки Они такие Они очень Опасные Они очень 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 Опасные Выходит Блэйд Блэйд Убежал Магазина Нет Но ему Плевать Вообще На магазин Потому что У него есть фонтан И он Там Подхиляться Может Абсолютно Спокойно В любой Момент Времени А Последний ВЦГ Выиграл Тиаш Значит Предпоследний Тед Выиграл Да Совсем Недавно В 2012 Финале С флайм Да Да Бьё Бр Точно Это точно Хорошая У вас память Радует А разве Последний ВЦГ Не Мун Проиграл В финале Да Мун Проиграл Тиаш Получается Демазик Перевел 1000 рублей Увеличив Призовый фон Турнира До 121533 рублей И сообщает Когда Икс Чем Где мой 2010 Икс Чем Икс Давайте Не будем Об Икс Чем Сейчас Когда На дворе Варкрафт Современнейший Как раз Вот Скоро 2017 год Останет Время для Варкрафта Заживем 2017 Объявлен Годом Варкрафта Когти Выпали К сожалению К Большому Фокусу Ну Хэпич Чего Он крепится Старается Скелетов Там На лалах Отводит Подводит Это финал В верхней части Сетки Внизу Еще много Движухи Поэтому Сразу После этого Финала Мы Перенесемся И будем Надеяться На то Что Фогич Там Жив Здоров И будем Болеть За него Войска Вступили В бой Да Но есть Конечно Колечко У Хэпича Оно На самом деле Для деки Не такой Плохой Девайс Что у него Родного Армора Ай 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 Не доконтраливает Койл Койл Влетает Слишком Рано Не хватает Там Буквально Пару Тройку Хитов Гнолу Чтобы 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 Я слежу Фогич Отбился От Хараса Гарк ставит Нычку Молодец Молодец Нычка против Гарка Это мы Сегодня Озвучивали Уже Хороший Расклад Вот Один Маленький Гнол Паразит И сразу Столько Проблем Нет Ауры Нет Регена ХП Нет Мобильности Сразу Орк Тебя Еще Палит Хэппи Просто Пытается Отойти Чтобы Не Повелся Сейчас Фокус За Основной Армией Ему Нужно Все-таки Сейчас Взять И Закрипить Хотя бы Кого-то Чтобы Получить Второй Уровень Он Думает Что Криппинг Происходит Здесь А Нет Криппинг Гораздо Более Дерзкий Происходит На Фонтане И Возможно Даже ДК Успеет Взять Девайс Зря Кстати Виндвог Не Не Юз Но Не догадался Фокус Что Что Финды Находятся Там И они Наверное Ой На Перерез Три Гранта Ай Давай Хэпич Ой Как он Вышел Замечательно Из этой Ситуации Ну Койл Нужен Ой Блочит Еще Молодец Ну Кайли Кайли Пора Второй Крит Читер 15% Сработал Он там С одного Удара Не добивал Его Но 15% Шанс Крита Да Прекращай Критовать Слышишь Да У него На 5 Ударов 3 Крита А должно Быть 1 Крит На 5 Ударов На 6 Ударов Даже На 6 Да Локерок Может он там Что-то покрутил Подкрутил На этой карте Может у него Критикал Не тот Как-то это Неправильно Я конечно Видел в своей жизни 3 крита подряд Войска Вступили В бой Ролики Наверняка На ютубе Тоже можно посмотреть У фокуса Всегда так Да мне кажется Он что-то Темнит Подкручивает Явно Подкручивает 100% Надо Близзард Написать Опять же Потому что Они явно Не досматривают За игрой Ну Очевидно Очевидно Где-то Дырка Опять Крит Давайте Просто Считать Криты Если Не 1 К 6 То Забаним Просто фокусы И все На батлнете Напишем Близзардам Письмо Смотрим Ой Палево 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 Оп Просто Армор Хекс Опасно Скроф спид Аккуратненько Аккуратненько Давай Тут Угульки Подходит Очень вовремя Кстати Спиритволкеры Койл Блин Койл там Далеко Не второй Умирать Опять Крит Опять Крит Рож А ведь Снова Нет Что-то Что-то Ладно Хорошо Хэппи Там Пробует Подрезать Грандап Вроде Как Получается Ему Даже Помогает Сеткой Ну хотя Нет Нет Не помогает Там Спиритлинк Хорошая защита Рейдеры Гады Третий Блейд Уже Ё-моё Обсидианка Приходит У фокуса Вообще Все уходит Все уходит У него Успевает Подсейвить Финдов Надо выкапывать Двух финдов Из трех Подрезать Грунсера Вот этого Да У А Первый раз Вообще Гранд Умер И вроде Гули Вроде Скелета Вроде Все есть Тут было Землю сюда Кидать Пораньше Такая Грязь Там Второй Сыха Фокус Так Контролит Шикарно Просто Шикарно Войска Вступили В бой И продолжает Нарезать Обсидианки Он Такой Затаренный Сир Клетка Эти Реген Даже Две Перчатки Неплохо Заходят 34 Лимита На 43 Преимущество Очевидное Очевиднейшее Преимущество У фокуса Хэппи пытается Как-то где-то Что-то Подкрепить Надо Нужен Во-первых Третья ДК Сейчас будет Гули ловить Вот Гули Надо спасать Вписываться За гулю Надо Обязательно Просто Армор Там Знаете Когда влетает Койл В гулю На 200 И крит Тут же На 162 Это И три сетки Три рейдера Я Люблю Блэйда Новые Гули Пытаются Они Как-то Как-то Рейдеров Осадить Нарезается Только сейчас Первый Рейдер Из этих Трех Что были На старте Очень хорошо Фокус контролит Загляденье У него 46 лимита Он большую часть юнитов Спас У Хэппи 33 33 Нехорошо Что тут еще не был Убит Дракон Потому что Если бы был убит То все это бы Лечилось на халяву На фонтане А там Могли только лечиться Спиритволкеры Которые драконы При всем желании Достать не может Хэппичу нужно Где-то что-то Закрепить Но где вообще Непонятно Потому что Только магазина В центре орк И Выманивает Разве что Как-то Это риск Хорошо будет Если они разменяются Магаз Магаз У него еще армия Такая стрёмная Гули какие-то Финдов нет Гули Френзи Что Хэппи делает Он видимо Против Я решил против Рейдеров Делать гулей Это правильная тема Потому что Финды они Главное успеть Вот этого забрать Что Блэйча Сможет Резко сюда На виндвоке Прибежать Не успевает Третий уровень Получает Ну хоть третий Но тут все равно 33 лимита На 50 Нельзя сражаться Ни в коем случае Арба уже у Блэйда Т3 уже у него Орка Соответственно Кидается на Сыху 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 Можно убить Можно убить Койл нова Чуть-чуть Он третий Не получает Правда у него Маны Не так много Но Но это конечно Беда Да Это беда Может Блэйда Убивает Блэйда Убивает Хорошо Не успел Прийти Подлечить Опа 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 Так На Сейчас все равно Без тп Как отсюда уйти Не уйти Вообще Никак Давай забей Куда не уйти Сейчас падает ДК ГГшечка Ну как ГГшечка Просто ДК умер Вслед за Блэйдом Я то думал Тут шанс Просто после этого Сразу появится Но Картина На андедовской базе Очень унылая 28 лимита Возвращается Один битый лич Из боя Как бы его встречают Пустые глазницы Трех гулей С Безумным сожалением И тоской Они понимают Что их следом Возьмут В поход И они ничего сделать Не могут с этим Их берут просто И ноу бой Ноу бой Пачками уходят С базы Никто не возвращается Ладно Попробуем Попробуем еще Подержаться Немножко Так как Не ну как Он Блэйдата Потерял разок А у него Кстати Там вообще 4-4 Уровень героев 4-4 Карл Что лич скажет Второй на 4-4 Лич то конечно Почти третий Справедливости ради Надо заметить Но тут не просто 4-4 Они же еще красные Труба легиона Спасибо Такие Так тяжело Ну конечно Тут доест Этих несчастных Огров Несчастных Троллей Но Главное Что Фокус Соберет Вот эту точку Полностью Войска Вступили в бой Лич третий А Деката Вообще Будет возвращаться Такое впечатление Что Хэппи его Не сразу Восстанавливал Но еще Конечно Меня интересует Вопрос Как вообще Гули Собираются Биться С Вот с этим Правда Все без грейдов Но они На самом деле С грантами Практически На равных Спотфренди Это Там Грейд Грейд На грейд Скорее всего Одинаково Получается В массе Ну с грантами Удобнее Конечно Учитывая Хил Пошла база На Т3 Ооо Не добил И тут Фокус А вот это Подгон На самом деле Это подгон По экспе По деньгам Но у хэппи Почему-то Все равно 40 лимита Строишь Строишь Да-да-да Шкатулку Мы видели И сразу Нычка Начнет работать Книга опыта Так, а если Если проявить Всю силу Хиракила 850 Давай Убей Попробуй этого Человека Которого Плюс Почти 200 хп Дополнительно 225 хп Дополнительных Он со скоростью Перемещения И со вторым Хилом На себя Нет-нет Халявкой Тут не отделаешься К сожалению Пошли Дестроеры Так а толку Надо идти на базу Надо навязывать Сражение Но Поехали Забегают Гулем Там Свиток только один И надо его уже Юзать Уже надо Юзать Свиток Юзает Лечим Леча Там Крит Тут же На 200 Влетает 45 Лимит На 59 Неравный Бой Ребята Неравный Бой Просто Гули Рассыпаются Ну Падают Тоже Гранты Рейдеры Это понятно Все Ново Койл Быть Кинуть Дистра Вот в Этого 41 49 Там еще Гулю съел Кодой Ну И Помним О том Что Там Есть База И Если бы Хэппи Точно Знал О базе Он Сейчас Точно Узнает Можно Было В общем То И Мечен Потому Хуже 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 Сыха Почти Пятый Уже Там Блэйд Почти Пятый А тут Четвертый Лич И Четвертый ДК Войска Он Вступили В бой Он не знает О базе И поэтому Действует Весьма Пассивно И это Ошибка Безусловно Потому что Отставание Хэппича Увеличивается 5-5 Проверяет Здесь Но не проверил В очевидном месте Так больно На это смотреть Прям вот Чувствую Что уже Все Уже Уже Беда Так Третьего героя Возьмем Питлорда Какого-нибудь Для диспола Для дистров Рейнджерка Окей А рейнджерка Для чего Неужели Будет Сыху Пытаться Убить В тупую Там Инвол есть У него ХП уже 950 Понимаете 950 Все Хэппи Видит Базу Ой Там Спиритлинг Берсерки Пошли Блэйд Возвращается Ну Гули Падают Новы Хорошие 64 на 46 Начало Очень хорошее Для Хэппи Он Разменялся В плюс Но Хватит ли ему Да как Какой Хватит Там 5 5 Левел Сейчас Криты Пойдут Опять От Фокуса Читерские Ай Даже Без Критов Даже Без Критов GG 1.0 В пользу Фокуса Нет Живем Попробуем Может Посмотрим Как Как Краешком Глаза Посмотрим Как Играет Фоги Ну Фоги Играет Неплохо Я уверен Он Начал Вторую Игру Судя По Всему С Беливом Или Третью Стоп Это Не С Беливом Что Я Несу У Него Просто На Стриме Написано Другое Нижняя Сетка Какой Там Счет Какой Счет У Фоги Проигрывает 2 1 0 Блин Оба Наших Игрока В данный момент Так Это Не Та Но Матайл С Нужно Матайл 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 Ждем Когда Создадут Правильную Карту Я С краем Глаза Смотрю На На Фоги У него Начало Игры Опять же Показывать Нечего Если Вы Хотите Можете Посмотреть Фоги От Первого Лица На Соседнем Стриме Так Хапа Давай Ка Заходим Да Музыка Конечно Навивает Приятные Воспоминания Варкрафт Конечно Прекрасен Как там Сыграл Хапич Мы Проигрываем 0-1 И Хапич И Фогич Надо Собраться Фоги Вообще Нельзя Проигрывать Уже В лузерах Никак Вообще Никак Нельзя Проигрывать Хапи Если Даже Проиграет Он в озеро Упадет И там На волевых Это может Затащить А После Поражения Фогич Не должно Быть Короче Сейчас Поражение Фогич Не должно Быть Давайте Эврогрин Пока Забаню Хоть Что-то Полезное Сделаю Другая Причина Фы Давай Нормально Так На все На все Чаты Почему Нет За Проигрыш Хэппи Давай А Его Забанили На месяц Блин Я мог Лучше Забанить Человек Жалко Может Разбанить Его И снова Забанить Нет Не надо Ладно Поехали Собрались Ребята Собрались Нома Тайлз Хэппи Слева Фокус Справа Что-то Какие-то Подлаги Уже Со Стартом Ну Вот Теперь Теперь Бессрочно Но Опять же Это только На один Чат Я мог Забанить По-другому На все Чаты Но Слишком Сурово Человек Использовал Символы Поломал Чат Ненадолго Неужели Его Нужно Вот так Вот Обрекать Да Потому Что Хэппи Проигрывает Только Из-за Этого Вообще Должна Быть Минута Молчания После Поражения Императора По-другому Никак А если Ты еще Улыбнешься В толпе Тут просто Расстрел Весело Ему Потом Объяснять Будешь Почему Ты улыбнулся Толь Тебе солнце В глаза Светило Вроде Вроде устраивает Устраивают Хосты Обоих Нет Паузит Хэппич Админ Так А я Пока Хэппич Выясняет Что это За Что это За Хост Я Посмотрю Фогич Фогич Контактно Сейчас Играет С андедом Главное Не попасться Под окружение Учитывая Первая аура Но у него Есть И Став И Ботинки Омон Нигде Только По прямой ссылке Его искать Бак Этот Есть Мы его Знаем Мы его Исправим Но Хорош Там Думаешь Че Вдд Возьми Ссылочку Перехватывает Панды Неплохое Дыхание Там 5 гулиев В общем То Можно было И попробовать Его А Там Там Возобновилась Игра С хэппи Как Он контролит А хорошо Только Не окружение Не окружение Видно же Что А Он и хотел Чтобы было Окружение Из-за Панды Да Это Правильно Замануха Вообще Вообще То Ладно Я Опять Меняю На город Видите Наш Напали Поэтому Возвращаемся К фокусу И возвращаемся К хэппи У них Тут Анпауза Блэйдмастер В Проекте Тут конечно ЖДК И Снова Финды А А А Калейт на разведочке Овцы Пасутся Мирно Блэйд выбегает Мимо Магаза И сразу На оранжевую точку Потому что Может С Грантом Ее Войска Вступили в бой Забрать Я Я Краем Глаза Смотрю Сейчас На Фоге Что еще Там Битый ДК Но Просветку Еще Мудряется Сделать С Лич Приходит А Нет Нет Нельзя Так Делать Все Не отвлекаемся Не отвлекаемся Это я убрал Это я Не смотрю Все Два Монитора С двумя Интересными Играми По Варкрафту Это Гарантированное Косогладие Невозможность Сконцентрироваться Не на одной Из игр Поэтому Давайте Лучше Смотреть Что-то Одно Венец Благородства Ранний Грейт Второй Бору После того Как заказан Апгрейд На Т2 Тут Аналогичная Ситуация То есть Сначала Т2 Потом Второй Зигурат Со скелетами Крепится Прикольно То есть Хэпи решил Вообще Несколько Изменить Подход К К К К К К началу Наверное Игры К К старту Отказ От Ранних Финдов В пользу В пользу Технологии Более раннего Второго героя Ну и наверное Ради Т3 Более раннего Как он Скелетами Забирает Точки Магазин Зачистил Сейчас Одними скелетами Он все делает Ну и конечно ДК Присутствует Он прокрепился Почти что Не хуже Чем Блэйд Хотя Блэйд Уже рядом АДК Бит И Блэйд Может не дать Ой Спалился Сам Что ж ты Делаешь Ну Ой Опасно Хоть я не сразу Среагировал Но добил Во-первых Он Просветил Увидел У него есть Реплэйш Это может быть ошибка Ой 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 Аааа Там тоже Виндвок есть Твою Войска Вступили в бой Минус ДК Че он так здесь Так долго он получал урон ДК Под фрост армором Еще долгое время отступал Начало еще хуже Чем в прошлой игре Еще хуже И Фокус по примеру прошлой игры Показал что Ну Не разбрасывается преимуществом Он Не дает повода Наверстать упущенное Как-то Подхалявить Подкрепиться И А там еще когти Да Да Там когти Две серпетки Ему мало демельжа Ему демельжа мало Конечно Ладно Хорошо Хеппич Естественно не сдается Он старается У него тут Почти третий Но ему Ооо смотрите Как хеппи все таки успел Прочитать книжечку Да он гноу не добил Но книгу прочитал Хочу Краем глаза Посмотреть на фоги У фоги Медведи Панда Дима третий Мечки нет Там вермы 50-х Войска вступили в бой Ох Тоже Тоже Такая не самая Тривиальная ситуация На самом деле Ну ладно Хорошо Просто краем глаза Буду все таки Посматривать Потому что здесь Как то уже Более пассивно И Вектор задан Негативный По игре То есть Как Не комментирую Все равно Сложным Будет вывести На Блэй просто стоит Ему плевать Его просветили Где он стоит Ну вообще Сыхе выпал Амулет Еще маны Конечно же Конечно же Еще лучше девайс Можно Выдавать Орку Амулет Маны Шикарный Лучший Наверное Девайс Из этой категории 150 Маны Агильщику С прекрасными Способностями Есть просветочка Ее надо использовать Предмет Взял ДК Это У ворот Войска Вступили в бой Асаха В это время Крепится Более-менее Спокойно До третьего Левела А тут Лич Первый Калдинг Кладбищенский Его зовут Ох Там выход из лимита Нычку ставят Фогич Неплохо Сражаются Да, там лимит Не такой серьезный У Ландеда Вины Пары дыхания Хорошо Гиппогриф Отстеливает Да, тут Криппинг тоже идет Экстремальный Вирма 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 Сейчас будет подрезать Фогич старается Там клюет Дрятками Стопает Хорошо Моноберн сделал Койла может не быть Вирм Вирм получает Койл на последних хитах Ну ё-моё Не надо так жить Ну Последний выстрел Делает Дима Убивает Вирма У Фоги Ну тут Криппинг просто Я смотрю О, ДК плохо У ДК, у ДК минус ТП Отлично Панда живет Вот нычка Нычка ставится Финда еще подрежь Ай, чуть-чуть не хватило Короче, у Фоги там Он проигрывает 0-1 Но сейчас Ситуация не такая Плохая Лол Что лол? Что лол? Если Если тут как бы Криппинг просто идет Что лол? О чем он вообще? Соберитесь Параллельно играет Люцифер с Фоги И не все могут Не все знают Не все видят ДК можно убить ДК на последних хитах Восполняет себя Бутылек Короче, юзает Вирм новый прилетает Ой, помогают Нейтралы Блин Фогичу Ой, не Фогичу А Люциферу Дима битый Фогич контролит Инвол прожимает Блин, чертовы тролли Аз задрали Им надо верма убивать Пытаться Нет Нет Минус дриада Верма убили Встав и телепортируется Хорош Тут Криппинг обоюдный Смотрите Они бегают вокруг Туда, сюда, сюда, туда И сейчас Вовремя вернулся я к вам Сюда Подрывник Два зигурата на взрыв Ой, диверсия Диверсия, друзья Увидел, увидел, увидел Под контроль Увидь Хепич 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 Тележка Алло, тележка Ну подблочь Еее В никуда В никуда взрыв Тут Сых убьют Сых убьют У него бутылки Правда Блин Молоток влетает от голема Хорошо Давай, еще, еще, еще Бутылку уязнет Хорошо Шахту не убил Ой Вот это Это очень хороший момент Потому что целей своих Фокус не добился То есть он убил всего лишь Одного Акалита Ну ладно, может двух Двух, кажется, да? Нет, одного Акалита Шахту не забрал Подрывник Не Ну, дирижабли, во-первых, купил еще Подрывник взорвался в молоко Ну, задел обсидианку Задел мейн Но это не то, чего он добивался Он добивался Убийства двух зигуратов С одновременным Ну, разрушением двух зигуратов С убийством нескольких Акалитов Чтобы нельзя было их отстроить Чтобы выиграть время Чтобы не добывал Хэппи Какое-то время Деньги Так, у Фоги тем временем Отстроилась база Он начинает добывать Вовремя палит Вражескую базу Крипджек Ну, сейчас может врага Который крипит черепаху Большую Ё-моё Давай-давай-давай-давай-давай Монобер на 7 Ты проверяй, что в обсидианке-то Заходит сзади Фогич Противника не так много Винные пары дыхания В самую кучу Пытается выбраться сейчас А, Люцифер Господи Там 5-й ДК Там 5-й ДК Инвол вынужден использовать Фоги Контролит как может Монобер на 100 Ещё один Там Лич 5-й Ё-моё Минус Дима Лич, Лич, Лич Лича убей Лича убей Коил на последних хитах А, 36 лимита 41 у У Фогича Всё битое у этого упыря Всё битое Винные пары Дыхание Лича лечит опять Финдов забирает Панду качает Панда почти пятая Стафф и Отлично Панда пятая Минус Ещё один филь Минусует Давай-давай-дку Деку Деку Пок-마 Где? Ай Подождите ДК умер? Нет? Умер, кажется, панда, нет, не умер, панда на половину шестая, но на другом получил на половину шестую, и тут Хэппи врывается на базе у фокуса, смотрите, убивает Боруса, один, второй, судят, третий, третий минус Бору, хорошо, Хэппич свою диверсию великолепно проводит, Фрост Армор на этого, на Финдаль, лечение, сеточка, Блэйд очень, очень, очень битый, просветка идет, новые дестройеры, там инвул на Блэйде, инвул закончится через три, нет, он длинный, это инвул на 25 секунд, надо валить отсюда, Да тут Блэйд неубиваемый, нет, нет, закончился инвул, сори, сори, это нормальный инвул, дестройеры убивают все Борусы, без исключения, у фокуса тоже есть Голем, зачем здесь Хэппи сражает, ну у нее есть инвул на героя, вот-вот можно опять, да, стан идет в обоих героев, синхронно буквально, ДК уходит как может, потому что на хвосте Блэйд падают гранты, я слышу, дестройеры просто, некому убивать, некому убивать дестройеров, Хэппи паузит игру, I get mass lag, говорит Хэппич, ну ты же выигрываешь, ты же выигрываешь, ну тут орк, вообще ничего не осталось, рабочий кодоид до два героя, ну Голем еще есть, ладно, Так, в это время фоги под инвизом панды, наполовину шестой идет харасит, вражеский эксп, господи, такие, Диму восстановил, передает инвул, у него пипец лаги, блин, It's not good Вот с лагами, конечно, это Да, сейчас надо ТП делать по-любому, потому что там Блэйд фуловый, да и ты Бороса убил, вообще без проблем, делаешь ТП и все отсюда, главное, чтобы Хэппи понял, что нужно, не нужно жадничать, да, он делает ТП сразу после того, как Лича добивает, Может ты кинешь сюда еще, ну чуть-чуть, ну кодоя, ну, не успел, 24 лимита на 10 у Фокуса, Хэппи опять паузит, ешки-матрешки, still legs, говорит Ну а я пока рестримлю здесь фоги, чем Там андедовская база, фоги нужно атаковать, он делает инвул, делает моноберн, панда дышит, панда наполовину шестая, ДК, ДК довольно бит Вирм тоже подставляется неплохо Вирма лечит Сохраняет игру, здесь я вижу, Дима остановит, так, господи, еще телефон, и тут у нас Дима впрыгает назад, под Аймшой, реджувится Хорошее дыхание, панда тащит, панда очень полезна здесь Став на медведя, медведи лечатся, сумасшедший контроль Моноберн хороший, на соточку еще один, медведь там начинает разуплотнять базу Дыхание хорошее, Диме правда хреново, хреново Диме Дима прожимает Вроде как выживает Моноберн налича Надо отступать, надо отступать, потому что Дима без маны, панда без маны, все без маны Фоги проигрывает 0-1 Люциферу, и мы сейчас смотрим от первого лица, как разворачиваются события на второй карте Панда почти шестая, там осталось совсем немножко До левелапа Надо возвращаться как можно быстрее на вражеский эксп, тем более, что Ой-ой-ой, буквально там пару финдов убей, и будет у тебя Будет у тебя Моноберн хороший на 80 Панда подходит, винные пары, отлично, дави его Дыхание, панда шестая Димустафа или инвул Инвул, инвул, диму, за это последний момент Лича Лича, 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 бьем Очень-очень-очень-очень битый Естафает Димку Молодец, гг, 1-1 Хорош Да, добивай, пофиг, что он вышел Могло быть уже 2-0 Могло быть Хорош 1-1, ребята Я не видел прошлую игру, к сожалению Хэппич, кстати, тоже выигрывает по ситуации с колоссальным просто запасом С колоссальным Давайте вернемся просто и вспомним, что у нас в игре у Хэппича Там же Ситуация какая У Орка 24 лимита и сапплай блок А, Хэппи возвращается, отлично, давай Давай, 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 давай У Хэппи где-то 40 должен быть, по идее 47 лимита у него 47 Никаких там нычек Ничего Девайс я тоже прожрал там все самые разнообразные И снова пауза Лагает Лагает I can't play, I have my spikes non-stop И скорее всего это проблема у его провайдера Че там Блэйрт развалит Ничего он не развалит Лимит не тот, чтобы разваливать То есть I don't know Вейден Can play now Не, ну в теории мы можем попробовать договориться Перенести Сейчас доиграть лузеров А перенести Финальный матч и суперфинал на завтра И если уж тогда С интернетом будут проблемы То извиняйте Но Я бы не стал записывать тех луз Из-за таких вот Ну это судим, естественно Решать Но Не стоит Не стоит Надо перенести Потому что судя по всему Это проблема интернета Либо Хэппи их решает За день Ну или они как-то нормализуются Либо Либо все Очень похоже на додос Да ну Не знаю Да Игру-то сохранили Сразу же Игра-то была сохранена Это проблема Хостбота Хостбота Почему ты уверен так? Ему приконнектнуться к сети Чтобы Айпи сменить Он вроде делал это уже Но Давайте Go try again Войска вступили в бой Может у него реально какие-то проблемы с этим? У него похоже спайкер не Ясно Может и буду досить, да? У него за 5 часов стрима ни разу не лагнул стрим Тогда может быть хостбот Или Додос именно на этот порт Который Который варкафтам используется этот Тем временем началась третья игра Фоги против Люци На карте Ancient Tiles А тут мы пока Пока Ну Вообще В этой игре Если сейчас ливнуть То у Хэпи должно быть Хорошее преимущество по очкам Но Так нельзя заканчивать игру Естественно Нужно ее Скорее всего После каких-то Перетрубаться Из сейва взять И доиграть спокойно Да Тресер клетки Когти хорошие девайсы У Блайда Ну Блайда Кстати Не торбы То есть Он не может Справиться с воздухом Я не помню Был ли у него вообще Т3 Там на стриме видно Как у него в игре лагает Ну да Может быть тогда Либо бот Либо Ну либо тогда ДДОС Потому что это явно Не интернет Если Если со стримом Все ок Без лагов он идет Так что Возможно Это хост бот Т3 Т3 Был Странно Потому что Если Был Т3 Почему Он Имеет Такой Запас По золоту У него же Соплай блок Не купил себе Арбу У него уже бетон Ясно Чуть-чуть бетон Кстати Получается Не успел Сейв уже сделали Константин Зимин Уже сделали Сейв Просто сейчас пытаются После сейва Как-то Продолжить Что-ли Да В табличке Т3 Указано Так А и Селис Говорит что нельзя И сейв будет продолжить Ну судьи разберутся В любом случае Давайте тогда Вернемся В В Рестрим Варкрафта К Фогичу В третьей решающей Игру Да Can't save in the game Сейв не работает С хост ботом Такая прохлада Вообще Вот что жестче Переигрывать Имея такое преимущество Или доигрывать Имея жесткие лаги Вот это Может реально ему Реконект какой-нибудь Сделать Сменить IP Если его дедосит То На некоторое время Это спасет Так Там еще фоги отвлекают Кто-то подошел Там к нему Рассказывает Отвлекает Это вообще Как бы там Третья решающая игра Подходит там Либо бабушка Либо мама Не знаю уж Кто там подходит Говорит что Жесть Он говорит Уже сделал Реконект Это же ясно Ну поехали Фоги стартует Очень напряженно Очень напряженно То есть в лузерах 1-1 Третья решающая С пониманием Что как бы Косячить ошибаться Вообще Нельзя Ответственность большая Призовой фон Очень 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 Солидный Для варкрафта Тут подходит ДК уже Нет Не успеет Вынужден сделать ТП Но это лучше Что за два кольца Вообще Было бы с серклеткой Выжил бы Хотя не факт Кольцо ему Как раз могло Второе Жизнь спасти А серклетка Не дала бы Ситуативной жизни Она же процент Оход текущего Восполняет Ну Так Добавляет То есть Макс хп Просто И относительно этого Здоровые Добавляются Да Теперь нужно Возвращаться Телепорта Нет Арча Точно У нас тут Гуфается Хотя нет Еще живет Ну На какое-то время Потерпит Поживет Первая кровь Арча Умирает Дима возвращается Ботинки Есть Сварчу Подблочил Красавчик Сейчас Ну куда ты не дошла Ты Скоти Фоги Вкликает Как безумный Очень С одной стороны Четко Быстро Глаза Тоже Максимальная Сосредоточенность Это Я Сейчас Счастлив Что сам не играю В Варкрафт Потому что Вспоминаю Как это Как это Дико по нервам Вот так вот Сидеть Выкладываться Потеть Рисковать Эх Он Прям Вот Там Он В игре Он По уши Просто В этом Нервике И Сосредоточенности Да Надо бы Сейчас Наверное Подкрепить С лагер Наемников Как-то По-хитрому Используя Наверное Второго Героя И Тех Арчей Которые Есть Фанда Вторая Но там Не только Там Гарги Что ли Полетели Опять Да Гарги Полетели Пошли Ой Йой Пока Строил Лорницы Блин Героя Зажали Капец Такая Грязь Они там Все Все Мазали Все Мазали Но Второй Дима Падает Блин Буквально Отвлекся На где-то Полторы Секунды Два Здания Заказать Диму Поставил Без Присмотра Или просто Его Недоконтроливал Там же Аура Все-таки Его могли Подрезать Там еще Четыре Гарги Уже Надо Как бы Т3 Делать По идее Там Дракона Убивает В левом Нижнем Углу А ты Сделать Ничего Не Можешь Так Главное Не сдаваться Главное Не сдаваться Прокрепить Шахту Сейчас Нужно Пока Он Там Да Хоть Выиграем Немножко Времени Так Игра Внутри Окей Go Next Game Фокус Сдает Фокус Очень правильно Делает На самом деле То есть Он Говорит Окей Понимает Тупиковость Что нельзя Переиграть Но Осознавая Что там Колоссальное Преимущество У Хэппи Счет 1-1 То есть Он Не стал Там Ити На Принцип Это Очень Ну Поступок Очень Зрелого Игрока Я думаю Что Немногие В принципе Способны На Такое Очень Сильный Поступок Да Пух Тоже Заценил Классно Ну просто Если Если Вы хоть раз В такой ситуации Оказывались То Там Ну Хотя Мало Наверное Кто из нас В такой ситуации Оказывался Когда Одна игра Фактически То есть Он мог сказать Ре И повысить Значительно Повысить Свои шансы На победу То есть В два раза Фактически А там Ты уже В суперфинале Это значит Уже В любом Случае Ой Ты уже Победитель В любом Случае Топ 2 То есть Ты гарантированно Уже Минимум 500 баксов Получаешь Признаемся Себе Честно Не каждый Ради Так Гуд Иннет Следующий Гуд Иннет Гуд Гуд Иннет Не каждый Был поступил Так же Далеко Не каждый Более того Большинство Был бы так Не сделало И большинство Из текущих Игроков Так не сделало Потому что Были прецеденты Уже А он Прям Молодец Сильный поступок Боги в это время Как вы видите Старается Выбраться Из Ну из Крайне Сложной Ситуации Теряет Одну Дриаду Вторую Дриаду Сейчас Третью Дриаду Потеряет Нычки Нет Да это Трэш Уже Все Тут Вообще Вообще Все Плохо Но Тоже Не сдается Как Лев Бьется Там Там Ни Арбы Ни Ни Хрена Вообще Нет Дима Получает Уровень Тут Т2 По идее Должна быть Должна быть База Понимаете В такой ситуации Должна стоять Нычка у тебя Тогда у тебя Есть шанс Из против Андеда Ой А нычка Строится А почему ты Оставил ТДК Книгу Еще не Прочитал Ё-моё Ой-ой-ой Отменят Сейчас Гарги Ай-яй-яй Или нет Или не отменят Нет Не отменят Хорошо Что он Не полетел Вслед Там битые Гарги Есть Надо как-то Пытаться Как-то Пытаться Отбиваться От Хараса Причем Не как-то А идеально Нужно отбиваться От Хараса Сейчас Не давать Ни в коем случае Отменять базу Ни в коем случае И при этом Еще при всем Качать панду Желательно до третьего Вот просто Вот чтобы Да Чтобы были Нормальные шансы На победу Дима без арбы Видит Гаргу Да и Да ничего Сделать не может Панда Молодец Там хэппи Стартанул Только-только Стартанул Я так переживаю За фокус Ой за фоги Чем За фокус Переживает Уволить Сейчас Пока там Еще Так они Решили Что Ресы Нет Сори Туплю Кайсерис Лагает Сейчас Кайсерис Выдет Из игры Протекторы Держатся Но В такой Ситуации Фоги Фоги Во-первых Нужно перестать Ошибаться Вообще То есть В принципе Нельзя Здесь уже Ошибаться И Как-то 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 Защититься Показывает Чудеса Микроконтроля Защитить Свой Эксп И Тогда Может быть Если Атака Это Захлебнется 50 лимита У него Есть Пара Протекторов Тоже А он Отступил Еще Пошел Красную Точку Крепить Ай 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 Там Хиленварды Могут быть Еще Что Там У него Выпало Понятно Что Выпало Надо Свиток Брать Вот Тут же Он еще По инициативе Проигрывает То есть Он С одной стороны Должен защищаться С другой С другой С другой Если он Будет Слишком Пассивен То он Не будет Крипиться И Вся Карта Достанется Ой Нападает 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 Возможно Последняя Битва Поэтому Я Обязательно Посмотрю ДК Очень Битый Кстати Гарги Ведимой Инвул Хорошо Берн Берн Сделай Берн Не в того Он был Наверное ДК Бернет Не выходи За пределы Протекторов 42 лимита Опасно ДК Уже Пятый Ё-моё Берна Соточку Еще Минус Гарга Ой В смысле Дриадка Да Вот взял Подошел Подрезал Все Что только Можно подрезать Отстелить Гаргу Не Удается Надо Тролябы Взять Желательно Двоих Сразу Потому что Деньги Есть Толку Нет Голем Еще Нужно Дальше Пока У хэппи С фокусом Ничего Вообще Нет То есть Они Только Базово Расстраиваются Поэтому Еще Немного С вашего Позволения Посмотрю Краем Глаза На Фогичи Им Нужно Как-то Холярно Прокрепиться Хотя Нет Противник Рядом Нельзя Этого Делать Скупать Свиток Нужно Гарг Очень Много Кажется Люци не собирается Вообще Отсюда Уходить Можно Конечно Взять Нет Он не собирается Уходить Надо его Здесь Принимать Виспов Наверх Благовременно Что Гарги А Там Уже Мид Вагоны Вот Это Провокация Надо Выкапывать Аов Надо Делать Там Еще Мол Этот Камин Мад С Девайсами Еще Подвезло Деку Только Оттыкать Надо И все Другому Тут Никак То есть Это Проигранная Битва Если Он Будет В чистом Поре Добиться С От Лимит То есть Но Больше Учен Это Пульта Смысл Не Отбить Да Это Гага Он Понимает Подет Понимает Выдыхает От Тяжел Обидно Учитывая То Что Говорят Первую Игру Он Просто Отдал Он Мог Могло Быть В 2 Ноль После Первой Победы Как Он Сказал Дима Пытается Прорваться Прорваться Не удается Он Падает Не Став Нет До свидания Тво Героя Бега Тупая Кнопка Все равно Хорошо Хорошо Он Играл Хорошо Сражался Но Выбывает К сожалению Фогич Из игры Мы Переходим В игру Хэппи Против фокуса Третья Решающая Игра Финала Верхней части Сетки Росбрайн Капа Фокус Против Хэппи С огромным Количеством Проблем В плане Хостов Интернетов Или Чего бы Там ни было Классный Поступок Конечно От фокуса Который Просто Отдал Победу Зная Что В прошлую Игру Не переиграть Учитывая Преимущество Хэппи Но При этом Осознавая Невозможность Продолжать С такими Лагами Со стороны Хэппи Играть Молодец Поступил Грамотно Кто ведет Как решающий 1-1 5 игр Это финал Верхней сетке Это не суперфинал Суперфинал Будет Бо 5 Насколько Мне известно Финал Игру бы потише Да Рада Кстати Потому что Настройки С этого С рестрима Взяты Сори Хиленвард Очень помогает Фокусу В плане Криппинга Он может Накидываться Без проблем По лечению На Ох И сапоги Еще выпадают Какой же он Пертый Владивосток 5 утра И вот хрен Его знает Надо идти спать Либо уже завтра Весь день Не спать Да Да Тяжелый выбор Тут кстати Подрезал Троля Блэйд Он вообще Забрал Двух троллей Видите У него и циклон И хиленварды Есть Сейчас он будет Нарезать Пошел Нарезать Циклон Пошел Чтобы нельзя Было Вылечить Хэппи Старается Среагировать Отвести Финда Но Успевает Успевает Кинуть Койл И стелепортироваться Отсюда По добру По здоровому Наверное Уходить Направо Крепить Зеленую Крепить Докрепливать Красную Блэйд Очень Злой Хэппич В случае Не дай бог Конечно Но поражение Он не вылетит В отличие от Фогги Из турнира Поэтому Фатальным Было Именно то Поражение От Фогги Чем Очень Жалко Очень Жалко Тем более Он эльф У нас Нас Осталось Мало Сыха Вторым Героем Разведочка От Хэппи Проходит Пытается Понять Где Встречает Группировку Четыре Гранта Плюс Сыха А сам В это Время Может Отменить Кстати Этот Спирит Слутер Хаос Урона У него Хватит Но решает Не лезть Опа Енот Как он Отвлекает А он Видит Что Криппинг Идет С одной Стороны Как они На два Фронта Тут Финт Пытается Отстрелить Финта Что ли Все таки Убил Четвертого Добивает Троля Получает Еще Ой Опасный Момент Опасный Момент Будем Сыха Убивать Два Кайла Есть Новый Правда Нет Но Кой Лучше Использовать Ой Хекс Жезл Иллюзии Вытаскивает Все таки Хэпич Будучи Даже Енотом Он Умудряется Обыгрывать Прокликивать Блэйда Ай 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 40 Лимита На 39 Ситуация Более Менее Равная По уровню Героев Тоже Можно Сказать Что Ситуация Равная Более Того У Хэпич Что У него ДК Чуть Поопытнее А вот Сыха А вот Лич Менее Опытный Чем Сыха Но Разница Не колоссальная Не то Что Было В самой Первой Например Игре Пошел Крепинг Выманивает Хэппи В это Время Сам Старается Сам Старается На лагере Наемников Получить Опыт Инвол Берет Оцеливаться Будет Он На Гнол На Дзирателя У Хэппи Есть Просветка Хэппи Просветка Пошла Толисман Защиты Утаскивает ДК И добивает Тоже Он Хорошо Хорошо Но Дракона Здесь Забирает И что Там Выпадает Хорошо Мантия Плюс 6 Это Лучше Чем Какой Ни Вампиризм Или Трушот Это Девайс Одной Категории Что Там Теперь За Хэппи Страшновато Ой Берс К сожалению Нет Доступ У нас Диск С Документ Кто Гифки Которые Ты Скинул Ты Пытался Да Моиска Вступили В бой Хорошо Криппинг Криппинг Идет Криппинг Идет Разрядил Обстановочку Молодец Сейчас бы Вот за этих Посражаться Покрипить Пацанов Потому что Три точки На все На них Может спокойно Претендовать Хэппич Но тут Рядом Блейд Всегда Он рядом Всегда Рядом Зелье Омоложение Все равно Забирает Забирает ДК И добивает Тоже ДК Но тут Сложно Блейду Что-то Сделать Потому что Там Орба Уже Есть Овца Там Блочит Овца Блочил Рейнджерку До Продолжительное Время Хэппи Желтый Или Красный Хэппи Андетт Красный Зумер Ты чего Зомер Хэппи Андетт Ну Хорошо Что приходят На трансляцию Люди Которые Как бы Хэппи Кто такой Топ 1 СНГ Император Не знаю Смотрите Как контроль Какой фокус Какой Великолепный Великолепный Микроконтроль Чтобы посмотреть От первого лица Как это происходит Можно к Хэппи Сейчас зайти На стрим И посмотреть Повтыкать Вот В скиллуху Хэппи Нацеливается Ой Крит опять Опять крит На соточку Блэйдат Разносит Куэлнова Неплохо Дестройер Первый появляется Спиритлинг Намечается Заварушка Отлично Сразу Уже Первым делом Вырубает Спиритволкера Хэппи По тележке Правда Работают Падает Грант 1 Падает Грант 2 Падает Тележка Финды Закапываются Хорошо Но там Просветочка Тут же Койл Великолепный С фрост Армором На финда Отлично Тут Хэппич Вроде как Ведет 47 лимита Сайланс Прошел По Блэйду Зачем По обоим Прошел Сайланс 39 на 44 Хэппич Остался В плюсе Может еще Попробовать На Инвол Развесь Нет Надо возвращаться Добивать Добивать Вот этого Дракона Обязательно Обязательно Добивать дракона Уверенно Так он Посражался Отлично Проконтролил Фокус Классный Превентивные Меры Развод Там Закопочка Фрост Армор Койл Отличные Последовательности С минимальными Задержками И он Получает Заслуженного Дракона А фокус Сейчас Обидно Должно Потому что Прошлую Игру Он отдал Отдал Как Как Мужик Но Блин Можно проиграть Сейчас Потому что Фактически 1-1 Пока Конечно Для хэпи Все вообще Идет Весьма И весьма Неплохо Мана Есть Герои Отличные 4 3 2 Там 4-3 Там 4-3 А 3-3 Даже Господи Там 3-3 Подрывник Правда Подрывается Может Спалиться На обсидианке Если это Произойдет Давай Давай Внимательно Смотри Смотри Палево Какое Смотри Смотри Вон Ай Под спидами Пошел Наркоман Чертов Врывается Подрывник Под спидами И взрыв А нет Заблочил Он заблочил Один зигурат Он вместо Двух Взорвал Один Хорош Вот это Хорош Гулька Там Суицида Она Выжила Вообще Гуля Она Не должна Была Пережить Конечно Взрыв Но я Не вижу Трупа Может Ее Разорвало Просто Гуля Просто Как Ну Кинулась На гранату Закрыла ее Грудью Прикрыла Зигурат Хэппич Начинает Нападать Тут бетон Появился Очень Несвоевременно Хэппи Передислоцируется Чуть повыше Чтобы не сильно Страдать От Бороусов Но все равно Постреливает Постреливает 47 на 44 Один Бороу Мимо Но там криты Опять на 120 160 криты Хорош Там критовать Бороу Постреливает По скелетам 44 На 47 На 51 У Хэппи Но это Дестройер падает 38 46 Хэппи Пока что Ведет Кадой Хочет Сожрать Финда Одного Там Два Кадоя И два Голодных Кадоя Сыху Пытаются Фокуснуть Вот сейчас Главное Не попасться На двух Кадоев Ой Ой Кадои Пока еще Пока голодные Какая битва 47 на 40 Но Часть подкрепают Черт знает Где Кадоя Идет Опять Вперед Ой Доконтраливает Хэппич Уводит 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 Финда От Кадоя Там Последний Койл остался Ё-моё Крит опять На 170 Надо валить Отсюда Кажется Хотя Черт его знает Валить или не валить Там тоже Все плохо Блейд Ах Как хеленварды Тащат Надо перебить его Обязательно Да Перебил хеленвард Молодец Больше хеленвардов Нет Срочно Нужна обсидианка Еще финды Нужно чтобы Подтягивались Можно гулей взять Хотя бы парочку Наверное Просто леча накормить Подходит Ё-моё Дестройер Пришел А зачем здесь Дестройер вообще нужен Почему не обсидианка Видимо потому что Обсидианку проще убить О да Гульки пришли Гульки Две гульки Пришли Они конечно Быстро умирают Одну бы сожрать Гулю И опять сражается Хэппи Под этим Под боросом Блейд нарезает Диким образом Критует опять На 186 Какой он псих Еще кодои Пошли Опять есть Но все Кодои Пока еще Голодные Один таким Так и помирает Но у него скелет был Но скелетом особо Не наяжется Как известно И Просто армор хорошо Но срабатывает арба ТП придется скорее всего делать Хотя обсидианка есть Хэппи прожимает Статую Чтобы она работала хорошо На На обе Опять критует На 180 Инвул Передает Личу Ой-ой-ой Сейчас Можно потерять ТП Ооо Сейчас можно и Лича потерять Не-не-не-не-нет Оооо И при этом 32 на 48 Понимаете У Хэппи Все хорошо Было Пока он Лича не потерял Надо отменять Лича А Лича он А где лимит-то Что он в таверне будет что ли Лича Да грязь Он все правильно сделал Как только увидел Что там Хекс Поднял Дистразы Диспейлил Но там Ай Далича он Устанавливает Таверне Нужно вернуться Подригениться Может еще Где покрепится Вот зеленая точка Есть Блэйд на хвосте Это опасно Учитывая то Что им было нет Гульку Чтобы не жрала Лишнего Убивают И вторую тоже убьют А почему Лич не съест А потому что Дарк ритуала В принципе нет Там только Новый Фрост Армор Я понял Ооо Сейчас будет Крепджек Сахар сзади С полной маной Ой Какая ситуация плохая Оооо Хорошо что фокус А у фокуса Просто лимита мало Он боится нападать Как я волнуюсь Как я волнуюсь Как же хорошо Что я соло перестал Играть Да ну нафиг Такие нервы Даже смотришь Понимаешь Напряжение какое Тут Царит Даже когда смотришь Не дай бог Кликать на чат Опять Не дай бог Восстанавливает Ману Восстанавливает Жизни Двайнволл Закупает Блэйд Но Блэйд Там работает За все Опачки Посмотрите Что творит Он видимо Уже Наперед Выходит Под башнями В эксп Не для того Чтобы у него Было две базы А для того Чтобы его не убили Просто В момент перехода Это Постройка Да Сакрфайш Шелтопит Шейда Нужна Шейда крайне Нужна Как раз он Шейдой И спалит Вышки Пока Они Не доделались Все Ну то есть Одно Увидел Успел Может сразу Выходить из лимита Да что ж такое Это с этими Телефонами Возьмите кто-нибудь Ребята В чате Звонит У кого Это телефон Выходит Хэппич Из лимита 57 Две гули Строит У тебя 700 леса Какие гули Хэппич Ай Что Нет он гулями реально хочет сражаться Гулями 00 хочет сражаться Ну хотя да Там берсерки Может быть это и правильно Вообще я б на мейн тогда пошел Нафиг этот Эту нычку с парой вышек Лучше на мейне с этими Посражаться С борусами Хотя То на то и выходит Не лучше вот эти вышки Уметь Потому что они не прикрыты Никак Они 58 лимита на 50 сейчас Одного финда Подрезает Ну хэппи в любом случае Должен дождаться Там например Обсидианки Той же самой Ох Ну поехали Пошла атака Блэйд рядом Основная армия Андеда не рядом И это Изи просто Две вышки Две вышки Почти что на халявку Пока там они прибежали Две вышки Убили Хорошо Работаем Работаем Контролим Крит на 195 Влечет вовремя Сайланс Гули пробегают Что по свиткам Что по новым Свитков нет Новый тоже нет Падает финк Там бегают гули Под френди Они Их едят Едят эти Кодой Один кодой Ай Дестройер еще Пятый дк Правда Пятый дк С огромным количеством Маны Это прекрасно Для дестройеров Для героев Великолепно Левелап у лича Четвертый лич Лимит 54 на 44 У фокуса лимита Меньше Неужели Дмитрий Костин Все таки Ой Минус кодой Особождает скелета Блейтон нарезает Он пятый левел Ему все равно Но армии Это не остается У андеда 48 на 34 Уже И главное Что Можно считать Сейчас цеху Развести на Инвул Не надо Рабочек убить На экспанде Ё моё Ох Как он Вовремя спалил базу Как он Правильно Посражался Избавился От вышив До того Как основные силы Врага подошли И в результате Сейчас Экспанд Терпит Новые гульки Подходят 0-0 У них грейды Но им все равно Они рвутся В бой Минус Все рабочие На экспанде На четвертом левеле Лич взял Все таки Дарк ритуал И Там же Мейнс Должен заканчиваться Да полминуты осталось До того момента Когда закончится Даже гулю Не хочется лечить Надо закидывать 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 Куэл нова Куэл нова Хотя на маны Там много Слушайте А телепорт У нас есть Телепорт Хорошо Просто я Боялся Вдруг Тут К нам подкреп Не идет А мы Сделать ничего Не можем Еще одну гулю Бьет Криты На 211 Вот можно Обсидианку Подрезать Ой Обсидианка Чудом Проходит Внутрь И все К ней Сейчас уже Не зайти Это мега Важная Обсидианка Куэл нова Ой Куэл нова В Блэйда Оставляет Ему Совсем Мало ХП Тут Пробиваются Дистры Ой В смысле Берсерки Не могут Они ничего Вот В обсидианку Он кидается Надо леча Лечить 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 Леча Молодец Да Дмитрий Костин 50 на 39 Пробивает Рейдера Там Диспл Правда Идет на Фрост Армор Но Больше юнитов Теряет все таки Фокус И Инвол Нелеча Можно сейчас попробовать Нюкануть этого Нюкануть 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 Просветка Куэл Ну что нибудь 4 хита 4 хита У него Маны не было Сейчас можно Ееее Да Хорошо Блэйд падает ГГ пишет Фокус И Хэппи Выходит в финал Побеждает в финале 2 1 И Фокус падает Лузера О Минимум топ 2 У нас ребята Минимум топ 2 Хэппи Топ 1 СНГ Император Наконец-то Кто-то в Русбрэнк Орвался Призыв хороший Ох Напомню, что вы можете пополнить призовой фонд На странице турнира Андеды! Андеды орков замочили! Это круто Так, во-первых, я хотел бы В ивенты зайти В ивенты хотел зайти Мотэдэ Подробности Так И посмотреть, что у нас в нижней сетке творится Ну вот, смотрите Сейчас Ремайнд играет с Лоулитом Не знаю, какой у них счет, но явно уже не 0-0 Потому что они играют больше получаса Победитель играет с Люцифером После этого победитель играет с Фокусом И после этого победитель играет с Хэппи Такой вот план Поэтому Во-первых, выясняем, какой счет у Ремайнда Против Лоулитом Больше всего убивает спокойная реакция Хэппи на все это Соник там головой пробил Ну конечно Для Хэппи это не первый турнир выигранный Поэтому Поэтому да Но остались одни корейцы вообще Фокус, Люцифер, Ремайнд, Лоулит Это все 4 корейца А мог быть Фоги вместо Люцифера Ладно, и главное сейчас посмотрим на красивые игры корейцев Без отдачи Потому что они еще не в финале А потом Посмотрим суперфинал с Императором Да, меринда у нас есть такая Порадовал Уже порадовал Хэппич Уже Уже приятно Да, у Хэппи будет еще преимущество в одну карту Пробуют узнать, какой счет Ремайнда с Лоулитом 0-0 все-таки у них счет Любопытно, сколько в принципе игра длилась тогда Если их матч был известен Да Гифки Там светил очень сильный свет Он пытался как-то показать это Очень необычная гифка Потому что, как правило, Хэппи вообще эмоции держит при себе А тут Даже Станиславский бы поверил Понимаете Даже Станиславский бы поверил Вот на этом О, Лоулит пришел Сейчас явно счет изменился Потому что, если они здесь сидят Общаются на корейском Раз мы не видим тут ничего Расскажи немного о турнире Что о турнире сказать Хороший турнир По инициативе Росбрейна С поддержкой призового Кто-то у нас там Давай, так Давай Опа Опа Приятно Так, св Гоу-гоу А какой Может все еще счет 0-0 Не, мне кажется, что они только-только закончили Хотя нет, абстракт пишет К Неужели реально 0-0 Чего они ждали тогда? А, seems like Remind won Потому что Remind победил Похоже на это Кореа Заходим в игру Что не нравится эта серия? Да нет, в принципе Серия-то замечательная Просто к чему это? Смотришь чат И тебе Вдруг там люди и кушают Когда смотрят стрим Зачем такую ересь кидать? Надо же думать Когда-то 2 секунды славы и 30 дней Да Так и есть Да Я с этим Сомневался, что такое В принципе возможно Потому что Ну хэппи там Старкрафт катает И серьезный С самого начала И так постоянно А потом Хоп-хоп И наварик вернулся Remind ведет действительно 1-0 Сейчас Это эльфийский мирор Карта сокрытая долину Повторюсь Победитель будет играть С Люцифером В следующем матче А еще один победитель Будет играть С Фокусом А еще один победитель Будет играть С Хэппи И Это прекрасно Это прекрасно Потому что Сейчас корейцы Не будут друг другу Никаким образом Поддаваться Отдаваться Это не Не та ситуация Когда в финале Там за Стандартного онлайн Турнира Двое уже встречаются Знакомых людей Уже все Дальше Выше уже никого нет Они в финале И спокойно фанятся На это смотреть Очень интересно А тут Они конечно знакомые Они конечно общаются Но впереди еще Призы Впереди Люцифер Впереди фокус И Да ну нафиг Отдаваться Что-то там Пытаться наперед делить Это какие-то Мега сложные схемы Не просчитываемые Никак Учитывая то Что Хэппи еще в конце То есть Как бы Могут все корейцы Быть вдоль Но с Хэппи Они договориться Не смогут Поэтому Поэтому Будут показывать Вынуждены Бороться Друг с другом По-честному Ремайнд Красный Левый нижний угол Лоулит Желтенький Правый вверх И ремайнд Повторюсь Ведет Со счетом 1-0 Да Хэппич уже в финале В локе Я думал ты Короче У нас тут Вообще Тут Ааа Страсти Страсти Жуткие Фогич К сожалению Проиграл Люцифер Но там Там сложно Сложная позиция была А Хэппи Прям Молодец Я отходил Говорит Тут Самая основная проблема То что у нас Турниры Текущие Не отображаются Даже в прошедших После того как С легкой руки Кто-то их снес Решив предложить Вкладку На главной странице С турнира снесли Вкладки нет Турниров Текущих Нет Задача в родмайне Есть По поводу Отображения Текущих Турниров Прошедших Как временное Решение Вот Да я Не хотел Говорить Сейчас же Задача Короче Есть Ненавидим Вот Так о чем Я Они Похожи Как братья Демон Хантеры Какой смысл Корейцам в этом турнире Делать 3-2-2 Но если двое В финале То они могут Просто сплетануть И все Чтобы не париться Они все равно Там чуть ли не живут Вместе И Сплетишь И не рискуешь И Не паришься Просто 50-50 Поехали Войска вступили в бой Хотя Вдруг у них там Поссорились Накануне Кто-то Не Ну они Очень не конфликтные Эти корейцы Мы в свое время Были Немножко Удивлены На коды 5 Когда Первый раз Корейцы так массово Приехали в Россию Ну там Миллион рублей Бук Призовой фонд Мун Все дела Там Отборочные И Когда Один Кореец Может спокойно Сесть на коленке К другому корейцу И так его Приобнять нежно Для нас Это был Несколько культурный шок Не мы конечно Тоже Там Общаемся Вот Но не так У них Как-то все Очень 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 Прям Няшно Я бы даже Сказал Ой Надо запить Вот Но Культура Просто другая Просто мы Этого не понимаем По-другому Воспитанный А у них Это норма Поэтому И конфликтов Мало И страна Конечно Мега Технологичная Такая Продвинутая Прямо Очень Радужно Да нет Как раз Ладно Не важно Тема Опасные Выкладывает Лолит Девайсы Было Прыгнул Ремайн К девайсам Девайсы Уже Ой Хорошо Можно Тут Арчей Блочить Смотрите Что Ай Ай Вот Это Да Прорвался Все Так Да Северная Корь Отлично Речь Конечно Жай Южную Что Родина Всяких Самсунгов Сони И Прочее Войска Вступили В бой Я не знал Хелс Что у них там Требования Отставки Президента Все такое Опа Подождите Отвлекся Я прошу прощения Тут Ремайнд Ой Лолит Ворвался На базу К ремайду Кажется Попутно Отменив Магазин Строящийся И Устраивает Тут Разнос Веспам Веспы Прячутся Кто В шахту Кто между елок Между елок Места мало Ай Ай Теряет Веспа Косяк Косяк Там уже Скоро Скоро В шахте Не останется Здоровых Веспов О Все Все И персонал Красиво Пришел Красиво Ушел Т3 А ты уверен Что вот так Т3 Можно жмякать С шестью Веспами У него леса Не хватает Сейчас даже На первую Лорницу А ну там У него не шесть У него еще Вот один Вот один И вот один Запасом он построил Вообще-то Веспов Там козлы Выходят На арену Борьба идет За За Ай Не успел добить Но успел Взять Большую Нву Ничего Так лоулит Зашел Очень удачно Зашел Как распределяется Призовый фонд Честно Ай Не так Молодец Очень четенько Контролят Оба Причем Что там Локи Не имеет А Локи перевел 21 руб 25 копеек Вылечь призовый фонд Турнира До 122 тысяч Двух рублей Специально 2 рубля Оставил в конце Мог бы и Один оставить Криппинг Продолжается А Он не учил Что там процент Сайта Отключен Да Да Там 10% Сайта Не берется Оп Маноберн А Больше Кстати Маны Наберн Не хватает Нету Нету А Оф Упадет Уже Не подкрепишься Так просто Но с другой стороны Тут Диму Диме достается Можно переключиться Все-таки на одного Учитывая то, что они бегают Туда-сюда Туда-сюда Прикопчики нет Больше Только у Ремайнда Есть прикопка Лоуит По крайней мере На этой карте Выглядит убедительнее За исключением Пропущенного Инвола У него Все Лучше И сейчас Он идет В отрыв По опыту Но должен Ремайнд Наверстать Как там С козлом Козл тоже Немножко Отстает В развитии От своего Собрата Бэтч Плейз Перевел 3 рубля Увеличив Призовую фонду 122 тысяч 5 рублей Да Хэппи В суперфинале Рус Подчеркивание Брайан Подержал ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Миша Глянь Скайпик ПЛЗ Краем глаза Ну Во-первых На эксперты Если это К тому То нет Там Такое Такое Полотное Текст На стриме Чтоб не портить интригу Это можно позже Обсудить Сейчас не горит Но идея мне нравится Потому что Потому что Ну Короче Посмотрим Кто Кто выйдет Кто выйдет Та выйдет С квалифицировать Ой Лишнее Рассказал Кажись А орки Будут Орки Будут Орки Будут Фокус Ждет Фокус Ждет Фокус Нижней части Сетки Такие Вы наивные Вообще Так просто Из вас Вы Вытянуть Пеку Очевидные Шутки Очевидные Ну Ребята Ну Чего Вы Старус Брейн Предложил Заменить В конце Одного Игрока На другого Заплатив Одному Чтобы Тот Шоу Короче Я В финале Скорее С Хэппи Буду Играть Опа Отлично Смотрите Как Неплохо Врывается Врывается Ремайн Дисплей Триджу Пару Раз Но Все Таки Выживает Став Отличными Козел Лети Улетай Не Выдержит Козел Напряган Да И у Ремайн До Достаточно Плохо Теряет Медведя Из Мани Для Хэппи Слушайте Ну Я Ж Я Ж Тренировался Знаете Можем Что Предложить В финале В финале С Хэппи Сыграть ФФА Вот Ну И Пацаны Меня Поддержат Демазик Перевел 228 Рублей Увеличил Призовой Короче Спортил Призовой Дарксоус Когда будет Дарксоус Вряд ли Пальто Еще Рубль Короче Начинают Спамить Пацаны Развлекаются Как могут Два эльфа Выясняют Отношений Причем Оба корейцы Поэтому Ты уверен Что пацаны Поддержат Именно тебя Ну Они могут Поддержать Хэппи Но они могут Сделать Это только Один раз Я У меня и так После текущей Трансляции Список Есть Людей Которые Дотеры У меня будет Теперь второй Еще список Те которые Предатели А будет Еще Перекрестный Список Дотеры Предатели Это Соответственно Пересечения Этих двух Выборок Множество Так скажем Дотер Предатель Класс Что же для них Придумать Такого Жесткого Так О Томов Экспиренс Ремайнда Выпадает Он четвертый Получит Здесь И козла До третьего Докачает Ну там Тот же самый Левел Должен быть Нет Тут четвертого Нет Ну главное Что козел Третий И вот здесь Можно четвертый Папа Папара Папапа Ну ты сам Стримил Доту С Голустяном Доту Блин Меня обманули Я не думал Что это Дота У меня просто Мозг выключился После слова Голустян Войска Вступили В бой Тут Мурлоки Бегают Не получится Четвертый Левел Козла Не отводил Вот и Получил А что По грейдам Это Один из ключевых Моментов На мой взгляд 1-1-2-0 Нычку Палит Очень четенько Ремайн Палит Нычку Да Я Протектор Тут запилил Потому что Вполне возможно Сражение Как раз Будет Именно на этой Базе Если там Будет Присутствовать Протектор Только Протектор Я думал Поставить Где-то Здесь Потому что Все равно Хотя нет Он В любом Случше Будет Стрелять Вопрос Спалился Левиспель Не спалился Кажется Он спалился Увидели Козочки Строящийся Протектор Увы Жалко По лимиту 65 На 63 Свиток 1 Персоналочка 2 Тут позиция Хорошая Очень Очень хорошая Позиция Во-первых И промахи И Не сразу Видно Что происходит Не хочется Тут Один Свиток Еще Есть Кстати Аура Андедовская Какой Никакой Ореген Дает Опа Опа Моноберн Очень Поздно Рык Риджу Вы Пошли Почему-то Диспл Не Не Работает А вообще У Ремайнда Кажется Нет Дриад Нет Одна Дриада Есть Одна Специально Обученная Дриада Чисто Чтобы Козла Контрить Ой Дима Минус Просто Минус Дима Ну Хотя Да Там Став Выпил Персоналочка И Назад Давай Поехал Возвращается Такой Полный Приполный Монобернами Не удается Добить Ой Кстати У вражеского Диму Можно на иглу Развести Ну Как Развести Он Планово Его Прожимает 51 На 58 Лоулит Здесь Лучше Играет И Героя Не теряет Хотя Вот Сейчас Можно Героя О-па-па-па-па Герой Минус Лоулита Да Ладно Реме что Вытащить Может Может Вытащить Пятый Дима Один Козел С Когда Козла А-а-а-а-а-а-а Можно И так И так ТП Так он медведя просто оставляет, понимаете? Так мог просто медведя бить И он бы не ушел просто Хотя козел мог уйти Да, это сложная дилемма Нычка нулевая Пока без виспов вообще Профита она никакого не дала 39 лимита Грейды 2-2 У Лоули тут 1-1 Это косяк Так, к козлу приходим Козла прикапываем Все домогаются до козла У козла есть прикопка, Дима пытается Ой, как виспата Он диспелит, классно Ой, срочно, нет, не успевает Господи, какая халява Ну там Прикопка не дала Заставить Димку И теперь уже у ремайнда Проблема, потому что У него Димы нет Надо, наверное, как-то В таверне его выкупать Потому что, да Это единственное преимущество Его ситуативное такое А он дорогой Он пятый Он там 580 590 должен стоить где-то так Медведь проходит мимо Реджуф не кидает Но там еще Демон Хантер сейчас выйдет Или успеет Может толкать Не, не успеет он Тут дилемма Либо ты идешь Вырубаешь нычку Либо ты идешь На мэне Пытаешься добить людей Или Джуфа нет Ну бас Реджуф не сработает Пока Дима не вышел Но это вопрос уже секунды Позел еле-еле уходит ХП у него практически нет Надо ждать Диму Дима фуловый Возвращается Телепорт-то где? Алло Телепорт пошел Козел АМШу может юз Ой, как вовремя юзает АМШу Надо только Берн сделать на этого И прикопка пошла Валить надо Конечно же валить В сторону этого Здесь нужно виспов делать Хотя виспы уже есть И время работает безусловно На лоуле Это лимита у него больше Сейчас еще он прикопает Куда? А, ой, хорош Вот это уровень Я увидел Понял, что будет прикопка Понял, что нужно идти в Намбразуру высасывать ману Пошел Высосал Наполучал Но не умер Сюда нужно приходить Нычку вырубать После того, как у него Хоть как-то здоровье восстановится Но по лимиту 55 Против 50 уже Свиток напрашивается Продает персональный телепорт Берет свиток Идет в бой Там еще виспы рядом Так что зайдешь И не выйдешь оттуда А заходить-то нужно Ты же не на мейн пойдешь Правильно? Под мунвелло Не, пойдет на мейн Там мунвелло пусты Потому что день Мечется Не знает, что делать Ремайн К сожалению Подводит виспов Своей 59 лимит на 53 И он проигрывает По лимиту Откровенно проигрывает По лимиту Он и по грейдам Проигрывает Не забываем 2-2 на 1-1 Это ггшечка Это 1-1 И решающая игра Безусловно Тут уже Как ни крути Проигрыш в этом сражении Это гарантированно Ггшечка Хотя нет Призрачные шансы есть Типа он берет Убивает демона Как в прошлый раз Там получает Какой-нибудь 6-ой левел И вперед Но Я что-то в это Вообще не верю Медведь отдает Медведь просто Он убился От демона Об ауру шипов Он убился Сам Его никто не трогал Он Просто Давно страдал от От синдрома этого От депрессии У него Он пил Уже Не первый год Он пил Его уволили Жена ушла И тут Представляется Такая возможность Уникальная Просто Просто Прекратить эти страдания Не нужны Абсолютно Жалко медведя По-человечески жалко Еще одна Поломанная Судьба У него Медведь Да Да Про 5 мунвелов В неделю Пил Бывало Приходит С утреца Мунвелла Наполнена И вот Он пьет И пьет Весь день Пьет Подрезает Подрезает Медведя Одного На подкепе Который Подходит Ну какая разница Плевать на этих двух Медведей Если там 70 То у тебя 50 Нужно 5 убить Чтобы сравнять Хоть как-то шанс А там было Почти Ну Почти 80 Получается Было Эх Пятый Кипер Нет Нет Это Развал Дима Там лезет Уже Красный Прекрасный На этого Диму Тоже лезут Ну есть Став Вообще Плевать О Хорош Жирнючую Точку Ставит Лоулит Просто И добив Вражеского И за Сейв Своего Демонхантера В этой Игре И повторюсь Нас ждет Третья решающая игра Между Ремайндом И Лоулитом А победитель А игра будет На Твистед Медос Помните Как с Фогичем Играл же Реми Как раз На Тэйме Сегодня Что там Переписочки Japan Bot У них даже Тоже свои Какие-то Боты У двух Корейцев Японский Бот Черт Хайтек Не понять Хотя Роботы В Японии Очень хорошие Говорят Всем добрый Вечер У нас Росбрайн Кап Номер Пять Осталось Как в фильме Три танкиста Три танкиста И собака Только вместо Собаки Хэппи В хорошем смысле Этого слова Три корейца И Хэппи Хэппи в суперфинале Ждет победителя А даже четыре Четыре танкиста Про корейцев Про корейцев Ждем начало матча Пошел обратный Отчет Привет Миша ФФашечка До сегодня Хэппич Молодец Нет ФФашечки Сегодня не будет Вы что С ума сошли Карта очень агрессивная Очень контактная И учитывая то Как играл Реми Против Ой Вообще они психи Конечно Один пошел Лагерь наемников С первого же АО Второй на магазин Замахнулся Ни много ни мало Просто сразу Эльфы Раса Чудесная Можно крепить Практически все Что не агрится на АО То есть все точки Кроме шахт Ну быстро имеется ввиду Потому что рядом шахты Просто агриться И неудобно получается А так пожалуйста Раньше было скромненько Раньше вообще зеленые Начинали Когда еще Это было очень давно Потом Принаглели И очень долго Крепили оранжевые точки С АО Ну как бы это наказывалось Типа наказывалось Но Осмелели Сейчас уже Пошли во все тяжкие Берут Тоже оранжевые Но другого ранга точки Ну Наиболее жирные Которые только тут есть На карте Не привязанные к шахте Да Так и живем Войска вступили в бой Выманивает испом А чего А чего арча стоит Хоп На себя А таким образом Видимо Голем Перестает Он не кидает Первый этот Да ладно Я только сейчас понял Почему фишка То есть Таким образом Он в принципе Не кидает Камни Голем Если его так Отводить Веспом Господи Открывать фишки В 2016 По Варкрафту Я Ну я вижу уже Второй раз Эту тему И Ну А в чем смысл Типа Отвлекать А тут оказывается Реально Голем Видимо из-за того Что он Возвращается Назад Дошло Да Дошло Но я второй раз Фишку вижу Дошло Как он сделал Веспом отвел А потом Переагрил Арчой И после этого Голем Ни на что другое Не обращал внимания Кроме как на офф И не кидал По кд Эти Камни А это единственное Что наносит урон Вообще По героям По юнитам Нет Джокет Я не хочу Сейчас Созваниваться И вместе Я читал Твой комментарий Зачем Фудить Запускает Флешмобы Тут нас тоже Запустить могут Жалко Отдавать Такого троля Жирнючего Конечно Но Делать нечего Максимальное Время Выиграл Хотя нет Подождите Можно Ой Тут еще Кто Кого Сетка На троля Ретаргет На лучницу Надо сделать Добил Троля Ой Надо сделать Так чтобы Арча танковала Быстрее Быстрее Давай Добивай Добивай Там уже Блончат Виспы Сзади Добивает Получает Субимаску Зачем Предупреждение Если он уже Извинился Не знал Что Фоги Вообще Стрим Офнул Я бы тоже Не стал Турнир Наверное Потому что Такие Игры Впереди Масса Всего Он И так Измотан Устал Так Особимаску Ты получается Продал Тут же Да Продал Продал Можно Покрепить Но Ремайн Очень сильно Позади Сейчас Он Позади По опыту Позади По девайсам А это Что такое А это Ремайн Делает Что Абсолютно Глупое Решение От ремайн То есть Он Типа Улынет При том Что Находится Очень Далеко Он Не справится То есть Я готов Где-то Процентов Один Десяти Поставить На то Что Реми Сольет У него Этот Пуш Не удастся Не пройдет И игра Скорее всего Закончится Где-то В течении Четырех Минут Но не больше Не надо Бернить Просто Ерунда Но это Ерунда Он же Видел Насколько Тут его Насколько Лоулит Обгоняет Его по девайсам По уровню Нафига Ему Убиваться А Диму Третьего Тем более Котами Он Ты Фогича Еле-еле Убил И то Потому что У самого Ремайнда Было Колоссальное Преимущество Сейчас Еще Спалится Войска Вступили В бой Подготовка Два Протектора Даже На мой взгляд Очень сильно Перестраховывается Лоулит Уже Катапульты Строит Тут Нереально Его Задавить Даже Без Протекторов У него Уже Т2 Катапульты Давай Нападай Окей До сих пор Третьего уровня Нету Подкрепливает Немножечко Себе До третьего Нагонит Где-нибудь Должен По крайней мере Отставание Слишком Серьезное Опять же Нужно Брать Зачем Два Протектора Не совсем Понимаю Зачем Второй ООФ Неужели Он просто Чисто На На Баллистах Собирается С грейдом От Сценарий Все-таки Не совсем Тот Какой Рассчитывал Я думаю Не будет Так Жестко Подстраиваться Лоулит А он Сейчас Сам Затягивает Игру То есть Можно Было Просто Взять Дриадочек Две Лорнинсы И вперед Пофиг На то Что Там Застраивают С протекторами Ты все равно Ты все равно Молодец Ну строят там С одного Барака Эти катапульты Но Не жестить Вот с протекторами Катапультами С двух ООФ Потому что Ну это Это реально Затягивает Игру Еще пассивно Так действует Ладно Давай еще В окружение Будем попадать Персоналочка Персон А че ты раньше Персоналку Не везнул Думал Что он Не подставит Диму Вместо Кота Что На город Напали КД у него Не было Я посмотрел Нафига ТТП Тратить Ремайнд Выкупает Трех Этих Стафа Нет Но зато Да У тебя Т2 Полчаса Стафа Нет Класс Да Я Погорячился Видимо По поводу Четырех О Персональный Есть Оказывается 43 лимита На 32 На 32 Даже 32 Катапульта Катапульта Не делал Деньги Немножко Подкопились Второй Герой Нет Что Происходит Вообще Что Не поставил Один В десяти Капец Был бы Нельзя Рассчитывать На адекватность Все Таки Нельзя Да Это Что Что Это Такое Я Уверен Что Он Отобьется Но Он Просто Не Не Сможет Взять За Хотя Ремайн Вроде Тоже Не Меняет Сильно Стратегию Контролируем Эксп Вроде Все Хорошо Да Давай Закотом Через Пол Карты Уйдем Возвращайся Домой Тебе Штурмовать Буду О Хорошо А За Дирижаблем Вообще Хорошая Тема На ТМ Как Отобьешься Сразу Берешь Дирижаблик И Три Баллисты Дропаешь Ремень Даже Не Ломится Ему Ставить базу Тыкать Т2 Желательно Довременно Он Строит Баллисты На Т1 Но Это Сравнительно Кота Теряет На Криппинге Сравнительно Беспреспективная Затея Потому Что Там Есть Апгрейд На Баллиста А тут Нет Во Катапульта Смотри Что Делает Ну Ему Нужен Дирижабль В первую Чуть Четыре Катапульта И Сразу На Мэйн Дропаешься И Все У Него Нет Контры Именно Поэтому Ему И Нужен Был Т2 У Него Нет Арчей У Него Димка Там Не Стреляет По Воздуху Просто Прилетает Четыре Катапульты И Он С базы Своей Уйти Уже Нормально Не Может Потому Что Ну Они Вот Здесь Высадятся Например Вы Выщелкают Лес И Будут Просто Долбить По Шахте Давай Убивай Как Как Убивать Их Тоже Дирижабль Только Покупать И Все А Т2 Там Ой Что 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 Смотрите Что Он Делает Они Не Промахиваются Вот Что Дело Ай Пропустил Удар Все А он Ломится Тут Тоже Есть Катапульты Все Вроде Нормально Если Он Каким То Образом Не Пробьет Или Пробьет Недостаточно Быстро То Так Зачем Тебе Бараки А Что Оборчение Построил Вот Это Грамотно Вот Это Грамотно Да Бараки Все Рано В Секунду Умирает Идет Штурм Коты Очень Битые Оп 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 Протекторы Надо Поближе Катапульту Поближе Чуть Чуть Чтоб По Этим Пострелять Раз Надо Доконтроливать Да Здесь Идем Наверх И Сразу На Мэй Наверное Ну Я Считаю Римайн Все Рано Проиграл Но Продержался Он Уже 5 Минут Вот Еще Дирижабль Один Помогает Катапульты Умирают Эти Минус Мэйн Можно Домой Вернуться И Поддержать ГГ Да Крайне Странная Игра Крайне Первое Первое Странное Решение Которое Собственно Выбило Меня Из Калии Потом После Этого Я Не Смог Перестроиться На Адекватное Комментирование Это То Что Римайн Решил Улынить Проиграв Абсолютно В Нули Начало То То есть Он Не Может Так Просто Прийти И Продавить Человека Учитывая То Что У него Минус Один Левел И Минус Пара Девайсов Не Может Он Это Сделать Нет У него Преимущества А Там Дальше Пошло Поехало Лоулит Включает Параноика Вместо Двух Кроме Двух Бараков Ставит Еще Два Протектора Хотя Казалось Б Зачем Ну Дальше Было Более Менее Все Логично То есть Ремайн Уже Был В Тупике На тот Момент Ему Нужно Было Либо Делать Грейт На Т2 И Ставить Базу Но Базу Контролировали Там Это Сложно Было Сделать Хотя Карта Большая Можно Было Ухитриться Он Все Рано Магазин Например Слева Крипел Можно Было Янычку Слева Воткнуть Ну А дальше Всего К логическому Концу Пришло Т2 Катапульта Который Не Мажут Дирижабль Который Не Убить И Все Сейчас Будет Играть Лоулит Против Люцифера Всего Осталось На турнире Три Матча Три Серии Точнее Люцифер Против Лоулита Победитель С фокусом И Победитель С хэппи Он Видно Сразу Думал Харас Катами Дирижаблем Поэтому Задепился Ты В том Ты Делаешь Тебе Против Особо Не Нужны Ты Стоишь С Катапульт И У тех Заведомо Больше За Застройкой Улыбаешься И Смотришь Как Коты Умирают От Твоих Кат Все Зачем Жестить С протектором Это Жи Не Дешевое Удовольствие Один Против Он Стоит 200 Плюс То есть Висп А Сам Протектор Стоит Кажется 155 Смин Память Не Изменяет По Золоту Ну И Висп Не 60 А 120 По Фоге Считаем Это Вообще Это Огромное Количество Денег Считайте Вы Протектор Ставите Как Нычку Ставить А Нет Нычка Тоже Дороже По Фоге Выходит Блин Хитрая Тема Короче Протектор Дороже Таурен 135 Да Протектор Как Висп Стоит Все Верно Чуть Чуть Только Дороже Да Протектор Рано Поднялись Чтобы Дожить До Скопления Кат Рано Поднялись Протекторы Чтобы Дожить Так В том То И Дело А Чем Ты Будешь Штурмовать Там Один Дима Третьего Левела Против Дима Второго И Там Парочки Тройки Котов Он Как Б Ну Возьми Второго Героя Тогда Если Тебе Не Успеваешь Потратить Деньги Два Протектора Это Второй Герой Норм Куда Тратите Деньги Вот Второй Герой Например Если Стратиться Одного Барака Во-первых Там С двух Бараков У него Два Барака Было Один На Входе Другой Внутри База Но У Катапульт Есть Минус Что Они Строятся Долго А стоят Не так Уже Дорого То есть Кот Строится Быстрее Значительно Чем Катапульта И Да С Двух Бараков Как Б Тебе Потихонечку Денежка Может Скапливаться В отличие От Если Ты Просто Строишь Коту Хэпи Жалуется Что Смотрит 2400 Его только 500 Как так Так он же Сейчас Не играет Хотя Когда он Заиграет Будет Будет Еще Интереснее Фагематика Да Полный курс Это Какая Редакция Что С ремайндом Давно Не играл Что Леон Непобедим Практически Я же Раньше Был Да Нет Почему Они Все Сейчас В таком Велотекущем Режиме Играют Турниров Поваракраф Не так Чтобы Много Но Они регулярные Но Не такие Как раньше Но Даже И раньше Я бы не сказал Что ремайнд Был Практически Непобедим Так Геймнейм Люция Отлично Без Серьезных Задержек Мы заходим В следующую Игру Ооо Первый раз Я вижу Карту Дез Дезори Дайлз Дезори Дайлз Это Пустынные Острова Наверное Или Опустошенные Острова Только Финал Они могут Договориться Если Ты не знаешь Сможешь ли ты Выиграть Хэппи Или нет То есть Вот Вот как Почему Включили В Маппул Разнообразие Ради Разнообразие Я помню Там Вайн Сразу Начался После того Как Маппул Немножко Освежили Тут Оказывается Вон Сетка Есть Ссылочка В Message of the day Она дождалась Своего часа Может быть На этом турнире Кто-то играл Уже На этой карте Мне любопытно Посмотреть На что-нибудь Новенькое Чтобы вычеркивали Ну не вычеркивали Видишь Вибра Еще не сделали Мы это Мы некоторые вещи На новом сайте Еще не доделали В том числе И расширенный Профиль игроков С матчами С историями С достижениями И еще понадобится Какое-то время Чтобы вернуться К этому На отборах Хэппи С Хелсингом Играл Окей Они договорятся Что фокус Прошел в финал Так у него лучшие шансы Против Хэппи По 100% А зачем они тогда До этого Играли 2-1 Почему бы не сыграть 2-0 Нет Я думаю Что все-таки Здесь призовой Посерьезней И Учитывая то Что есть Некореец В суперфинале Договариваться Уже Гораздо Сложнее Лауднав Это Судье Судье Расскажи Что надо Как надо Крабик Ой Гаадмеп Люциферу Нравится карта Что делать Орку против Фрост Армора Я не знаю Я не орк Поехали Напомню Ползил Разве когда-то Любили все безгорочно Да это понятно Да Что Нужно как-то Разбавлять Возможно Стоило Заранее Проанонсировать Еще сильнее Заранее Проанонсировать Карты И там Полутора Или двух Недель Ой Варден Приятно Ну ловлет Вообще Варденку Довольно часто Берет Насколько я помню Особенно Против Фандеда И В этом Да не только Он кстати За все время Проведения Турниров Зоток Ну Зоток Это уже Не совсем То Ремайн Фокус Граби Это осили ремайн Ну это в определенный момент И На зотоках Не все все таки Принимали участие Те же самые китайцы Редко были Кажется Кажется Из-за Традиционно Из-за проблем с хостами Хотя могу ошибаться Ну да Ну да Да Ремайн Какое-то время Тоже в топе Был стабильно Ну и опять же Судя по этой статистике Его сложно назвать Практически непобедим Потому что Еще как минимум Два игрока С приблизительно Такой же статистикой Находятся В том же самом Топе Зоток Зотача Пришел на разведочку Увидел Ранний грейт Судя по всему И И успокоился Так Акалит там успел Что-нибудь Кажется он никого Не успел добить Что-то черепашка Какая-то приставучая Корчек Ооо Ножи Использовал Как Как здорово Это лоули Все-таки Выкрутился В этой ситуации Не дал добить Диспел Ооо Диспел Не задел скелета Ооо Хорош Такой сейф Шикарно 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 Пошла ротация А там уже нет Маны Удки Так что Можно Не Не переживать Не переживать Сильно Второй Барак Ну Это по типу УТС Какого-нибудь Да Фасткриппинг С Для третьей варьки С Быстрой установкой Базы Ну или как ФФА Тоже Очень эффективно Можно прокрипиться Быстро И безболезненно Причем без Серьезного риска Что тебя там Кто-то зарашит Потому что Всегда у тебя есть Один аов Который постоянно Штампует Арчи Хотя Он же сделал Разведку Он увидел Что там Фасты 2 И в этой связи Конечно Конечно Наверное Стоило поставить Эксп А не барак Он же все равно В экспант Идет Правильно То есть ему Не угрожает Какая-то Ранняя агрессия Со стороны Андеда И этот Барак Получается Абсолютно Свободен Есть Один Коил Увы Никак Не может Добить Несчастного Мурлока Оп Ай Перестарался Ножики Были здесь Явно Лишними И так Добивал Пошел Лауф Ну явно Сюда На криппинг Ну как-то Странно Лауле Действует На мой взгляд Да Он прокачался До второго До Даке Сложновато Ну он Сам выбрал Такую судьбу Высоких Технологий Ой Столько живности Разной Самой Хантерс Холда Делается Без Особых Проблем У меня Барак Тут смущает Его Его Спалили И прокрепиться Будет крайне Сложно Да кстати Делать Например Первый Первую нычку Было бы Тоже Весьма Опасно Учитывая То что Вторым героем Если берется Нага То Как защищаться Вообще Это же Очень опасно А где В даггер В даггер Или он Все еще Не прокачал Не определился Что качать Даггер Леблинг Панду возьмет В центре Отдает Просто Крип Нейтралов У себя У себя На экспанде Но выбора По большому счету Нет Ботинки Приобретаем Очень злые Мобы Ой не готов Тут варден Умрет Ретаргет Делаем Левсерман И хороший Девайс Отчаянник же Не может быть Правильно Только Бладлас Закидывают Опасно 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 Ой Блинг Все таки Блинг Ножи и Блинг Очень странное Странное Сочетание Как он Как он Спасает Арчей Только Одну Удалось Убить Адри Плач Делать Было Сразу На город Напали Так А дальше Что 22 Лимита Что Собирается Делать Эльф Протектор Дверлор Ница Крайне Странно Я не понимаю Просто Задумку Эльфа На что Он Рассчитывает На что Он Надеется Соло Варден Соло Варден С дриадом Не верю Но Экспанта Уже Понятно Но Дриад Тут Причем Варька Может С третьим Левелом Харасить Акалитов Это Понятно Но Ладно Экспан Тоже Сочетается С этой Темой Но Нужно Тогда Т3 Сразу Жмякать А не Коз Строить Коз Это Чем Тебе Помогут На Город Напали Да Т3 Нужен А вот Сейчас Варя Конечно Устраивает Кидыш На Базе Очень Очень Все Жестко Надо Попытаться Наверное Добраться Даже Нерубки Нет Ну Добей Сейчас Ману Надо Пропить О Еще Здесь Один Класс Класс Такие Потери По Деньгам Сейчас Идут Правда Доделывается Апгрейд На Т3 Можно Уже Хоть Как-то Аколитов Вернуть К жизни Отличным При этом При Всем Еще Крепится Одновременно Параллельно Ну Недоконтроливает Добивает К сожалению Аовом Морского Великана Ну Таит Хантер По Другому Дотеры Дотеры Поймут Тайтуха Грейд На Т3 Работает Нычки Нет Нычка Вроде Как Хорошо Под Харас Укладывалась Но Он Поздновато Делает Поздновато То есть У Варька Отлично Выигрывает Время За счет Того Что Она Приходит Убивает Аколитов Андеду Нужно Вроде Как И Разрываться Там Кого-то Оставлять Защищаться Какую-то Пассивность Проявлять Вот У тебя там База Стоит Шикарно Билар Привет 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 Я не понял Вычеркните Мойник Из списка Поздно Поздно Все уже Под карандаш Ой какая Черепаха Огромная Два Косаря ХП Хаос Урон Черепаха Как дракон Древний Причем Да Древняя Черепаха Кто Ее убивать Будет Такой вопрос Она же Тут Всех Сожрала Сразу Дриаду Не подавилась Еще Плюется 600 Маны У нее Вот Это Да Ой там Еще Приходит Приходит Как жалко Какая Подстава Форкет На трех Арчей Синхронненько Умирает После Вейва И Такая Жирная Черепаха Вместе С Подарочной Еще Дриадой Сюрпризом Достается Андеду Не хочет Отдавать Андеду Не хочет А надо Сейчас Он еще Кроме Кроме Черепахи С Дриадой Внутри Уже Одну Дриадку Отдал И одна На грани Была Аккуратненько Все И подарочная Дриаду Амулет Защиты Амулет Защиты Особо Не нужно Нет Вообще Эльфт Проиграл Сейчас Мот Меняет Базу Он Бегает Харасит У него Вряд ли Что-то Получается Он С одной Базы Против Андеда Просто Умирает Да там 4-4 Практически Плюс Третий Лич А там Четвертый Варден Здравствуйте Я ничего Не умею Четвертый Варден Должна быть До Третьего ДК Причем До остальных Героев По сути А когда уже Такая поздняя Стадия То Амшу Надо было Брать Амшу Сейчас возьмет Реджу Кастовать Нужно тоже Ой 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 Амшу Амшу Телепортируется Нет Неплохо Варя еще Умирает Да ливай 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 Серьезно Чего тут Мучиться Герой Нулевый Лимита Меньше Базу Не поставил Странный Он Какой Наши Бы уже Все Ливнули После такого Когда Тебе Еще После Неудачного Сражения С Соло Героем Убивают Это Это Вообще Зачем Так Жить Зачем Сплошные Страдания Инвульчик Или Свиток Персоналочка Хараси пойдет Я предлагаю Эльфу еще одну Большую черепаху Забрать Справа Как раз Пара точек Тут не закреплено Я думаю Без Без Варден Вообще Изи Справится Моиска Вступили В бой Нет Он Сначала Будет На Мурлоках Тренироваться А потом Уже Потом Уже Ой Варечка Варечка Что же Ты Делаешь Родненькая Рич Второй 4 4 Здравствуйте Беги Как Ей достается Там Арбак Заморозка Еще койл нового Если прилетает Очень больно Ну получит она Пятый левел Ну будет она Соло пятого левела Без экспанда Андет уже ставит Базу Да это кстати Похоже на На расслабон Либо Эльф не очень Я не Черепаха могла Съесть дриаду Но в последний момент Передумала Нет Нет Все таки Есть будем Будем есть Ай 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 Козочка Это Сопротивляется Коза И Артефакт Утонул Нет Камень жизни Неплохо 300 хп Оп Оп Книга На глазах Растет 50 лимита У Андетта Книжка не прочитала Плюс 2 силе Побежала Пятым левелом Сейчас Андетт Должен Навязывать Битву Потому что К нему приходят Убивают Околитов Здравствуйте Это не прикольно Смотрите Стопает По одному Надо возвращаться Домой А персоналки Нет Но выходит Тогда просто Телепорт Надо делать 49 лимита Против 50 И варя На своей волне Куда Молодец Гулей Разуплотнеет Она видимо Хочет 6 левел Потому что Только 6 И даст возможность Хоть как-то Сражаться С Андеттом Даже не хоть как-то А еще как Падает барак Коза с медведями Не прикрыты Есть протектор Конечно Но Здесь уже Не стоит Да Тянуть Не тяните Как говорится И пошел замес Первый медведь Минус Приключается Второй медведь Минус Приключается На варден Варден Плотная Такая Ух Матерая Но она Одна Одна И без маны Падает Абом Его предательски Убивает Протектор Судя по всему Варя Блинкуется Через 2 метра Потому что Может Сейчас бы ты Блинканулась КД Блинканулся А сейчас На блинка не хватило Молодец Ой Койл Койл летит Смотри Не летит Койл А почему не летит Койл Да можно же Чтоб летел Там все равно Можно было Забрать Одним Койлом Вторым Койлом Пока там То да сё Реджу Так Висп Не знает Пока что делать Передает на базу Инфу Я буду Дерем Решил он Больше будет Пользы Без урона Варя наполовину Шестая Слушайте А может быть И Это серьезная игра Вдруг это Серьезная игра А я тут развел Хихоньки Да хахоньки Похранил эльфа Предлагал ему сдаться Настойчиво Причем А тут ребята Парятся Потеют И тут Хоп Сейчас Варька Шестая Spirit of vengeance Comeback Ой Сейчас можно Умереть А почему А потому что Мана Мана Сейчас можно Убить Деку Убить Деку Можно Я вижу Дурак Я это Видел Даже Ой Хорошо Нет Может быть Это Как бы Взаимная Может они Решили играть Исключительно На мышках Например Какой-то Дополнительный Челлендж Или ты Отдал Героя Я тебе Должна Одного Героя Отдать Какие-то Скрытые Условия Но Вот так Деку Отдавать Она же Была Заряжена Он же Видел Что Она Ману Пропила У него Там Хитов Под По Третьей Веер Не Хватало Вообще А ему Видимо Все Равно Вообще Он Как бы Ох Но половину Седьмая Варя Алё А где Ультимейт На ультимейт Не хватает Маны Ну Висп Почему-то Не бьет Вот Акалитов Переключился Войска 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 Вступили В бой Надо Ультовать Я считаю Ультовать Тут же Пока Есть Трупы Пока Еще Свежи Вот эти Вот Останки Можно Поднять Неуязвимых И Кстати Можно Пойтиночку Поставить Да 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 Сейчас Вот эта Бригада Любую Любую Армию Отправит Назад Как К обсидианкам Приклеится Так И не остановить Акалита Подрезаем А седьмая Варден С третьим Блинком Она же Вообще Покоя Не даст Акалитам Все Побежи Сейчас К нему Снова На Мейн Беги 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 Родная Давай Можно Можно Ааа Варя Приходит Подрезает Акалитов Там Spirit of Vengeance Окружили В пятером Деку Чтобы вы понимали Четвертого Деку Со второй Аурой Окружили Медленные Неуязвимые Круто Хэппи Сейчас Сидит Наверное Смотрит И ржет Просто Над Происходящим Что происходит Вообще Именно Это ключевой Вопрос Который Пока Нет Ответа Как Что Это И вроде Как И не поддаются Сильно Все серьезно У них Но какие-то Нелепые Нестандартные Ситуации Возникают Оп Варька Варька 228 228 228 224 Видимо Кто-то Кто-то Не разбирается Срочно Нужен Кто у нас Там Профессор Мимологии Инвиз Очень Вовремя Веселые Молочники Тянутся На север Оставляя Неприкрытыми О боже Голыми Абсолютно Акалитов Можно Ульту Обновить У тебя же Закончилась Льта Я знаю Что Закончилась Нет И Андет Назад Возвращается Не Не Закончилась Ульта И тут Ее Принимают Ой Хорош А Зачем Он Камень Жизни Продал Такой Вопрос На Таком А вот Ульта Закончилась Два Рабочих Ну На самом деле Сейчас Все Будут Работать Два Два Нексуса Будут Работать Два Некрополя Будут Работать Только На Акалитов А Варьки Только Дай Немножко Манки Попить С колодцев И Все Она Пойдет Опять Убивать А Когда У нее Седьмой Левел Будет На Третьем Блинке Ее Не Остановит Никто Никто 47 Лимита Вот Это Герой Хороший В лоб Он Конечно Сражаться Может Но Эльф Этого Делать Просто Не Будет Химерница Строит Ведьму Против Абомов Седьмой Левел Варя Ульта Есть Ульта Не Там Ей Нужно Вообще Домой Идти Как Можно Быстрее Потому что Дома Унижают Медведей Зачем Делать Ничку Если Мейн У тебя Закончится Скоро Что Происходит Вообще Что Они Делают Он Реально Стоит Ничку Когда Ему Уже Было Предупреждение О том Что Внимание Ваш Мейн Закончится Через Две С половиной Минуты И Это Предупреждение Было Больше Минут Назад То есть Как бы Нафига Варю Просто Все Ее Пока Забили Хотя Сейчас Начинают Бить Но Как Ее С Третьим Блинком То Убить Знаю Покупай Манку И Юзай Обилки Трупы Появляются Появляются Spirit of Vengeance Все А бомы Скоро Минуснутся Тут Эльф Выиграл Эльф Эльф Выиграл Серьезно Эльф Можно Лича Убрать Кстати А Нет Манки Сори Косяк Да За маной Полетела XTGL Увеличил Призовой Фонд На 322 Рубля До 123 1802 Рублей Все Андеда Нет Андеда Нет Он Экалитов Правда Достраивает Но С экономикой У него Лучше Ситуации Чем Сейчас Не будет А у Него 30 Лимита Против 38 Варя Бешеная Абсолютно Безумная Убивает Уже Почти Восьмая Эту катку Я буду Пересматривать Когда Будет Запись Определенно Да Потому что Тут Не понять Так просто С первого Раза Что Как Как И Почему Так Все Произошло И Реально Это Не Отдача Это Просто У них Вообще У них Плюс Пять Часов Может быть В три Часа В три Часа Ночи Вот так Начале Четвертого Половине Четвертого Сколько Они Сейчас Там В Южной Корее Потихонечку Плавятся Все-таки Мозги Может быть Поэтому Как раз Не Телепортнулся Поэтому Какие-то Странные Мувы Из серии Давай-ка Я нычку Построю Потому что Что-то У меня Не хватает Базы Хотя Мейн Заканчивается Чуть больше Через минуту Ну Нычка Строится Как бы Три минуты А тут Тебе Предлагаю 90 секунд Подождать И будет У тебя Дерево Большое Ставь базу Шейда Немножко Портит Не поставит Нычку Просвет Готово Да Окружение Спиритами Тоже То есть Он видимо Вообще Не контролил В тот момент Когда Спирит Оф Энженс Его окружали Потому что У них В принципе Скорость Меньше Чем У ДК А еще Меньше Чем У ДК Под второй Аурой Естественно Поэтому Там Нужно Было Как-то Очень Долго Зевать Чтобы Пропустить Такое Такое Окружение Козочек Надо будет Отдать К сожалению Потому что Только С козочек Появляются Трупы Здесь Соля Соля И только С трупами Можно Сделать Духи Возмездия Восьмой Уровень Протектор Ну Прикопайся Химера Прилетела Тайминговая Химера Против Абомов Которых Нет Дестройер Да Эльфы На самом деле Тут Сложно Что-то Что-то Посоветовать Что строить Да Медведи Вроде Как Лучше Живут Став Нужно Купить Наверное Для начала Ну Потому что Так Можно Юнитом Спасать Минус Вторая Химера Наги Передается ТП Может Успеешь Убить Нет Там Первый Кинжал Вряд ли Нет Никак Он Не умрет У Андеда Из-за Постоянных Проблем С Акалитами Осталось Какое-то Количество Средств Нам В Мэйне И Именно Поэтому Он Все Еще Живет Эльф Как Раз Ждет Когда У него Тут Начнется Инком Причем Ох Ты Ж Ёжик На фонтане Сражаться Это Очень Плохая Идея Здесь Очень Плохая Идея Для Эльфа Хотя Если Тыкнуть Чисто В Нагу Да Эта Идея Хорошая Разделяю А Зачем Вы Загул Если У тебя Третий Блин Есть Боялся Что Рейндж Будет Что Все Таки Схватит С Комбо Вомбо Да Скорее Все Поэтому Тогда Это Правильно Тогда Это Правильно Согласен Надо Опять Тыкать В Нагу И У Нее Есть Бутылек Но С ХП Природа Е Не Одарила ХП Она Пропивает Бутыль Варя Уходит Чтобы Не Получать Нага Падает А когда Будет Девятая Вардена Это Будет Вообще Бомба Она Наверное Просто Будет Тыкать В Эту В Деку А Когда Десятая Будет Грязь А может Ей сейчас Переучиться Забить Уже На Эти Было Хорошо Если У него Было 3 3 И Первый Блинк Нет Сейчас Да Но 300 Тратить На Это Не Хочется Чтобы Она Просто Даггером Врубалась Или Просто Отказаться От Веера Пока Хайлайвельного Просто Врубаться Третьим Даггером В Ну В Деку В Деку Врубаться У него Ничего Нет В Лича А Маны Нет Маны Нет У Деки Задиспейлила Все что Можно Поэтому Поэтому Живет Там Новая Есть Но Хочется Нельзя Отпускать Лича Нельзя Отпускать Лича Давай Прыгай Оп Минус Линч Хорошо Блин Хорошо Эльф Магет ГГ Красивая Игра Очень Красивая Игра Очень Близкая И Судя по всему Это Нифига Не 3-2-2 Это Просто Сумасшедшие Качели И усталость Еще Вот эта серия Потом Следующая А потом Будет Суперфинал С Хэппи Игра Классная Прям Прям Классная Пусть она Немножко Наркоманская Но Она Непредсказуемая Очень Близкая Получилась Итак Лолит Ведет 1-0 В матче С Люцифером Фокус Ждет Победителя Этой пары Следующая Карта Будет Ancient Tiles Мы Собственно С вами Ее И посмотрим Заходим Game 2 Game 2 Эй Ай То ли Меня Кикнули То ли Карта Не та Нет Нет Еще Не та Ты не устал Каметь Устал Немножко Can't Join Me neither Вот тебе Я бы вышел Да Да Никогда Нельзя сдаваться То есть Там реально Было все Плохо У него По всем Фронтам Плохо Но Вот я бы Вышел Я бы Не сражался Дальше Справедливо Перенести Поехали Поехали это самым подумайте о фокусе о старом фокусе майкер обломывает игры на к тебе вы его на все деспот почему на все чат это же не по правилам нельзя так делать завтра герокап да сейчас узнает если хэппи не против 20 например герокап финал будет все равно позже но опять же если хэппи будет против то не надо чтобы по обоюдному согласию я практически не сомневаюсь что фокус будет завод хэппи может сказать не отдавать сегодня доигрывайте всем фокус 1 на зритель 2 500 ты же понимаешь что от от фокуса зависит как он будет играть на те же самые две с половиной тысячи зрителей один это отлично давайте давайте тогда и призовой тоже в конце на всех поделим как бы чего это чего это чтобы справедливо было на всех поровну где мы пять рублей алексей потому что михаил дно соло варкрафта войска вступили в бой отличная идея кстати безусловно будет поддержана большинством да 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 вот она иллюстрация демократии а ну ясно ну короче решат судьи ориентировочно ничего никуда не переносится все нормально ну как бы все все стандартно и призовой фонд мы тоже не делим на всех ну так чтобы совсем было все ясно не возникало никаких вопросов тут варден с кольцом не повезло и конечно мой зачем ты упоминаешь то к чему не имеешь отношения сложный вопрос философски можно сказать я внес предложение но решение не за мной вот они руки ничего ничего не делал ничего не печатаются да об этом с меня спрашивают потом все равно а почему майкер у тебя на форуме кто-то тему какой-то создал войска вступили в бой тем временем варден получила 2 л и эй что это было как так как визп умер давай голосовать на войска вступили в бой там архи будет просто анархия в начало для лоулита по сравнению с прошлой карты значительно лучше потому что здесь как раз варька раскрывается она крепится она не отстает и даже обгоняет деку и ее там не подрезают не не штрафуют арчей приятно крепится здесь приятно тут и карта тоже такая более-менее friendly а второй барак вообще надо идти на базу ставить эксп сразу же просто бах и все easy по грейду обгона нет даже эльф немножко впереди папа папа по грейду папа 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 запись будет в бой довольно нагло сейчас скрипится конечно люцем и в отличие от прошлой игры у него opening то другой на всякий случай там был fast great сразу финды а тут гульки и криппинг 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 хотя по криппингу прошлой игре варда отставала ладно третий уровень получает варда великолепный девайс выпадает амулет энергии шикарный девайс до конца игры он будет с ней если конечно на его не продаст как медальку как камень жизни и все хорошо третий левел вардер ска вступили можно бежать убивать и колитов тут висп в тылу врага висп крутится как может пытается остаться незамеченным в среди андедов а он весь такой желтый дух вард он приходит не совсем вовремя телепорт вот это фейк это фейк не повелась варда на персонал очку до на такой развод был классный оп минус 5 колитов до свидания 5 колитов карл 5 околитов сразу же а чё не вместе ходят нужно принять решение кто там создал голосование кто не пишет кто создал я предполагаю что это что-то локи шалит начало для эльфа просто превосходный можно ставить базу можно крепится можно не выпускать андеда собственные собственные базы можно гуль вообще еще поубивать войска вступили в бой оп ну давай бей алё он гульку можно забрать оп оп на колита переключился персональный телепорт но он нужен два протектора как не своевременно господи тут криппинг там короче очень все плохо у эльфа резко туда он подумал что так же как я сказал подумал что он может все и он решил сделать все он решил продолжить харасс одновременно с этим крепится и типа за это ничего не будет он отобьется здесь это не такая большая проблема мунвеллы есть гули раскладываются но протекторов жалко арчу жалко которым не контролирует между двух мануэлов он еще в лич приходит ну вон а и люци выходит из игры почему не хочу потому что играть уже все не знаю может увидел 4 level варн вспомнил что не доказал всех виспов мало ли что вдруг ему спать пора может пришел там не знаю пес посмотрел в его глаза хозяин ты что пойдем жрать плюнул на все плюнул на эту варден все эти проблемы в игре проигрыш 0-1 к черту и ушел так осталось нам посмотреть два матча это лоулит против фокуса и победитель против хэппи как-то так 4 level и ману на ней увидел да видимо видимо как раз его демотивировал девайс вардена четвертый уровень зачем он околитами вместе ходил может у них группа какая-то разделяешь и все и одними ножами четырех не убьешь ребят я не ошибся с 32 куска призовой причем эти 132 куска распределяются непонятно пока еще как на двух корейцев и собственно дмитрия то есть лоулит фокус и хэппи вот это три человека который так или иначе займут топ-3 у балконного штука балконный стример а шахматы там финал видимо его смотрят великолепный мужик вообще но не на гг у него зрители на твиче хотя странно я только на гг очень такой толковый образованный не испорченный нашей аудитории шахматист наши получит деньги нет никто не получит деньги причем донат не зачиталось может пополнение призового фонда скорее всего айм над суперстар перевел 200 рублей увеличив призовой до 123 тысяч девяти сто восьмидесяти двух рублей чем будем стараться ждем название игры 31 числа в 23 59 59 закончится стрим марафон в общем он идет четко ноябрь куда идут 10 процентов с переводов но на данном турнире идут организатору который к сервису в частности может быть кому-то из судей но десять процентов до идут организатору а вообще если мы не выбираем опцию что и сайт 10 процентов получает то идут сайту во первых мы высылаем эти средства теряем на переводе в зависимости от того куда переводим какое-то количество процентов и это позволяет в принципе турниром они окупились где-то за год после старта вся разработка турниров купилась очень хороший пример правда небольшую аудиторию все таки но тем не менее как нововведение пользуется спросом и достаточно автономно само способным что-то зарабатывать хотя бы для того чтобы продолжать разработку провоцирование что там глаза фо сделаем почище там помощники есть на самом деле дурачок понятно нет ну конечно риторические вопросы такие это да это не надо так о лоули ой заходим зашли отлично соколик добрый вечер а сейчас будут просить соколика нет на самом деле хочешь давай при джойте как у этом с со временем желанием тем более фокус ты же орков любишь ты же орков знаешь соколик звони если если будешь готов я готов сокол привнесет нужной энергии и орковского духа сейчас подождем только его ну и первую игру если что можно риск не посмотреть ладно неважно давайте если если при этом уроке если нет нет отталкиваемся от того что данность у нас вот такая снова карта дизорте тайлз он та же самая карта вы говорите не пользуется популярностью он пожалуйста что творят забыл написать стримов да да привычка от фашечки ну что ж предпоследняя серия фокус играет против лоулита два корейца решают кто же кто же узрит императора кто же достоин аудиенции с с дмитрием костиным а к хэппи заходил 5 захожу в 00 до сих пор до сих пор стрим он ты мог в 16 00 зайти тоже был стрим поэтому и через часик заходи он тоже будет поэтому держитесь держитесь оба уже узрели но еще разок то есть сейчас они просто пытаются понять кто же из них больше достоин окна только f7 нажать лоулит мне кажется что у хантер с вообще будет играть так вот запариваются с застройкой тогда когда играют в барак хантерс холл они играют через то есть если вы играете через барак который с арчами который крепится да и он бы построил да по по количеству виспов видно что это хантерс холл я уже туплю барак должен был строить еще чуть пораньше это хантерс хороший кстати выбор для сравнительно новой карты то есть тебе не нужно заморачиваться относительно там каких-то особых маршрутов крепинга учитывая особенности этой карты ты просто выбираешь более агрессивный стиль на маленькой дуэльной карте через котов и все и тебя особо не интересует что там происходит вокруг в плане нейтралов у тебя задача это следить за орком охотиться мочить грантов ну и там глядишь на т2 нычку например поставить не знаю какие там планы у него буду дальше но да может быть как-то более агрессивно сыграть потому что здесь довольно открытые базы и не всегда на новых картах люди правильно застраиваются так ну как как обычно это бывает на проверенных картах до хэпи сказал что хочет сегодня так все матчи будут сегодня соколик присоединиться к нам на следующей игре войска следующий карте так что готовьтесь к прохладным историям и к тесно сейчас по-русски говорит лучше или хуже чем на немецком сколько времени уже прошло это знаете как у разведчиков он же в тылу уже давно занимается диверсионной деятельностью мосты строят другие стратегические объекты но он возможно уже настолько вжился в роль что не знаю надо его на допрос с предстрастием обязательно чтобы выяснить не переметнулся ли он вдруг он уже не наш тут минус 2 боруса насколько я понимаю и при этом минус тп да у него же девушка русская вроде ну и девушка проверить тоже нужно конечно если ты про это ой тут тут застройка я что-то смотрю три виспа на арковской базе думаю не то а это то это то что надо да поэтому войска вступили в бой это просто тупая вот агрессивная стратегия вниз не привязанная карте никоим образом то есть я строю котов я строю котов и застраиваю орка ничего не знаю я так играю неважно какие там базы не базы черепахи девайсы выпадающие ничего мне это не нужно знать я просто строю протекторов и котов чем с одного аова что странно крайне странно при этом у него копится бешеное количество ресурсов проверил увидел т1 это подарок фокуса на самом деле катапольту ламбер милл надо заказать на самом деле еще проверить грантами вот вот эту вот тему надо о скиллуха пошла ребята на город напали поливай поливай просто ливай господи какой ты его просто бега все-таки карту надо знать когда ты собираешься застраивать да не прокатило то есть мысли его было понятно план замысел умысел все это тоже было понятно год мэп так надо хотя бы было посмотреть год мэп сам не черкнул поиграл привет генрих так скажи что-нибудь еще алё 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 да привет здравствуйте михаил нет взаимно 1 1 не дыши микрофон гарнитуру на уровне носа если у тебя гарнитур эти гарнитуры у меня такая да это гарнитура я и этот самый ее чуть повыше просто чтобы она была чуть-чуть вот на уровне кончика носа твоего зависит от того какой у тебя нос меня длинный у тебя наверно не очень меня красивый нос повезло тебе с носом ну рассказывай рассказывай внеси сумбура немецкого хотя у вас там порядок должен быть в трансляцию рассказывай что нового у тебя чем ты занимаешься а я ты в курсе по моему ну да ты долго строю тебя но я уже переехал как полгода так все равно строй знаешь это с лопатой с отцом копаем там все сегодня деревья сажали а что эффективнее лопата или отец еще раз что что эффективнее лопата или отец эффективнее комбинация ты же знаешь такую пословицу два солдата из стройбата заменяет экскаватор мы с папой уже столько кубометров земли перекопали заходи в игру game 2 называется она окей у меня аккаунт good game 2 прохладно да ты скажи что я стример потому что я важно сказал не тронуть тебя так ну то есть стройка у тебя да а по основной работе ты продолжаешь строить стратегически важные объекты на территории ферме смысле да это правильно правильно продолжайте наблюдение с вами свяжемся я кладу асфальт так точнее я инженер там по прокладке асфальта кладу я еще много кое-что другое здесь на все подряд но асфальт одна из моих профессий у меня под моим командованием три колонны внутри прораба еще там куча человек штук 30-40 ну я им это работаю все такое говорю что куда положить заказываю там все такое ну нормально так ну можно конечно очень много всего рассказывать но давай будем рассказывать прохладу всю на в паузах или пока вот как сейчас скучно все лавлет и фокус играют на карте ancient isle на старте то особо ничего интересного нет поэтому можно еще похлудить я могу вообще нереально прохладный стримил кстати так ну ты наверно замечал но у меня просто абсолютно мало времени вот сейчас прорвался увидел то что ты здесь сразу кровь в тушу и сердцем облилось мне сердце крови крови прохладную историю я рассказал на стриме но там я по ночам стримлю там как его называют я как же жена твоя смысле девушка ну вот девушка самая лучшая на свете но ночью ты играешь на ну да как как время после работы и все только ну вот прохладная история майкер как я всадил в банк в банк или в банк банк на эти деньги можно говорят да у нас обычно в банк на не ну короче да да хорошо продолжай измени перебил то без проблем беспалево подумал это надо доллары на евро поменять пришел кладу там скажем пачку долларов ну скажем сколько кладешь ты ну я чуть-чуть хорошо парочку скажем ну и она меня спрашивает вы хотите чтобы вам положили какими купюрами вы хотите назад евро пятьдесятками ну понятно или 500 так ну она дать пятидесятками она тип пятисотками дала не она так давайте так я не так смотрю и потянули меня знаешь язык ну я думаю ну надо потом красивую девушка думаю надо прохладу ее пить так пятидесятки это в германии ну это у нас торгует наркотик любой мне это не надо она так на меня посмотрела не поняла конечно мой юмор я так улыбаюсь и так так а я торгую орган мне сотками она почему-то не посмеялась и начала что там робко и пересчитывать деньги там а сейчас подождите я пойду в этот там в сейф надо все туда-сюда но я стою веселый такой улыбаюсь другим то есть это не вся история ты меня пугаешь это только начало улыбаюсь там другим работникам смотри смотри момент момент блэдмаста блэдмаста да ешь молодец орк я болею за орка извини конечно правильно правильно так их ушасток а еще если он пяткой в нос дал диме ах ну и чего она так уходит дима на хантер моя девушка подошла что слышала приятный голос твой михаил она скорее всего слышала что ты там с кассиршей заигрывал шутковал и по ночам варкрафт играешь все сдал всех сдал я всех сдам нормально все нормально все хорошо там ничего не было пока еще продолжай сокол что-то дальше было данный момент так за еще 80 маны 90 маны потому что в лет сделал этот кого ты видел как сер клетку прям перед носом выкладывает вот это да бесстрашно фокуса есть все чтобы вылечиться он отбегать назад и бежит за путь сами дима хочет конечно догнать этого кранта 2 и уничтожить урос номер 3 потому что он еще этого не построил ее но у него мало жизни мне кажется он не будет этого пытаться а вот опасно садимы да можем ботиночки уже видишь как и хотя руку как он не пишал он сразу как-то в другую сторону метнулся но мог бы побить сейчас вылежит серпет вылежит серпетку так а чего и интриган что там дальше с по истории это идет а ну вот так ну я улыбаюсь так а деньги менять ну я ничего такое она подходит все выходит через минут 57 ну робким голосом мои говорить типа это ну вот вам доллары войска и евро бой я не первый раз менял доллар и евро там ну первый раз я решил просто пристануть там пошутить прохладную шутку очень смешно мы оценили кстати и чего дальше но дальше как тебе сказать но она поменяла деньги и веселый только спасибо большое улыбаюсь выхожу и ко мне подходит два чувака в этот момент ты знаешь это ну когда заходишь в здание бывает такой подвес такой ну пару ступенек я из двери выхожу и там эти пару ступенек вниз эти два мне идут напротив и один показывает бумажку полиция а я оступаюсь и с этой с этих ступень лечу держу и радуюсь и чувствую как мне по хребту чё-то ударяется я лечу на газон нами на мне уже сидит один амбал ну не амбал чувак прижимает моё лицо господи как же с юмором то плохо в банках а ты подумаешь и я с моим русским акцентом специально как же я завидую тебе такие такой экспириенс класс ну ладно потом так еще прошло ну давай покомментифицируем но тут туда-то два гранта отдались на рядом с этим с колодцем лунным в попытках его снесли это ancient of war заблокировал мунвеллы и все чтобы гранты не не смогли убежать даже сердце пресс-предсказ потому что я вспомнил в цг когда я против муна играл там на сцене и точно так же слил моего блейда обиду да мы можем вспомнить еще несколько раз историю грустных помню вспоминали прошлый раз и неоднократно но ситуация конечно да интересная с банком потом еще верят приходил так а что же как разрешилось-то в результате как ты доказал что ты не не половина проверили забрались на себе в этот как его ну где люди там сидят ты вам рассказал про варкрафт вот ты не поверишь на ему даже про граби рассказал не верю это второй раз уже когда я полицейскому рассказывал про грубову он вообще знал что происходит одна девушка своровали телефон так они спрашивали чё почем кто я вообще такой я начал рассказывать то что я вот в кольне сейчас играю в варкрафт там на турнирах а если хотят они приедут и потом я начал сказать про грубого потому что он не мог поверить что есть такие люди которые профессионально играют варкрафт ну то есть тебя не хватало да профессионально играющего в варкрафт нужно было кого-то другого еще показать тогда не убедил ты не убедил вот грубо это грубый ну конечно тут вообще извини конечно давай давай идем на комментирование игры как-никак хорошо мне кажется мое личное мнение то что орг с нагой вторым героем это фейл он хотел как-то видимо закрепиться когда вот давил ну короче на базе у эльфа когда у него там плюс гранты были ситуация получше можно было посносить но эльф отбился до эльф отбился убили грантов я это это сыскарный но это понимает них понимаю так сеточка в димку новую димки там вот неважно да у димки плюс два защиты у него есть этот войска вплошь на филинг но одним словом димки все прекрасно плейдмастер второй левел левель цвай ну смотри у эльфа тоже кстати вторым героем не самый полезный там типа бестмастер ли или тинкер тоже нага поэтому как бы башно башню она лучше у него все ранжовые для фокуса да да согласен ну скажем оба героя не 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 айс но второй герой у фокуса хуже чем второй герой у да это тем более на туре на как бы ставка довольно серьезный против талонов сделается очень интересный факт так аккаунт у фокуса мой день рождения вас 8 августа 2015 года ну не скажем это был мой 27 ясно да смотри что смогу можно понять нельзя у дима нету тп и старт не у наги это провал с прошедшим кстати праздником пока не забыл дима падает дима нет успел он передал но не успел слепортировать да уже тут можно ник никого рейдер не отпустят какая разница ой нога 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 на последних это ничего себе контролят они а кстати нормально фокус тинкер 3 ну а что он здесь делает тоже блаида не остановить наверное все таки ой 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 аккуратненько расстреливает факту так тинкер появился но сейчас просто у фокуса супа их на 20 больше очень хорошо нагадились и ну и все это 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 развал кажись все он все все вот эти вот остатки добьет даже если ногу потеряет это не факт что ногу потеряем что он и так так ее внимательно контролит он специально его разводит так ногой да да возбудим но не они ну все тинкеры тинкер теряется это как грешечка да хорошо счет это в это пока 10 отлично так меня почему-то перезайти давай мы ждем стоп бирайдбэк ты минус говорит хэппи почему-то он это же а это 20 ссоре ребят ссоре это 20 а точно первую карту же уже уже была первая карта да 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 я же на 2 при прибавился а при подожди что там было то быстро и такое в первой карте и даже а протекторы болин протектор новая карта застройка забей да это это не игра я из 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 памяти вычеркнул сразу как только она закончилась и и все так что сейчас будет суперфинал на на самое интересное пришел но суперфинал это best of five да да но у хэппича есть еще преимущество в одну карту отлично если честно я желаю чтобы хэппич выиграл почему во первых он очень хорошо тренируется он все время стримит и потому что он все-таки не корее это самый большой аргумент да а ты за кого будешь болеть ну учитывая то что скорее всего будешь за фокусы подбаливать чуть-чуть то я наверное за хэппи с чистой совестью буду болеть ради баланса расскажи что-нибудь еще значит ты работаешь строишь дом отец там рядышком да ты обещал приехать когда-то да может лучше вышел ванька женщина не получится но могу те комнату выделить с интернетом кормить буду рисом два раза в день а по почти то так же как мне сейчас ну еще тогда бутылку лимонада лимонад тоже есть хорошо ну да сейчас работает крайне много я представляю ну а как вообще это визой все такое тебя без проблем европейской сейчас нет кажется мне все таки она закончилась но в германии я был наверное раза четыре и против проблем ни разу не было ну отлично не облакеры если как-то чё-то чё я понял устроил я понял но ты меня расстроил приглашение то что я все равно вряд ли смогу выбраться в ближайшее время поэтому хочется но не могу у меня здесь много чего интересно я понимаю да это уже не можешь оставить приезжайте такое покажу да заинтриговал у меня есть целая игровая комната майки у нас катию в офисе же тоже вярчики есть футбольчики есть тоже весело но это как это предложение всегда в деле майкер ты знаешь что мы с тобой друзья навеки хоть ты эльф спасибо что ты здесь делаешь фильмов интересные последние то есть что порекомендуешь например глянуть еще раз глянуть что что из фильмов интересное смотрел последнее время у нас попытки сходить кинотеатр не увенчаются не увенчались успехом сегодня должны были уйти на русбрин капси дела я если честно последний время мой последний фильм который смотрел в кинотеатре это был варкрафт полгода назад где-то даже больше на а потом я в калу с утра до вечера на работе потом еще дома а отец немецкого кинематографа посоветовать о нет у меня целый жесткий диск проезжай майкер приезжай знаешь чем заманить да так я попробую же не договориться как-нибудь может и отпустит к тебе то может отпустить кто на проводе есть ребята в чате которые не знают кто на проводе да это соколик соколик чемпион германии наш разведчик специалист по диабло по подвалам вич докторам до вич инженер так мы ждем хэпича хэпич сегодня конечно порадовал там надо забанить товарищи который боянестую картинку скидывает не могут удержаться они понимаешь не могут на то что я не стать картинка с немецким кинематографом но это не моя не нет у нас последний русбрейн капы насколько я помню не было в топе 3 андера снгшников хуже понимаешь снгшников не было в топе 3 и было очень обидно смотреться за тем как призовой фонд нажитый непосильным трудом непосильным трудом и скидываем и от разных болельщиков русскоязычных оставался корейц а сейчас есть возможно сейчас как бы все сейчас уже точно хэпи в призах и он находится на позиции сильного потому что он уже фокуса убивал у него сейчас преимущество еще одну карту главное чтоб не сорвалось главное чтобы он довел дело до конца потому что может потому что должен нам должен мне кажется он замочит это 3-1 хэпи в игры посмотрим во первых игрок на карту забыл где он буров затащил и потом фокус дал ему проигрыш победу потому что ну там было очевидно что фокус проиграл это конечно фокус вообще респект и уважуха но там хэпи просто хорошо сыграл очень очень хорошо молодец он играет же на китайском или корейском на китайском сервере кажется они играют на американском то есть они компромисс не стараются выбирать не я имею ввиду letter letter а да то что он хорошо там тренируется то есть арена уже для него нету соперников только жертвы я знаю что фольги тоже на китайском исключительные кастомки игра и видимо они как раз вот еще с хэпи чем кастомки гоняли до того как ну перед турниром чтобы подготовиться получше но фогич вылетел до вылетел против андеда какого-то бери в команду до беливи он сейчас уточню данную били проиграл написано правда они то ли с эфири он проиграл убили вы на же сфере гранданы для сферу проиграл 12 и причем судя по всему в первой игре у него были реальные шансы сам говорил что отдал собственно первую карту было бы было обидно а так конечно если пищу и фоги подтянулся там с лозеров было бы совсем прекрасно да было красиво о файл один давай-ка быстро в игру и забыл 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 сари бизнес не должно начать на лучшую файнал ван айн финал и есть хэпич хвостит хэпич хвостит серьезно не первым при присоединился in house и руину то есть видимо местами поменялся карта тартал урок вот как здесь орку с андедом хорошо же вроде да мне царя как будет начинать хэпи орк конечно это карте может спокойно крепить девайсом может брать google губого бомбра или этих ну где все клетки выпадают он может в начале игры сразу две ну сим 2 айтема собрать идти к андеду при этом андед только вышел из алтаря и начал крепиться то есть очень много разных начал но если например позиция самая дальняя то есть просто позиции он это есть возможность тоже закрепить свой шоп без того чтобы чтобы орг тебя не мучил на понятно на т1 герой левель один и туда нашел после черепашек но это все зависит от конечно от хэпича как он будет начинать и как он будет он будет вообще разведывать или нет можно сейчас сконцентрироваться и сокоментить игру вот мое мнение вот сейчас позиции для хэпича не оптимальная не оптимальная ну не самая плохая с одной стороны да но не оптимальная не оптимальная по моему на в на арене нету как most positions а это же не арена сейчас а я не знаю какая у них версия вообще-то арена вот сейчас это арена они на игра но может здесь действительно ближних нет в принципе потому что в прошлые разы мы две карты на торт в уроке смотрели ни разу не попадались ближние но это правильно с точки зрения баланса на самом деле потому что торт урок на ближних и он это совсем другая игра какой мы чат не возьми это прям кинал отли да правильно я сейчас по-немецки с вами до начала трансляции задавался вопросом и все-таки по-немецки сейчас лучше говоришь чем по-русски или или нет одинаково я например у меня девушка она по-русски говорит ну по-немецки тоже конечно я общаюсь не по-русски большинство родители по-русски а на работе все по-немецки то есть у меня мне это самое главное вовремя приключиться в голове и ну там как раз образ мысли на немножко меняется точнее построение фраз то есть это сначала предложение совершенно по-другому то есть вначале вообще было очень тяжело потому что по голой и местоимение все такое там у них но идет идет по определенной схеме скажем так по русскому и по немецкому то есть пара ну по разному надо думать и один умный человек сказал вот я никогда не смогу думать по-немецки никогда потому что я ну вырос 14 лет в россии это невозможно а мои дети уже будут мыслить по-немецки то есть не то что думать о мыслить хотя это почти одно и то же не просто говорить о мыслить я понял туда или а мыслить и думать разные значения ты имеешь до или этого одинаковое значение нет по моему мыслы это мысль мыслить это именно то что же в подсознании идет а думать это ты можешь думать да скорее всего тогда близко в близком правде чувствую я знаю как было предсказано фокус начинает тренировку на оранжевом на оранжевой точке получает глоссов хейст тот мой вопрос сейчас почему он не побежал через магаз не купил себе клетку и не начал также тренироваться потому что это у него было бы большое преимущество а он хочет сейчас у хэпича начать тренироваться и если хэпич начнет тренироваться не с черепашек он спокойно может помешать фокусу но хэпич не чувствует это он побежал до хэпич вообще решил черепах своих не трогать может как раз это зона риска да получается можно на байда напороться вот и кольцо выпадает блэйдмастеру на второй точке сокол не очень доволен и контролирует кстати видит наконец что хэпич тоже принялся за за черепах все еще с двумя девайсами пойдет фокус мешать мешать качаться этому этому андеду назовем его так тренировка на тренироваться необычный конечно использование видимо тоже с немецкого перевод а как же ты по-русски ну creeping к тыс или в криппинг крипится или качаться опять же прокачиваться но я специального для русской аудитории перевожу это прям думаю криппинг меня никто не поймёт так хэпич заюзал даст чтобы на всякий да тут тут бы ссори короче деке довольно плохо по по здоровью но 2 2 лэву это уже хорошо пошел хотя бы какой-то реген однако его есть но вторая тоже накопит то есть финда выживет и гранта он отлично сейчас блокирует своим скелетом но кинет койл но вот жалко кинул бы койл в гранта не спас бы финда ему на сейчас посылать финдов на базу такой добивать нужно еще разок подлечить хотя маны нет у него на лечение вот только-только сейчас подходят он должен со своей ведь конечно финда этого давай давай а гранта спас и смотри кой на последних и так ты видел за ним скелет нос гречес развалится ему не хватит даже если он сразу начну сейчас бить не успеет он эти 45 ударов нанести чтобы гранта убить цеха вторым героем тут будет еще один форда 1 и добил да вот это сейчас он же а зачем он разменивать стадо крайне неправильно он сейчас опустили до 100 хп и там есть виндвок кстати есть виндвок и странно что не не побежал а там не рука есть все 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 понял вот не рука это как раз тот тот самый фактор который остановил а я не рука не рука ай успел но у него сейчас он может и блэйдак и деку убить у него же есть виндвок он же может койл видит он же видит его он видит его но не хватит не хватит не хватит даже если попала не хватило бы там 70 сносит на первом очень близко но если бы он восстановился и хотя бы один удар такой все-таки нанес хоть это было рискованно потому что блэйд мог из виндвока не дай бог там еще кританул бы разок после после удара это был бы минус 2 дк и игру было бы крайне сложно вытащить после этого но он мог и блэйд мастера в свою очередь забрать вот смотри сейчас эта ошибка про которую я говорил хэппи пытался разменять гранта на жизни от дк сейчас орг прибежит сзади хекс и все именно так а у него 200 очень рискует почему он идет первым но он решил не убивать деку странное такое решение знаешь наступаем тут не унесли бы просто что дк выжил является первый рейдер наши синенькие или желтенькие наши синенькие конечно же да наши синие огур тоже наш огур больше как голубой это него татуировки черные на фоне окна все начинается битва не успел просто армор сделать лично себя нужно первую очередь это отлично перегруппировался надо отослать назад финды очень-очень-очень-очень и подставляются действительно они как-то тут всем конечно достается чуть-чуть надо продождать ну подождать же просто армад действует одну финду еще потерял маны не хватает на койл действительно финды разваливаются и пищи не подрезает и пищи назад отходить у рейдера есть сетка просто армор вовле она назад только да там блэйд довольно битый тоже он серьезный нет лучше от лучше до обсидиан вообще отступить реально хотя хэппи не хочет чтобы орку доставался видимо этот пусть и голубой но огр и не хочет он просто на базу возвращаться сейчас и получилось смотри он отогнал орка не позволил ему ничего такого криминального сотворить и дождался дождался 1 обсидиановой статы ну и самое главное то что орка зашел он не крепится ну сейчас опять крепится конечно вот посмотри вот сейчас данной ситуации обступили в бой жалко что хэппище просто мало хп и не прокачано ничего и без т.п. он бы мог сейчас скрип чекнуть хорошо у орла было три юнита с очень низкими хп под лечением я удивлен что он в принципе в результате дал закрепить этот магазин видимо ждал арбу на т3 сейчас пытается сейчас палец его сыр ухо хекс там два три рейдера арморк делай все нету т.п. нет это капец конечно пытается на пофиг там что я не выйти уже здесь выйти такой там он был еще у байда и все пошел дикий оклик до хиро килл скилл г.м. первую игру отдать но смысле уверенно проиграть не сдается хэппи пытается там что-то байда как то по побить но тут замазывается ну даст фокус очень шикарно сейчас играет не забыл даст купить ничего все нормально плохое начало серии но 11 будет ну хотя с хэппи еще не сдается но все выглядит ужасно 24 суппай герои падшие разница по лимиту в два раза можно еще час прокрепиться великолепно сразу на красную точку бежит фокус и ему вообще никак не хэппи не может помешать в этой ситуации войска в крово лево 2 лево дк там блэк уже третий будет еще хуже посмотрим какой предмет ему выпадет боевые барабаны ворка пожалуй лучший лучше что можем могло бы здесь упасть да ну самое лучшее конечно по девайс который выпадает это русская аура русская какая адрес к для ворка я понимаю просто почему она же по боевым характеристикам ни о чем да но орку больше движения против фаст армара фрос армара они быстрее двигаются на дамаг они так получают от ауры скота и вот это аура ну конечно нас коржи не стакается это она не стакается очень шикарная аура но аура от андеда для ворка мое мнение самое лучшее что может я понял да вполне возможно учитывая такую еще стратегию от хэппи мобильность решает мобильность не решала блэк мастер с погибли или упали правильно важно еще не то сколько ты урон наносишь а как быстро может до цели добраться крип чеки все такое особенно например если ты играешь корком против хумана это аура все шикарно то есть ты двигаешься быстрее против слоу если у тебя турин 2 путь с аурой то слоу тебя вообще только это чуть-чуть замедляет атаку да ну турин 3 как кажется там уже слов 40 процентов или сколько не помнишь слоу по атака 25 и movement 40 до ну чё попадает задеваясь какой-то уже шатуры или штучка обступать амулет амулет жизни да там уже трушат на на экспанте выпадает правильно сделал что не продал теперь у него максимальная на кода атака плюс 6 плюс 2 с каждой ауры 30 процентов уронов 30 процентов всем причем без разницы range это магический урон какой-то или героевский все очень сейчас криты еще будут вылетать вторые третьи жесткие блэйда блэйда плюс 21 урон при том что у нее ни одного когтя нет анде цари и сейчас будет интересно ну он должен тут просто рассыпаться по идее в лимита меньше герои хуже но дистри с маной до дистри с маной он должен атаковать потому что потому что там нычкой потому что момент такой хороший с дестройерами диста он лича хочет от поиска нужно ли пока он качается там конец фокеров а там же еще скорость атаки у блэйда и за ур я думаю что он такой а и ловкость у него шестерочка тоже от капюшона идет капюшон перчатки сер клетка вот поэтому быстро бьет такой хороший бонус по скорости должен быть 15 12 еще пять процентов от этого таурена ну что для happy это последняя наверное возможность более-менее с какими-то шансами хоть и призрачными что-то сделать потому что он чуть-чуть на нычке а и телепорт выходит из лимита а он дистроф на выждет я понял да он сейчас страми очень-очень хорошо может прообреть фокуса потому что у фокуса только пару троллей коду коду и он почему-то не делать греть на берсерков только сейчас пошел берсерки под ну после того как включат берсерк и плюс 11 урона у них есть сходу труша тауры еще на них работает то есть представь сколько здесь бонусов тут 40 процентов только получают они бонусов от атаур и еще от получают бонуса турия на по скорости атаки очень прохладно но стал лимит почти сравнялся если сделать минус пионы которые добывают золото у них лимит наравне да но теперь сейчас растянулся как сосиска блин баварская это быстро 5 сжаться так и пошла понеслась до минус ой да ладно со старта минус асха плеча пытается убить но на личейн вул сайланс на таурене стом по двум героям опасно лить сейчас может ой там дк просто без маны ой без без всего дк дк умирает были на такое начало классно если бы он еще тарк рейнджер к дает мим плей без хп то время без хп наличь падает а было бы так по красоте это было просто прорыв представляю сразу теряет цеху каким-то чудом там кайтит уходит героями своими лимит равный тайминг прекрасный так это не просто но счет 11 играют они до трех побед да еще ничего не все потеряно и хеппи мне кажется он просто это не ушел из игры когда уже выглядело все плохо почему потому что он остается это играть ну тренировки остается ладно я проиграл на это играют игру до конца да это хорошее такое с точки зрения морали ход файнула свой захожу счет сеточки обновился оперативно отлично last refuge следующая карта вот по этой карте что можешь сказать ты на ней и и точно застал да как на тебе с андетом ну с андетом я вас сказал более менее балансировано почему потому что красная . недалеко от базы андета то есть он может ну если инициатива будет на его стороне он быстро из базы выбегает вперед шоп вперед красную точку девайс и сразу же может идти на нычку своего оппонента но в это же время орг есть несколько точек где он может спокойно плейдом и даже без гранта ну прокрепиться или с одним грантом то еще больше может он может магазины закрепить голубых бамбров не получаем много дамага потому что если за них встать там между магазином и бамбром тебя не будут два этих простых огра атаковать то есть ты получаешь только дамаг от двух троллей до этого г.к. активировал премии на варка на бамбра а если он занят делать плод плод ласт на других бамбров то он тема дамага делает а кстати я еще хотел сказать просто большое спасибо русский но что он такой ништяшный как сделал организовал деньги бабло так что я тоже сейчас пополню призовой фонд серьезно да только надо найти link ссылку я вообще рад рад тебе дать link link вот смотри в чатике если там справа кнопка пополнить пополнить разные способы оплаты paypal карточки что хотел заполнить хотя карточки из-за рубежа могут не принять у меня paypal есть призами для таких ситуаций ну отлично отлично осталось только хэпичу ща фрис 5 баксов они это любое любая поддержка важно что это же символично самое главное что сокол может потом через 20 лет сказать да я пять баксов закинуть на разбринка 5 коменте его и закинул параллельно так поддержать 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 а система оплаты надо выводить ну класс вообще краб но если там какие-то у тебя пожелания по интерфейсу будут и ты говори сайт молодых сделан ты молодой может тебя видение какое-то будет тоже короче если чё так а игра уже началась до в другом месте отлично ты же в игре я помню что ты был да да я в игре так здесь написано комиссия составит а число которое сейчас донати она будет такой или от комиссию уберут и вы число другое стоять кто ж его знает потому что я очень символическую это 3 2 2 2 2 2 8 13 и опять 4 так ладно я просто сделаю поддержать нажмите на ссылку ты можешь комментировать игру я комментирую игру хэппи мы болеем за него вот он строит деку шутки в чате конечно ах вы ах вы ах вы вот я стал очень прав очень один человек угадал побежал блэк мастер и а почему а что это за мем 1000 сокол поддержал турнир на сумму 1337 рублей и какой что это за мемчик 1337 да я ты рассказывал кажется мне но я до сих пор не не понял ты краб но давай я сейчас объясню видишь старик как я предсказал сокол вангует нереально да только bloodlast видишь на траля а ты ванговал на грань на этого на игра ну надо угра он сделал а потом на другую а понял да что то не получилось а элит элит все я понял все вспомнил объяснение мне раз элита в общем элита фишка на этой карте вот этот тролль пристар с левой стороны так он если ты его до ночи атакуешь он не лечит и не делает inner fire почему такая фишка на этой карте видишь он сейчас никого не выключил да и у него была полная мана просто 300 мана у него было слушай сегодня тоже фишку вот это вот нашел ну точнее открыл для себя на twisted meadows голема значит эльф выманивает сначала виспом потом начинает его бить арчой под бараком и голем не кидает камни прохлада да и такой халявный криппинг получается с одной арчой с одним бараком к лагерь наемлику забираешь спокойно тебе не прилетая там четыре камня все хорошо до лить столько всего учишь но да пора уже варкрафте то разбираться 16 такое до начать постоянно пополнять друга дуэльку с кем-нибудь надо все равно ты фуфашечки кстати смотришь следишь но я смотрю ты когда игра или не хочешь с нами катнуть можно будет так у нас суровые ребята с удовольствием с удовольствием а я кстати припоминаю одну фашечку там ты чё-то говорю что ты очень-очень любишь фаерлордом играть и он два раза подряд да бывает такое картина маслом такая можно скриншоты фильм по варкрафта тоже отправлять какой-нибудь так что влейд ищет свою жертву но в данной ситуации у хэпича почти полный хп на так начать на лучший потерял да рощик experience чем быть мастера да ну чуть-чуть но по сравнению с прошлой игрой конечно он прям зеленые прокрепился все хорошо девайс у него какие-никакие есть начало главное не сгладить хорошую хэпичу мне кажется эту карту сейчас и поиска отступили в пользу это знаешь это по-немецки говорят это я вижу не на дне чашки чая а на дне уринала и писсуара ясно так что уринал кстати у меня есть оси дом построил специально для себя сделал туалет и даст писсуар стоит только вообще вещь не реально только могу рекламировать ты же я уже не рассмешил фанат вступили в бой не рупит майк ты же и ты знаешь да что я знаю я так о нем мечтал всю 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 жизнь и у меня появился свой личный писсуар с прицелом такой это совсем прицелом серьезно ну чтобы не промазать а сокол не промазывают у меня глаз омаз ой ой тем временем к серис лагает очень не кстати но сейчас наверно ливнет как правило из-за того что периодически лагает сразу выходит из игры почему-то не вышел это сухо спрашивать но здесь просто показываешь тоже давай ясно не знал а передаю привет кстати чатику пацаны здорово очень разлива злойте я тормоз уже сколько час с тобой комментирует до сих пор не передал привет позор кланов него а мог бы просто скинуть ссылку подписывайтесь заходите стримить завтра вечером буду хотят не будешь стиме завтра вечером ты занятой вызов принят и можем договориться катнуть просто на какой-то день потому что два на два что с абером что с тобой заходит просто прекрасно да с удовольствием майки с удовольствием сейчас уже у нас авто снег выпадет скорее всего подвал да ты рассказывал тут достаточно напряженный момент идет потому что блэйд довольно битый хэппич хочет посражаться видимо за остатки магазина и у хэппича преимущество так так как плейд мастер единственный дэмэдж дилер у орка с очень маленьким хп вышел лич сейчас преимущество у хэппи вот он а если куда пойдет не он вон пошел просто на более жирную точку он не будет искать пытаться орка тем более что он может там на лагерь наемников вниз уйти и на оранжевые точки может быть зачем он за рейдером то этим несчастным бегает все хэпич сериалы и бассейн выйдут ну как фрейдер то в любом случае воспалил час надо как-то блэйда надо голубого бамбра матча да да там уже сзади подходит что он оттягивает даже и до конца до последнего оттягивает убийство голубого бамбра не хочет сражаться за за него видимо он неплохо кстати огурта отстал инвул койл хороший но финда все равно замочил теряется плейд сейчас инвул откатит 14 секунд почти прошло так ну что как какие-то желтой плейду давай молодец да 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 ладно сейчас просто на пофиг будет бить голубого нет не будет бить а фокус хотел чем купить магазине но хэпич до этого там все выкупил пошла хилл вейф минус рейда зачем так рано кинул когда может перенервничал там пионер хорошие деньги на конь да да хорошо контролит хэпич очень хорошо даже даже доконтроливать и подмога кстати подмоги очень давно не было вступили в бой скелеты закончились главные блокеры блэйда надо бить блэйда даст даст а нет как же сокол как же в сокол фокус хорошо контролит фишечка шикарно молодец все фокус надо отходить на лечение он плейда послал назад хэпи понимает эту ситуацию лбдк 3 для вытратить ему не хватает этого второго койла в идеале конечно должен был уже со вторым и хотя и и у блэйда общем тоже не третий пока что пили в бой но сейчас у арбал блэйда голубого бамбра второго получает орг получает шикарнейший девайс я уцарев все игры фокусу нормально прет насчет девайсов это явно не может быть совпадением он еще критую чаще говорят так арбу арбу надо передать лечу и дай быстрее он и видит и еще забирает девайс еще там супер девайс как он появится ах камень здоровья у хотя камень маны наверно был даже получше бы с их я потому что у меня исхода исход прокачает он до 3 до отлично девайс я пищу попался что 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 да трушат наверное да точно лучше без девайс которому мог выпасть дико 3 лично половину наполовину 3 и дирижабль пошел что он еще да я думал он диверсию сразу будет делать но нет может у него т.п. нет он сначала хочет сходить но отправил тогда бы блэйга под виндоком за т.п. не хочет рисковать может быть сейчас будет пытаться колитов замочить да 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 любопытно сетка есть вообще ухоп или нет вряд ли есть сетка он гулей с френдли с френди вообще идет сетка чаще всего запускается тогда когда уже видно то что она нужна до дорога это делает крепить красную точку не успевает ее взять вот было бы сейчас сеточка но он и так вроде может уйти тестов дестор есть да и заморозка есть родится не выйдет оттуда продаете гура тут же свой кайл нова отлично гейм оворт почему но это такое новое гейм оворт а я потому что он героя какого-то убила нет но он убил одного рейдера рейдера да только фокус опять из волкеров играет кстати ухопить что лимита больше надо только сейчас не да не может быть на т.п. как-то накопить потому что не хочется без т.п. с базы уходить вот с такой особенно учитывая то что мы есть дрежа были все еще там же есть дирижа или или оставался нет нет он воспринял тогда хорошо тогда попроще будет хэпи замахивать сразу на красную точку тут нет блэйда лич получает третий уровень от блэйд нарезает зигурат который недостроен хэпи успевает буквально за долю секунды отменить почти достроившийся зигурат минус один околит не они опил такой красавчик вообще вообще молодец молодец все правильно сделал надо сейчас только вернуть околитов на добычу один околит с запасом это нормально возможно пойти красную точку закрепить сейчас слева которые находятся потому что мне добитый огр ну его просто его вылечили то точно но просто хочется курить и девайс уже капич получил от обра я ты про лево а про лево да да он уже вылечен на сто процентов ну хоть проверяю час база возможно попутно закрепиться на этой точке не саплай блок все еще 41 лимит на 40 зигурат сейчас достроился уже есть 50 фокус 50 боков дед есть девайс который не должен помочь сильно фокусы учитывая на листья он пойдет на базу да да согласен если бы у хэпи не было т.п. это могло встать просто трагедии потому что одного буквы это на колит хватит вон я пишу же строит околита еще одного зачем наверное шейду делать ой тут сошло сухой при при принимают смотри-ка диспеллер хейст блэйт а теперь book of dead на мэйне телепортируется хэпи к сожалению не может он позволит убивать смело так это колитов с полет и дестройерами очень быстро блэйт под ударом кстати может развести его на инвул на инвул есть купил инвул стоит 400 золота т.п. 350 ну да да но в принципе да и девайс сопоставимые по цеха накидывается на огран на огромного чувствую что сейчас крепится красная . он увидел щитой получает девайс да ладно это уреновская топовый девайс здесь наверное все таки топовый а прикидываешь хэпичу бы показалось попалась такой девайс у нас нападает тут все красное смотри один грант красный второй грант рейдер телепорта нет телепорта у орка нет сейчас можно в принципе навязать тут сражение до конца инвула нету блэйда может да нюкает кажется нюкает собирается и руки давай 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 бутылёк бутылёк передала цехи ай-яй-яй дестроеров нечем убивать давай блэйда блэйда ну койл ну где ну что нибудь ну что не как а почему он не кинул койлтона на блэйдаун что еще развалился орк развалился до хлам просто 41 лимит сейчас еще минус кодой от фокуса а у хэпи чистый 50 просто там 3750 главное блин не затягивать ни в коем случае не давать его поставить от нычек может будет сто процентов там шина контроли все все хорошо думаешь халявить будет это же на критику нету же шансов смотри дека почти 5 ну четыре с половиной лич тоже девайса были на не поместил сам просто а нет деку деки же есть точно там перчатки скорости я думал я подкликнул налича вижу что он уже затаренный полностью думаю все лечу должен девайс нам продать 6 когти попались но все сейчас это сайлент скрипт джек телепорта опять нет ну сыха 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 никакой красный лечится на последний хитах но нему никак не выйти падает сыха а да это это грешечка это грешечка критует там блэйд не истоствует но попадается на новую гейм 2 1 хэпи ведет но это не конец еще это еще не конец дожать бы дожать дожать бы одну карту осталось одна карта и куча бабла отлично ну хэпи очень-очень-очень радует до контроль по мелочам очень хороший соколитами с финдами которые закапываются от сеточки приятно смотреть одна карта отделяет хэпича одна победа одна проблема и сто двадцать пять тысяч рублей ну за первое место ему достанется все-таки шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять ну и все равно деньги ну да это больше чем средняя зарплата в россии вашему сведения михаил больше до раза в два как говорил медведев так что-то игра не началась еще файл 3 что-то и не заходится ты внутри уже нет я только прочитал зашла а я тоже они тоже только создали и карта нома тайлз будет эту карту я еще не знаю я только видел ее из-за стрима все такое там красные точки есть где можно решающие девайсы получить и ну очень много клипов по моему это хорошая карта для андрейта но ее выбрал фокус у нас него или заготовочка или в корее они очень любят эту карту у фокуса 168 игр на арене сыгранные девяносто пять девять процентов побед неплохая статистика да очень что говорит о том что у них тоже очень хороший пинг да да смай гарабельный на аренке я очень хорошо катает у него статистика нереальная ну и у хэпича конечно он других по моему и вообще не знаю кто более-менее сейчас в европе фогич вам в европе не играет соники я давно ничего не слышал пропал человек заказали не специально но бежать-то туда вражеской базы не так хотят ладно болеем за хэппи ну хэппи не отдален от победы могу ты говорят 70 процентов на арене статистики видимо там и фига фига на арене не так уж и много действительно топовых осталось учимся тут я вот в инактиве у меня и тут уже что у тебя ставить аккаунт но я когда стрима недавно когда полмесяца полгода назад как плавящий бетон я был точно плав плавящий бетон а на сейчас статистику не могу посмотреть да ну что там было мы поверим тебя на слово по победам поражения я вот не помню я лучше прежде чем сказать на подумать совет жизни ну приукрасть немножко можешь приукрасить сколько фокуса процентов 95 и 8 но у меня 96 и 3 было ясно надо перепроверить конечно это было все таки как-то с реальностью соотнести ну вот это зрели 67 процентов у меня при этом я был не активно играл на стриме ясно у меня огромнейшая проблема не знаю почему как только я включаю стрим warcraft в окне у меня деактивируется эти драйвера на мышь то есть у меня не видят стандартный не знаю почему я себя нормально warcraft старту игра мышь по ну ведет себя совершенно по-другому не знаю как это управлять на яйца визу что она типа медленный становится до такой как будто мыльный кино да я был ну вот ты подобный жиле или попробовал запускать борта я не знаю я познаю что-то условно же ладно ладно потом города сконцентрируемся прямо сконцентрируем соберемся х печь на магазин положил глаз на тут блэйд подходит сверху уже с когтями между прочим он подходит спалился вынужден был соответственно кинуть койл грунцер тут еще бегает майкер помни слова которые конечно конечно это на немецком грунцер или что как у тебя сейчас зовут блэйд мастера имя его любили в бой у меня юбай ну почти то же самое да молодцы перевели похоже очень так мы кондируем игру хэппи против фокуса хэппи видео со счетом 21 это скорее всего решающая последняя карта нет не факт что ж ты так сейчас глазишь еще или у вас там позабыл ты поговорки пословицы русские я знаю пословицы расслабляться сильно нельзя а то кто-то за сзади подать не не надо говорить на 100 не русская народная пословица это скорее все таки так да не расслабляемся не расслабляемся потому что фокус не прост очень непрост контроль от великолепный блэйд мастер у него какой-то волшебный ему опять девайсы выпадают классные он один может скелета добивает нам нужно аура нам нужно где-то вот мелочевку забрать пусть даже ценой 1 2 кайлов не жалеет койл понимает что нужно перебивать лечение хэппи надо сейчас выиграть время поэтому он перебил лечение фокус пару секунд отходит назад но это сильно сильно мой второй уровень хорошо ну хотя бы черепашку забрали девайс был не отчего это не было из-за этой нет плочь как нет реально нет кайлы и рука не рука не рука не рука еще скала должна появиться а он даже не стал тратить за мануху делает койл уже кинула до этого он не кинул почему потому что он думал если плейд зайдет с винволком внутрь то все да потому что у него там надо на второй виндок же нету да сейчас выманил выманил манку и может спокойно вкрепиться в не боясь того что и вдруг вы мамки что что штраф там вот это там пирше или как она по-русски называется на нем крик на маму похоже было чуть такая в юбке я их я стихи хорошо доеду да ты чью-то вам я просто под это подреков ясно вновь послышалось промок про мамку думаю шутки пошли уже какие-то похладные но похоже да похоже действительно на чью-то маму определенно похоже амулет энергии где кому деке амулет это же два дополнительных койла это прекрасно фанат уже спрашиваю чья мамка бьют не на твоя ну все ждут этой шутки что пристали уху лопать твоя уже обнаглел смотри как орком на левца ну крепится сари где ну хотя хотя да тем более тут есть личи есть койл о спиды не не действует на этого гранта который фокусировали это очень красиво тк отходит под просто армором ему бы бутылек жизни а тут сихия смотри плохо кирдык а он же с хексом он же не с хилом точно ему лечиться не ну никак а и опасно ну хотя там только одна сетка очень рискует очень рискует дк если хекс сейчас будет беги 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 нет хекса сзади подходит сыха не сразу реагирует не сразу начинает отступать получает еще пару выстрелов отличия ну должен возвращаться до возвращается дк с бутылочкой а блэйд один в поле воин сзади сзади подходит можно койл сделать до сиха же умрет умрет же сиха летят выстрелы и есть сиха минус как же хэппи контролит отлично молодец плейд где-то там бежит просветил заранее чтобы даже не в мыслях не было блэйда добивать этого гнола кольцо защиты ок ладно переживем его запугиваете 40 лимита на 37 у х пича ситуация сейчас хорошего на крепится и лимита побольше свободу получил героя вражеского убил великолепно не сглазить бы нажать ему нужно не упускать преимущество в этой игре грубо не ошибаются на самом деле не помню чтобы у него такие прям посяки были как шикарно проконтролив все финды живы живы поменьше хп у каждого распределил урон так равномерно чтобы региона работал эффективно и молодец пойдет еще второй магазин заберет причем начинает крепится еще прям сходу или чем сразу подконтроливает его вот много таких мелочей которые просто показывают что ну как молодец да он он молодец таком потоки играет все успевает там тык 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 и но тут халява какая-то неужели будет большого даун мага собирается небольшой причем армии его собирается забрать там девайс хороший может быть он как зарядный топовый надо окружить подконтроливает рейдеры рискованные то конечно и бить его долго под просто армором и хп миллион но хэппи не успеет сюда прийти никаким макаром да хэппи даже не подозревает что здесь такое творится будет левель драйв бейда и девайс каменный талисман потенциально опасный конечно девайс да но не самый лучший да а там полуминутный инвул из очень хороших и что ты что-то еще зарядно что может быть как думаешь помнишь а там которым она берн делает охл хаунд точно также фокус то крепится хорошо сейчас блэйд просто битый можно его перехватить сам на себе уже черепах же это атака да 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 возвращает милли урон критонул бы и все минуснулся бы арбы еще нету да и выносит магазин это очень важный момент согласен тайминг прекрасный бетон правда вот уже успевает доделаться но пару боросов мы может и сможем забрать нет уже бетон но один час да один донесет конечно роди острова и пионов надо спасать фокуса а где фокус на дирижабле пытается время выиграть он понимает что он вряд ли выиграет вы честно ну в этом в этом сражении на своей базе и решает что нужно как но пока он будет лететь еще один бор упадет это точно а это второй это подожди ты это какой там мой второй да только окей фокуса было 50 supply но отличный тайминговый пуш от хэппича фокус конечно пытается что-то сделать теперь пошел фокуса пошел назад а дистрито есть дистрито могут стоп это гг может быть он успеет надо его ловить на там тут далеко лететь а вот и телепорта нет если он здесь высадится да ладно а сеточка хорош хорош рейдер такой чемпион папашка рейдер показал кто есть кто вообще вышел такой да я разберусь я остановлю их да и все я стану и и опасно все равно дестройера на хвосте да ладно подлак то есть дракон не спит а спит и сейчас можно перехватить ловит а т.п. нет у него все все дирижабля нет это ггшечка т.п. нет последний бой ну вопрос кто ну там такая куча просто да и тут диспелить можно дестройерами отлично все еще головокружение есть участие юнитов пытается в леча тыкнуть но у леча есть инвул сетка на леча его не убить падает рейдер хэппи успевает закапывать еще финдов просветка минус победа 50 supply против 26 да да декущ отчаянно пытается убить деку умирает голем саха сейчас умрет доедешь большой с большим инвулом саха убирай умирает гг хэппи чемпион поздравляем хэппи хорош хорош наконец-то наконец-то столько корейцев было он оставался с четырьмя корейцами в конце концов юбилейный пятый русбрейн кап с призовым фондом повышенным выигрывает дмитрий костин старичок хэппи красиво приятно причем дважды фокуса выиграл да и дважды была эта карта заключительный нет я уже все равно не вспомню классно 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 отлично ну что ж запись будет уже доступна завтра ближе к обеду приходите если пропустили какие-то матчи много было интересных игр соколик нам с тобой надо в скайпе договориться когда у тебя будет время поиграть в старый добрый варкрафт но думаю что не завтра вот через какое-то там ну можно среди недели вечерком да хорошо я только за обязательно договоримся стримчик и об инжи эль ты говоришь на попробовать и панчей до по запустить в режиме windows и open g или возможно из-за этого подлаги и сергут хорошо спасибо тебе за компанию за комментарии надеюсь услышимся спасибо нашим зрителям и русбрейну конечно же за призовый фонд который не покинет не покинет не по не уедет в корею короче говоря вот очень приятно да до свидания всем пока пока майкер спишемся созвонимся пока